Мы начинаем семинар в памяти Николая Геннадьевича Бочкарева. Семинар у нас с вами однодневный, программа, однако, достаточно плотная, докладов много. Обращаю внимание слушателей, что заявленный доклад Гаскива не состоится по техническим причинам. И для приветственного слова я предоставляю речь Анатолию Михайловичу Черепущуку, Академику РАД. Научному и руководителю института. Где мне стоять, чтобы меня видеть? А вот вы подойдите сюда и вам будет видно, что вас видно. Вы видите, что вас видно? Вот, значит, вас видно. Отлично. Так, ну, дорогие коллеги, мы открываем сегодня семинар в памяти Николая Геннадьевича Бочкарева. И Николай Геннадьевич, он был сотрудником ГАИШ свыше 50 лет. Он кончил физический факультет Московского университета, астрономическое отделение в 1972 году. В 1974 году он кончил аспирантуру под руководством Соломона Борисовича Кингера. И дальше он начал заниматься научной деятельностью, которая украсила как отдел звездной астратизики, где он работал все эти 50 лет, так и наш институт. Это всемирно известный ученый с огромными результатами, о которых вот я попытаюсь в моем докладе упомянуть, но более подробно Евгений Алексеевич, конечно, расскажет. Вот, и направление научной деятельности Николая Геннадьевича можно разделить на три, как бы, таких категории. Первое, это, значит, исследование физики межзвездной среды, воздействие проникающей радиации на межзвездную среду. Он рассчитал параметры сверхоболочек вокруг обе ассоциаций. И самое интересное, что, используя архивные данные с рентгеновского телескопа Эйнштейн, он впервые в мире открыл рентгеновское излучение от взаимодействия межзвездной среды со звездным ветром под звездой Вольфпроекта. Было первое такое, сейчас таких уже много результатов, но он был первым. Причем по архивным данным, то есть американцы эти результаты упустили, а вот Николай Геннадьевич их подобрал, и вот такое открытие. Это очень важный результат. Второе направление, это, конечно, исследование ядер активных галактик. Совместно с Игорем Антохиным Башкарев сделал великолепную работу по воздействию жесткого излучения центрального источника в ядре галактики на окружающие газовые облака. На диск, на газовую среду вокруг ядра галактики. И этот результат, эта работа, она много процитирована, она послужила основой для развития метода эхокартирования для определения масс сверхмассивных черных галактик. И Николай Геннадьевич возглавил программу международную по исследованию, спектральным и фотометрическим исследованиям ядер активных галактик. На протяжении многих лет эта программа делась, и Николай Геннадьевич был российским руководителем, руководителем российского сегмента программы AGN Watch. Вот, здесь им получено много очень результатов, на эти работы огромное количество ссылок, там большой коллектив авторов, включая Шаповалову, ИСАУ и так далее. И третье направление, это исследование рентгеновских двойных систем. Ну, здесь надо сразу сказать, что впервые в мире Николай Геннадьевич, Геннадьевич Сеина, Николай Анатшакура построили методом синтеза теорию поляризации излучения рентгеновских двойных систем. Причем, поляризация излучения как от приливно-деформированной и заполняющей полос рожей звезды, так и от наклонного, претиссирующего аккреционного диета. Это очень сложная в математическом отношении задача. Вот она была решена, и были, так сказать, приложения для работы. Вот, к сожалению, из-за того, что, вот, например, в системе Лебедь-Х1, там поляризация не обязательно связана с приливной деформацией звезды, но еще с основанием звездного ветра, то, что истекает ветер от звезды 2.0.1б оптического компаньона Лебедь-Х1. Поэтому однозначного результата получить не удалось. Но сама теория, она очень продвинутая и широко, так сказать, цитируется и используется. Вот три направления основных, но Николай Геннадьевич, конечно, был ученым с широким диапазоном. Он имеет работы по арте астрономии, по истории астрономии, по астробиологии и даже по телескопу строения. Он рассчитывал оптическую схему полутораметрового телескопа, который был установлен на Майденахе и который мы, к сожалению, потеряли. Вот, ну и, конечно, вторая половина жизни Николая Геннадьевича от его общественной деятельности. Он был энтузиастом в создании вот этого нашего астрономического общества евроазиатского. И он был бессмертным руководителем, сопредседателем этого астрономического общества. И в самые тяжелые годы, когда финансирование науки в 90-х годах было на миле практически, он посещал министерство и добивался от имени вот этого общества финансирования для обсерваторий университетов. Многие университеты страны получили средства на вот проведение астрономических наблюдений благодаря деятельности астрономического общества. Кроме того, это астрономическое общество, оно объединило астрономов всего Советского Союза. Хотя Советский Союз распался, но вот благодаря вот астрономическому обществу, детище Николая Геннадьевича, астрономы всего Советского Союза, всех бывших республик Советского Союза активно работали, активно работают, дружно работают до сих пор. Так что вот эта деятельность Николая Геннадьевича, она, конечно, незабываемая, и мы его всегда очень ценим. Ну и присутствие Николая Геннадьевича в ГАИШ, это было такое очень... Всегда с ним было приятно встречаться, было общаться приятно. Человек в высшей степени ответственный, очень эрудированный, он очень много знал. В этом отношении он был похож на Солома Борисовича Питера. Это была энциклопедия астропизиологии. Вот поскольку он в моем отделе работал, то я очень часто с ним советовался, и эти советы были очень полезны. Можно было, конечно, еще много поговорить о Николе Геннадьевиче, но у нас программа, время. Так что разрешите мне на этом завершить. И вот предоставить слово председателю, председателю для... Я не знаю, председатель не я, но я так немножко... Я же от астрономического общества. Ну, наверное, вот мы с Машей председателем. Ну да, вы все председатели. Спасибо. Все хорошо. Спасибо большое. Так. Ну, мы начинаем нашу программу. И первый доклад. У нас Евгения Алексеевна Корицкая. Мы уже идем сэкономить 10 минут. И еще у нас один доклад. Так что, Евгения Алексеевна, можешь немножко перебарить. Павел. Значит, доклад Евгения Алексеевна Корицкой. Жизненаучное творчество Николая Геннадьевича Бочкарева. Сейчас мы откроем. Как же. Ну, Женя, можно работать. Значит, с тарелки. Ну, да, конечно. То есть они работают. Все работают. Да. Да, извините за это все. Анатолий Михайлович такое прекрасное вступление сделал, что даже, как бы, мне и нечего даже особенно сказать. В смысле науки так прямо. Все кратко и все по существу изложил. Спасибо. Жизненаучное творчество Николая Геннадьевича Бочкарева. Я даже не знаю, как его называть. Во время доклада Николая Геннадьевича Коля. Мне, конечно, проще всего говорить Коля, но для молодежи он же не Коля, а Николая Геннадьевича. Так что я, наверное, буду и так, и так, и по-разному. Вот его портрет в молодости. Можно сказать, что он 60 лет связан с Гаишем уже. Впервые посетил Гаиш весной 1962 года как победитель астрономической олимпиады. И с тех пор, год 60 лет, он очень сильно связан был с Гаишем. Жизнь, конечно, вне Гаиши, он просто, можно сказать, не мыслил. Ну, сначала я начну с необычного, о предках Бочкарева. Может быть, это, не знаю, насколько это интересно. Кому-то, может, интересно, кому-то нет. Ну, так я почему-то решила. Вот, отец Геннадий Афанасьевич Бочкарев окончил МАИ, работал инженером-экономистом. Мать Елена Константиновна Бочкарева в юности Щербакова окончила технику. И два раза получила курсы по повышению квалификации в вечерний университет. Так что она стала настоящим инженером хорошим. Вот, а вообще, действительно, она из семьи. У нее отец Константин Васильевич Щербаков. Он учился в Германии, он по ткатскому делу, потому что его родители были владельцами фабрики, ткатской фабрики в озерах. Так, Бочкаревы. Бочкарев вообще-то происходит из-за байкальских казаков. Есть село Бочкарев в Забайкальских краях. Там родился дед Афанасий Митрофанович Бочкарев. Окончил институт востоковедения в Владивостоке, а потом работал учителем и умер в Москве. Бабушка. Да, еще я хочу сказать, вот из-за байкальских казаков. То есть они были первыми во своеме Сибири. Ну вот и Бочкарев тоже, он был среди первых во своей жизни. Среди первых. Он работал на... Строил обсерваторию. Или вообще, вот, например, один из первых стал освоим программированием ГАИШа. И вообще во многих местах. Вот Азова, как говорится, да, участвовал в создании среди первых астрономического общества. Был один из первых сопредседателей. В общем, для него характерно действительно слово пионер. Пионер. Кстати говоря, сегодня он родился в день пионерской организации. Сегодня день пионерской организации. Вот это как-то вот... Могут поздравить. Да. Бабушка Мария Евгеньевна Бочкарева-Кириллова окончила высшие женские курсы, работала переводчицей с английского языка, преподавала английский язык в моей. Но самое интересное, что Николай Геннадьевич всегда трудно почему-то английский язык заставался. Это в данном случае не передалось в наследство. Через один или? Кирилла через один. Да. Вот. Ну, ее мама, прабабушка Анна Яковлевна Кириллова-Гребенщикова, тут, кстати говоря, вот тут есть фотография приведена. Вот это вот бабушка в молодости. А вот это есть бегунок, да? А это вот прабабушка Анна Яковлевна Кириллова в юности Гребенщикова. Вот этот род очень хорошо был исследован, потому что вот эта полиния вот хорошо исследована, потому что троюродный брат Николая Геннадьевича Сергей Волков, он историк, и он как раз этим очень хорошо занимался, поэтому тут очень интересно все он понакопал. вот, вот, и, ну вот, так, вот. А прадед Евгений Михайлович Кириллов был полковником. Ну, вот, очень интересная линия Гребенщикова оказалась. Это прапрадед Яков Александрович Гребенщиков. Он дослужился до генерала от инфантерии, член военного совета. Принимал участие в обороне Севастополя в Крымскую войну, находясь с 18 августа по 27 сентября 1855 года на батареях инкерманской позиции и с 27 сентября по 18 декабря 1855 года на позиции в Лизборче-Сарае. Был долгое время комбиндантом Ковенской крепости. Интересно, что его предок Алексей Гребенщиков получил дворянство после того, как он вместе со своей ротой Преображенского полка помог зайти на престол Елизавете Петровне, свистит Анну Леопольдину. Так что, видите, как интересно получается. А прабабушка Елена Ивановна Салери, дочь генерала-майора, раскопана до Николая Салери первая половина 17 века. Этот род польского происхождения Герба Шашор жил на Волыне. Выписки из городских книг Луцкого замка свидетельствуют о наследовании его представителями имения Луцкого уезда первой половины 18 века. Так что, вот так вот. Под учебой. Обучался в школе номер 150, которая прикреплена к Академии имени Жуковского. Ураковского. Анкотчил эту школу в 1965 году серебряной медали. получил профессию электромеханик по вычислительным машинам. Видите, он уже тогда был связан с вычислительными машинами. Он проявлял большую склонность и интерес к естественным наукам, к математике, а на остальное его было как бы не очень интересно. Поэтому он был всегда по математике, по естественным наукам его пятерки, а вот по общественному у него было похуже. Он все-таки получил серебряную медаль. Ходил в астрономический кружок московского планетария, ездил через весь город. Познакомился тогда с Куимом, слушал лекции ЗАСО по общей астрономии. Также занятия вел Парцевский. И даже вот ему так повезло, что академик Виктор Мазастович Амбурцумян в кружке рассказывал об этих лах. Приезжал и даже там у них лекция была такая, Амбурцумяна. А также лекции Гребнякова об УВМ. Вот фотография, как он наблюдая в этом самом кружке астрономическом, когда учился. Он получал, участвовал в Олимпиадах, получал первые премии. Ну, как я уже говорила, в 62-м году поэтому посетил ГАИШ как победитель Олимпиады. В 1965 году поступил на астрономическое отделение КИСФАКа МГУ. Но ему тогда не нужно было общую астрономию учить, потому что он уже ее знал и он поэтому очень быстро сдал ее в октябре, через два месяца после начала занятия сдал Наталье Борисовне Григорьевой нашей астробабушке. Научную работу он начал на втором курсе под руководством Лившица, Михаила Аркадьевича Лившица. Это были расчеты движения спиков в атмосфере Солнца. Курсовая работа на третьем курсе. Ну, а на четвертом курсе он детально познакомился с кандидатской диссертацией Черевши и Кущука, долго выбирал какую взять тему, но выбрал руководство Засова по химической эволюции галактики. Тему, которая десятилетия спустя с успехом стала развивать ученица Засова Синченко. Ну, они были, курсовые работы были доведены до стати готовности, но тогда мы были наивными людьми, в том числе я тоже. и можно было бы опубликовать эти работы, но тогда мы считали, что публиковать журналы это только может быть какие-то особые статьи, необыкновенные там открытия, поэтому не стоило публиковать всякие такие самые работы, и поэтому были не опубликованы эти работы. Вот, у меня тоже в свое время тоже так же. Вот, в 67-м году, будучи студентом третьего курса, он прослушал большинство докладов международной конференции по квазарам и Ане, которые сопровождались синхронным переводом. Там, на этой конференции мы видели Джеффри Бергджа. Я тоже была на этой конференции, тоже была. Я занималась квазарами все время. В 1968-м году мы ездили на солнечное затмение. Мы были студентами третьего курса, кончили третий курс и сумели поехать на это солнечное затмение. Макарова и Доланы поставила нам самостоятельную задачу. С МТО-1000 мы наблюдали. Нам было получено определить широту и долготу места проведения наблюдений, обеспечить ориентацию всех экспедиционных инструментов. мы учились у Щеглова и других сотрудников отдела физики Солнца Гаиш, прежде всего Макарова, Доланы и Канановича. Познакомились с парийским член-креспондентом Академии наук, который в 30-е годы руководил кандидатской инсердацией Шкловского. Вот фотография, которую я нашла у Тамары Беруля. Но, к сожалению, была еще такая очень хорошая фотография, висела очень долго на стене. Просто там было написано студенты на практике на солнечном затмении, где мы со своими татуэтами. Я искала эту фотографию, я так и не знаю, куда она делась, куда фотографии со стенда надеваются, не знаю, пока не нашли. Ну, поэтому пришлось... Вы знаете? Нет, нет, я везде спрашиваю, библиотеки не знают, они даже... Это стенды, которые сели в коридоре, в коридоре. Убирай, Беруля искала, она не нашла. Да, я... И вот только... Вы с ней ее общались? Да, так что, к сожалению, вот не найдена та фотография, может быть, ее когда-нибудь найдем. К сожалению, хорошая была фотография. Ну, в данном случае вот Николай Геннадьевич смотрит в Аптон. Рядом Кананович, а я там рядом смотрю, как они смотрят в Аптон. А тут... Да, мы были на пяти солнечных... Удачно... На пяти солнечных затмений. Удачно. И все они были... Они удачные. Все... У нас не было ни одного неудачного затмения. Уже в конце нас уже брали на солнечные затмения, потому что мы приносили в этом смысле счастье. Понимаете? Вот. Да. Поэтому мы были... Мы были из тех. Вот. Поэтому... Ну, вот пять удачных солнечных затмений. Вот. Тут вот... В данном случае фотография после удачного наблюдения солнечного затмения под Новосибирском в 2008 году. Вот в центре мы с Николой Геннадьевичем. Вот. Ну, тут и Деланея есть. Вот. Так. Диплом диссертата. Как уже говорилось, тут научным руководителем дипломной работы и кандидатской диссертации был Соломон Борисович Питлин. Прекраснейший человек, ученый. Ну, его так и не выбрали. Либо академики, не членом горы, но он, конечно, затимовал многих академиков. Вот. По своей эрудиции он был прекрасный ученый. И мы очень его уважали. Николай Геннадьевич очень его любил. И в свое время они с Левшицым сделали книжку, но я потом покажу это в другом, в другом слайде. Да, вот я, у меня там есть фотография дальше. Я не надеюсь, что она здесь есть. Так, вот Маша показала эту книжку. Очень много Николай Геннадьевич посвятил этой книжке. И у них выступление было на конференции перед этим, посвященное Каплану и Пикельнеру. Так, Славан Борисович Пикельнер дал ему тему по нагреву и ионизации межзвездного газа космическими рентгеновскими лучами низких энергий. Актуальность тема определялась тем, что в самом конце 60-х годов стало ясно в значительной степени благодаря работе Пикельнера, что межзвездная среда нагревается и ионизуется именно мягкими космическими рентгеновскими лучами. Взаимодействие космических рентгеновских лучей на разряженный газ определяется основным отрывом электронов, атомов и ионов. При этом оторванные электроны оказываются достаточно энергичными для того, чтобы в свою очередь ионизовать межзвездный газ. В результате образуется каскад вторичных частей. Детальные численные расчеты возникающих каскадов стали темой дипломной либо работы, защищенной в декабре 70-го года. чтобы рассчитать состояние ионизации каждого из химических элементов, составляющих межзвездную среду, необходимо решить все время систему уравнения и ионизации для каждого иона, каждого элемента. Система уравнения оказывается большой и жесткой, то есть требующая мелких шагов интегрирования. Аналогичные проблемы возникают при расчете ядерных взрывов, но численные методы их решений в то время оставались еще засекречены. То есть Николаю Геннадьевичу пришлось их изобретать заново. Надо учесть малый объем памяти и малую скорость в то время ИВМ. Они были все-таки очень слабые. Николай Геннадьевич стал одним из основных и наиболее активных пользователей вычислительных ресурсов ГАИШ. В чем для ускорения работы приходилось использовать собственные программы даже для расчета таких функций, как экспоненты. На это ушли почти все три года аспирантуры. первые годы в ГАИШ. После аспирантуры Николая Геннадьевич оставили в ГАИШе. Первые семь лет он работал в лаборатории по строительству Майданакской обсерватории ГАИШ. И в результате он стал автором двадцати публикаций по гнутью зеркала и труб телескопа, а также по изучению астроклимата. Его также неоднократно бросали на выполнение срочных расчетов по госдоговорам, на которые в основном жил в то время ГАИШ. Я помню было случай, когда он три, трое суток подряд вообще не спал и был в ГАИШе, не спал и работал в Наиве. Такая вычислительная машина была ГАИШ. Она, у нее был норов такой, женский норов. Ее нужно было увлажать, с ней хорошо разговаривать, тогда на работу хорошо. Но он с ней находил в конце концов общий язык, и поэтому его очень ценили как человек, который мог посчитать на машине вот этих договора. Но вот трое суток человек не спал, потом его уже когда он кончил вот эту работу, его бесплатно в санаторий он был. Вот туда, в санаторий. Была прекрасная погода, я туда ездила, его навещала. в 1979 году родился сын Юра, которого мы из-за сильного диодеса вывозили по совету врачей и в Крым, и на Медонакскую обсерваторию, и в Китах, и в Абастумане. Николай Геннадьевич был заботливым отцом, прекрасно обустраивал наш быт в поездках. Где-то Юра где-то должен был быть. А, вон он. Вот Батярёв с сыном Юра, Юра в Крыме на Бакле, а вот здесь с сыном Юры в Ленинграде на фоне Екатеринского дворца. Ренцкеновские двойные. В 1974 году Николай Иванович Шакур подошел к Бочкарёву и предложил совместную работу по расчетам кривых блескоприливно-деформированных звезд двойных звездных систем, содержащих нейтронные звезды, черные дыры, аккреционные диски. подошел потому что он подошел к человеку, который хорошо считал на машине, а требовались там большие расчеты. В это время я под руководством Шкловского разрабатывала крайне актуальную, но необъятную тему природы рентгеновских источников. Вот так у меня тема значилась. Понимаете? И у меня никак она не шла, потому что не могла никак зацепить эту тему, потому что понимаете, да, в те годы, в 1974 году узнать о природе рентгеновских источников было сложно сразу. Ну, тут вот появилась такая возможность, и мы вместе стали работать с Николаем Геннадьевичем над рентгеновскими двойными, и вот тогда пошла уже у меня диссертация, и после этого много совместных работ было у нас. Ну, на этом семинаре будет отдельный доклад по рентгеновским двойным, поэтому я долго не буду останавливаться. Так. Так. Ага. В ноябре 1975 года неожиданно скончался от аффендицита профессор Пиккинер. Николай Геннадьевич продолжил в тени студентов обязательного годового спецкурса теоретическая астрофизика, состоящего из двух частей звездной атмосферы и межзвездная среда, а затем читал его многие годы. Вот тут выдержка, прям то, что Николай Геннадьевич писал в свое время. Во время похорон Пиккинера его соавтор Самуэл Ааронович Каплан обещал написать новый текст монографии межзвездной среды, полностью переработав как русскоязычные издания и книги с таким названием в 1963 году, так и переработанные англоязычные издания 1970 года. Каплан выполнил свое обещание. В 1977 году он сдал рукопись новой книги в издательство «Наука». Как опытный автор, он знал, что рукопись пролежит в издательстве без движения по крайней мере год. Поэтому он сдал в издательство ряд рукописей, над которым еще год собирался работать. Он раздал несколько экземпляров рукописи коллегам с просьбой просмотреть и сделать критические замечания. Он также один экземпляр его рукописи был передан мне, то есть Николаю Геннадьевичу. Я был удивлен состоянием рукописи и как педантичный молодой специалист делал более 500 критических замечаний. Когда Каплан приехал очередной раз из Горького в Москву, он внимательно обсудил со мной каждое замечание, согласился с большинством из них и внес тексты изменения. Из Москвы он поехал в Ленинград, а на обратном пути он скачался, попав под пол. Заведующий отделом астрономия, издательство наука Илья Евгеньевич Рахлин предложил мне завершить подготовку рукописи к изданию. Эта работа заняла у меня год, но сильно расширила, систематизировала мои знания по всем направлениям физики Межзвездных Следы. Цитата. И поэтому они все-таки издали физику Межзвездных Следы под новой редакцией. А вот тут как раз я обещала продемонстрировать эту книжку, посвященную Пикинеру. В 2014 году вышла книга, посвященная памяти учителя План Борисовича Пикинера, совместно с Гершбергом и Левшицем написали. В 2006 году на мемориальной конференции у них был совместный доклад по этой теме. Интересно, что Николай Геннадьевич даже занялся наукометрией, стал изучать работы Солома Борисовича Пикинера, как они выходили, и изучал их с точки зрения наукометрии и какие-то интересные результаты. Даже тут на ученом советском делал доклад. По-моему, так делал. Вот. Рабочие группы астросовета физика межзвездной среды. Тоже цитата. За несколько месяцев до выхода книги, когда я был в очередной командировке на Майданаке, меня нашел там профессор Лут из Эстонии и передал мне предложение астросовета Академии наук СССР создать в структуре Совета новую рабочую группу физико-межзвездной среды. Так я, будучи младшим научным сотрудником, создала и стала руководителем рабочей группы астросовета, включившей в себя немало докторов на руках. Секретарем рабочей группы согласился стать Георгий Михайлович Рудницкий. Ныне эта рабочая группа является секцией научного совета по астрономии РАН. И я до сих пор являюсь его руководителем. С 25 по 26 мая будет в ГАИШе проходить очередная конференция этой рабочей группы, посвященная Николаю Геннадьевичу Бочкареву, как раз в ГАИШе. Так что кого интересует, вот пожалуйста. Межзвездные оболочки. Другое направление моей работы по межзвездной среде связано с крупномасштабными оболочечными структурами. Оказалось, что это очень распространенный вид структур в межзвездной среде. Так что межзвездная среда во многих спиральных галактиках будет буквально пузыриться. Характерный размер таких пузырей, или как их чаще называют сверхоболочек, 300 парсет. В нашей галактике они были выявлены и изучены преимущественно с помощью телескопа. Диаметром всего 1 сантиметр. Это камера Шмидта. Это самый маленький в мире телескоп. Николай отдельных звезд с сильным звездным ветром большим успехом занимался и продолжает эти работы Лозинская. Образуются оболочки при взаимодействии звездного ветра с межзвездной средой. Сталкивающиеся потоки газа должны нагреваться и излучать в мягком рентгеновском диапазоне, на что впервые указал Пикен. В течение нескольких лет пытались обнаружить отряда туманности рентгена все попытки были безрезультатны. Открытие рентгеновского случения туманности образованного звездного ветра. Вновь были построены подробные численные модели рентгеновского излучения, которое должно было наблюдаться от таких туманностей. И мы с Лозинской выяснили, что наибольшие потоки, доступные для наблюдений, следовало ожидать от туманности НЖЦ 6888 и Е119, а не от тех, от которых искали. Когда я был в США и попал в Центр хранения архивов рентгеновских обсерваторий, я попросил показать всего только одно поле необработанное изображение НЖЦ 6888. Уже при первом взгляде было видно рентгеновское излучение туманности. В Москве по переписке с архивом изображения было обработано и опубликовано мной журнал Ленейчер с комментарием Репколидии, обращающим внимание на эту работу. Так я стала открывателем нового класса рентгеновских источников туманности, образованных звездными ветром. Сверхоболочка в лебеде. Тем временем появились рентгеновские изображения сверхоболочек. Самая крупная из них сверхоболочка в лебеде размером более 15 градусов на Земле. Но в обстоятельной работе объемом 65 журнальных страниц, опубликованных Николай Геннадьевичем совместной с Кинститлик, развенчали это открытие. Они показали, что подковообразное изображение является следствием проекции на небесную сферу большого количества неразрешенных объектов, расположенных вдоль местного спирального рукава нашей галактики на расстоянии от Келопарсек от нас. Местные межзвездные среда. Опять цитата. Еще один большой цикл работ по сверхоболочкам относится к так называемой местной сверхоболочке газовому пузырю, образованному совместным действием звездных ветров и взрывов сверхновых звезд, звездной ассоциации скорпиона Центавра. Солнце расположено внутри этого пузыря, около его края. Это очень сильно затрудняет выяснение картины, когда за деревьем не видно леса. Тщательный анализ разнообразных наблюдательных данных, занявших в моей журнале публикации 73 страницы, был опубликован в 1987 году в Астрофизикл и Спейс Сайенс. В один год со статьей Кокса и Ренекса. Полученные в обеих работах общие картины оказались одинаковыми, то есть работы подтвердили друг друга. В деталях различий есть. Завершился этот цикл моих публикаций изданием книги «Местная межзвездная среда». Активные ядра галактики. Наибольшая цитеринь собрал цикл работ по активным галактическим ядом. В 1960 и начале 70-х годов в нашей стране было сделано большое количество пионерских наблюдений активных галактических ядей и проведен их анализ. Достаточно вспомнить работы Проника и Дибая на южной станции ГАИ. Из этих работ следовало, что основные проявления активности обусловлены излучением газа, находящегося в поле ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Поэтому созданную мной программу для расчета теплового ионизационного состояния межзвездного газа, облучаемого рентгеновскими космическими лучами, вполне можно было применить для расчета физических условий и излучения газа активных амортических ядерей. Моя первая работа на эту тему была выполнена совместно со студентом Сергеем Пуденко и опубликована в 1975 году. Это было, когда фотоинвестиционные модели только начинали развиваться и начали применяться для исследования ажием. В работе анализировалась переменность излучения спектральных линий, вызвана переменностью потока фото ионизующего излучения. Характерное время, за которое может происходить изменение наблюдаемых спектральных линий, не превышает час. Эта работа переросла в работу по диагностике геометрии и кинематике газа ВЖМ по переменности спектральных линий. Реверберационная картира. Работа была сделана с Антохием, в то время моим студентом, в 1982-м третьем годах, одновременно с получившими большую известность работами Блендферта и МакКи. При мгновенном изменении потока рентгеновского излучения, релаксация температуры и объемного коэффициента излучения спектральных линий в Лазарах происходит за время не превышающее один час. Результат получен на основе численного решения системы дифференциальных равнований. Всякое изменение потока ионизующего излучения порождает волну ионизации, рекомбинации и изменение возбуждения газа ВЖМ. Возникает изменение интенсивности и формы спектральных линий, постепенно охватывая весь ее профиль. Последовательность и величина наблюдаемых изменений зависит от геометрии и кинематики вещества в Лазарах. Отсюда следует, что наблюдаемые изменения профилей спектральных линий содержат информацию о размерах геометрии и кинематики в Лазарах. Поэтому можно восстановить геометрию и кинематрию А? Широкая компонент виды звучит. Да. Это не дейминг. Это не монозавр. Поэтому можно восстановить геометрию и кинематику газа по изменению профиля спектральной линии путем решения обратной математической задачи. Ну вот на этом основано реверберационное картирование. Требуется много последовательных спектральных наблюдений. Поэтому нужно было получить эти наблюдения в большом количестве. Поэтому была создана международная кооперативная программа наблюдений. В 1984 году во время стажировки в США Бочкарев сделан несколько докладов о диагностических возможностях метода и требованиях к необходимому количеству и качеству наблюдательного материала. В том же году при посещении университета штата Огайо США он провел многочасовое обсуждение широкого круга вопросов, связанных с возможностью проведения спектрального методического мониторинга АЖМ с молодым сотрудником Петерсоном, предлагая ему возглавить координацию наблюдений Соединенных Штатов. Ну, потому что у нас трудно было связываться со всем миром, а из Штатов это было намного позже. В 1986 году для этой же цели Бочкарев использовал трибуны, а главное кулуары проходившего в Бюрокане симпозиум МАС номер 121 посвященного АЖМ. И другие конференции он также использовал и показал, что оптимальными объектами для наблюдений являются Сефертовские галактики. В рамках этой программы интенсивно много лет работали группа Шаповаловина БТА, группа Дорошенко в Крыму, а также Мартин Гасков. У него сегодня на эту тему должен был быть доклад. Он должен был подробно это все рассказать, но, к сожалению, не смог. создание и работа астрономического общества. Условия для реализации идеи создания астрономического общества возникли на волне демократизации конца 1980-х годов. Николай Геннадьевич почти целиком окунулся в эту деятельность сам и привлек меня практически без остатка. Все свое время, все свои силы мы тогда этим занимали. О создании в работе Астро и работе Астро смотрите Бочкарев Самус юбилей Астровы Земля Вселенная и сайт общества 25-летия Астро. Конечно, у нас ставили первые главные статьи, они стоят. Они стоят. Угу. Так, вот это вот на сайте Астро можно прочитать. Он был сопредседателем инициативной группы, которая создалась в конце 1988-го года, а потом и сопредседателем астрономического общества. Первый учредительный съезд Астро прошел с 6 по 8 апреля 1919-го года. Вот фотографии с этого съезда. Да, тут вот Николай Геннадьевич с черепущиком чего-то озабоченный на улице. Такие, кто-то, значит, какое-то выступление было такое, чье-то, надо было думать, что сказать. Да, было очень, да, бурливое время такое. Ну, так с удовольствием вспоминается. Столько всего интересного было. И мы были юны тогда. А? Я, тем не менее, там, лысые. Ну, это не важно. Молодые бывают тоже лысые. Так, ну, впоследствии работы сопредседателем Астро. Ну, вот это ститата тоже из Николая Геннадьевича. 12 лет с 90-го по 2002-й год, в течение которой я был сопредседателем астрономического общества, как известно, были очень тяжелыми для стороны науки. И занимаемое мной положение Астро требовалось с полной отдачей. Часто приходилось работать по 16-часов в день в течение длительного времени. В прошлом году рассказывал об этом на ученом совете ГАИШ в связи с 25-летием Астро. Поэтому не буду повторяться и отошлю желающих подробнее познакомиться с этим вопросом с публикацией, вот о которой я уже говорила. Эта напряженная работа не только сказалась на моем здоровье, но и вылетели из головы все научные идеи, аспиранты разбежались в коммерцию, кто куда. После этого научную работу пришлось буквально начинать заново. и начал я ее с археастрономии. Археастрономии. Астрономическое общество считало важным поддерживать междисциплинарные исследования. Николай Геннадьевич организовал работу семинара по археастрономии, то есть общественность требовало уделить внимание археастрономии и было некоторое количество людей энтузиастов археастрономии. В 2000 году вместе с конференцией, приуроченной к съезду Европейского астрономического общества Джанам 2000, Гаиши прошла конференция Европейского общества астрономии культуры СИАК. Бочкарев получил все время получал всегда приглашение на СИАК. Они потом приходили эти приглашения на его электронную почту. Он, к сожалению, уже не мог ездить все время. Хотя были интересные конференции. В 2001 году Академик Геруни организовал поездку на древнюю астрономическую обсерваторию Карахунши. Оставивши на Николая Геннадьевич столь сильное впечатление, что он выступил на очередной конференции СИАК-ТАРТУ в докладах об этом удивительном археастрономическом объекте, для того, чтобы о нем узнали западные коллеги и написал подробную статью. Он получил датировку объекта 7000-8000 лет назад. То есть 5000 лет до нашей эры. Так как в России нет активных и титулованных астрономов, для которых археастрономия являлась в основном направлении исследования, время от времени такую роль Николая Геннадьевич пришлось брать на себя. Студент Медведев защитил под руководством Николая Геннадьевича диплом по археастрономии, в котором исправил ошибку в вычислении герой. Николай Геннадьевич участвовал в организации работе полевых семинаров по археастрономии, исполнял функции председателя археастрономии. Вот его редакции вышла брошюра Карахунч, Абгара, Аэропетяна. На эту работу ушло очень много времени, я это помню. Он к нам приходил, они там беседовали, спорили, много времени на это ушло. На этом семинаре будут специальные доклады об археастрономии. Надеюсь, что будут. Мы в то время, после 2000-х годов заказывали наблюдение на наблюдение разных телескопов до получения спектрального материала подарена в Геновской двойной и так далее. Вот тут я при фотографии поднятия на Тирскол в 2008 году. Это на отдыхе во время поднятия. Потому что нам приходилось тогда не могла пройти машину. И поэтому пришлось на 3000 подниматься пешком со всеми пожитками, с рюкзаками. Тогда, как раз, когда ему было, исполнялось 60 лет, что ему подарить в отделе? Мы решили, что ему нужно подарить большой рюкзак. Ему тогда подарили большой рюкзак, который он использовал как раз для понятия на Тирскол пешком. Последний раз, правда, помогли не с рюкзак все-таки. Молодые люди не след поднесли рюкзак все-таки. Шли с нами. А до того приходилось сами таскать все время. Поднялись мы и посмотрели, а чего там на обсерватории делается. А там, посмотрите, в июле вот такие вот гигантские сугробы. такие вот гигантские сугробы. Но там мы наблюдали спектр лебедей к садиму. Вот археастрономический семинар Федуки Хакаси в 2016 год. Тоже тут будут рассказывать, я думаю, об этом семинаре. Ну вот, да, вот тут Николай Геннадьевич он сидит в кресле шамана, так называемое место, называется кресло шамана. Так, работой у него были пастори биологии. Однажды академик Кардашов предложил Николая Геннадьевич участвовать в дискуссии по происхождению жизни, которую организовал академик Розен. С тех пор он стал принимать участие в конференциях на эту тему. Его роль сводилась прежде всего к изложению астрономических аспектов вопроса. Вы перечислили статьи на эту тему. Но он в конце все-таки склонялся к высли, что он подсперимен сети, что жизнь была занесена со стороны. Вот тут перечислены ученики Бочарева. Тут вот цитата. Не знаю, имеет смысл, она интересна. Когда я учился в университете, общественная работа, которую я вел, называлась председатель учебно-воспитательной комиссии астрономического отделения. Она позволила мне собрать сведения во всех оценках полученных студентами астрономического отделения во время учебных сессий за 17 лет. И я с удивлением обнаружила, что средняя оценка у студентов меняется из года в год с амплитудой около 2,35 балла, описывая плавную кривую близко к синусуи. Всего полторы синусуида в течение 17 лет. Неужели так сильно солнечная активность может влиять на успевание студентов? Так что он этим тоже занимался. Ну, спасибо за внимание. Евгения Алексеевна, большое спасибо. У нас есть время на то, чтобы задать несколько вопросов. Так вот со своим компьютером это не получится. А потому что здесь трансляции есть ли вопросы Евгения Алексеевна в зале? Учеников? Может, он кого-то забыл? Виктор Лебедев тут на днях был? Портанов компьютерщик раз последователь ходит. Да, в этом суде. Так. Может быть, я пропустил, но откуда были взяты цитаты самого Николая Геннадьевича, которые вы цитировали? Очень хороший вопрос, Жаня. Да. А у него был такой доклад 55, тут как раз он высвечивается, 55 лет в Гаишин. Вот из этого доклада я брала цитаты. Очень хорошо. Я просто посчитала, что ничего лучше, чем он сам сказал, я не смогу лучше, чем он сказал. И решила брать цитаты. Может быть, кому-то это не понравится, но мне показалось, что так хорошо. Нет, как раз это удалось очень удачно. Это удалось. Это как мы поговорили еще раз с самим Николаем Кеннадьевичем. Еще высказывания, вопросы в зале, в онлайне? Нету? Тогда мы еще раз благодарим Евгения Алексеевна. Значит, как уже сказала Евгения Алексеевна, намеченного на один кусок доклада у нас нет. И сейчас следующий доклад у нас Елена Викторовна Сейхина активный яд оголад и современный состояние проблем и реализируем вы можете гипарху газового активного вещества. Да, и время можете немножко. Да, да, да. Ну, после, значит, смотрите. Давайте, давайте, слежечку. Слежечку. Не знаю, что-то не знаю, что-то так, коллеги, видно ли? Иво, видно презентацию? Кто-нибудь с интернета ответит, видно презентацию? Видно, да, видно. Сейчас, вот, представляю вам Елену Викторову, заходите, Елена Викторовна, так, чтобы вас было видно. Спасибо. Всем добрый день. Еще раз хотел выразить, прежде всего, благодарность за доставленную возможность выступить на этом семинаре в память Николая Геннадьевича Бочкарева. Это для меня большая честь и в то же время своеобразная возможность прикоснуться к творческому наследию Николая Геннадьевича и отметить, что его кругозор был необычайно широк. Ну, в предыдущем докладе уже перечислены его научные интересы и слева я тоже привела сводку о научных интересах, был очень широкий кругозор от тесных двойных систем до активных генерал-галактик. Казалось бы, эта тема необъятная. Как говорил Козьма Протков, нельзя объять необъятное, но у Николая Геннадьевича как-то это получалось. И, в общем-то, тесные рамки нашего отдела не стесняли. Он умудрялся заниматься и маленькими объектами, рентгенскими двойными системами, тесными очень, и огромными массивными телами, которые представляют собой галактики этой активной ядра галактики. И в своей презентации я бы хотела как-то объединить две эти темы и тесные двойные системы и ядра галактик. И, собственно говоря, вы скажете, вот Сейфины не дают покоя Лавре Бочкарёва, что бы значит, так было. Но дело не во мне, а в том, что появились такие новые объекты, которые позволяют это сделать. Все-таки лучше быть здесь. Такие вот объекты появились, которые дали такую возможность. И как бы вот об этом пойдет речь в моей презентации. Эти объекты представляют как раз актуальную проблему темы активные ядра галактик. Вообще, в принципе, о чем речь? Что такое активные ядра галактики? Галактики вы знаете, и вот 10% из всех галактик проявляют такую активность. Они, конечно, привлекают свое внимание тем, что они взрывные, яркие, такие экспансивные и тем самым интересны. Так вот, причина этой активности долгое время была очень, как бы, загадочна. И только к настоящему времени считается, что активность ядра галактик связана с наличием черной дыры ядра галактики. Собственно говоря, скорее всего, так оно есть, но за последние два года зашли революционные изменения в этой тематике за счет открытий двойных черных дыр ядров галактик. Причем настолько много этих открытий. Не скажете, ну что там, один-два объект, какую погоду они делают. Вот лучше побольше, а если побольше, то сколько? Ну вот, в настоящее время мы говорим, что и активность ядра галактик, мы понимаем хорошо, вот даже подразделили на сейфертовские глазары, квазары, радиогалактики, и мы знаем, что природа как бы связана с черной дырой, а различия связаны с ориентацией в пространстве и плюс некоторые спектральные особенности. Вот, но тем не менее, вот хотелось бы понять, как вписываются двойные черные дыры в ядра галактик, являются ли они новым типом активности ядер галактик, или может они являются подтипом уже известных, очень перечисленных четырех, но вот решать вам, слушателям. так она у вас не работает. А вот так. То есть только вот сюда. Все понятно. Хорошо, спасибо. Так и буду действовать. Действительно, сколько этих объектов. Наступил бурный 2022 год. Открытие посвятались как из рога изобилия. Информация о двойных системах, состоящих из двух сверхмассивных черных дыр ядр галактик, их очень много. Вот справа здесь перечислены, как бы, вот я привела лишь о малое из того количества, которое известно к 23-му году, но поверьте, значит, вот справа здесь года открытия, 21-й год, 23-й, там, 2018, то есть они были и раньше, на них обращали внимания, но серьезно вот не обращали внимания. Когда уже появилось такое количество объектов, ну, согласитесь, уже просто отмахнуться от них, ну, просто нельзя. Поэтому стал насущный актуальный вопрос, актуальная задача понять, что это, интерпретировать и побольше изучить эти объекты. Ну, вот действительно, вот я привожу, вот количество объектов, здесь показаны интерпретации и по изображению, и по спектру, по количеству бюджетов даже можно понять. Активность, вот она уже давно была изверх, не актуальны, а двойные ядра, но они были широкие, то есть мы глазом видели на изображениях оружия, что действительно там два ядра, ну, двойственные, двойственные, мало ли чего. Но вот когда они начинают быть очень близкими, происходит более интересное явление, и в этом плане нужно, конечно, будет уже позаботиться, побеспокоиться, что это такое. И в своем докладе я расскажу об обновлении парка активных ядер-галактик, некоторые наблюдения, от двойственных аргументов без за и против, и какие признаки, по которым мы можем установить двойственность, по изображению, по спектру, по кривой блеске. Но вот я более подробно расскажу об этом на конкретных примерах, чтобы они были голословны. Также спектральный временный анализ некоторых из них, оценка массы и пару слов о происхождении и выводах. Да, прежде всего я еще хотела сказать, как бы мне это вернуть, а не возвращаясь. Ну, в принципе, мой доклад, он как бы... Да, вот как-то пейдж, пейдж аппы и даун. Да, вот как бы к этому моменту я бы хотела сказать, что я не ставлю целью рассказать все и исчерпать тему, то есть до конца и больше ничего не будет. Я бы хотела просто вот некоторыми штрихами просто обрисовать проблему и насущность, актуальность этой проблемы и что уже сделано, что интересненько в этой проблеме. Прежде всего, пару слов, что такое тесные двойные системы. Сначала, что такое двойные системы. Это знает любой студент, это в любом учебнике написано, что двойные системы это у нас система, состоящая из двух гравитационно связанных звезд, которые вращаются по замкнутым орбитам вокруг общего центра массы. Так, а вот акцент тесной двойной системы это указание на то, что они расположены очень близко и между ними происходит обмен массой. Вот, теперь, что новенького. Значит, мы уже знаем, значит, мы уже вот новизна в том, что компонентами такой тесной двойной системы могут быть сверхмассивные черные дыры. Вы скажите, мы уже знаем такие рентгеновские системы, у которых одна из компонентов черная дыра, а второе компонент нормальная звезда. И там происходит обмен массой. Ну, понятно, в этой системе кто кого ест, значит, едят нормальную звезду, и кто ест черная дыра. А здесь две черные дыры, и кто кого ест. Получается, что черная дыра черную дыру. Если действительно это так, а мы знаем, что черные дыры это такие объекты, в которых нельзя забрать массу, вообще нельзя, они берут все и не отдают ничего, такие жаденые. А получается, что у нее можно забрать вещество, даже свет не может покинуть лапы гравитации черной дыры, он не может вырваться из-под горизонта событий. Все, что под горизонт уже не возвращается. Тут получается, что если мы докажем, что есть обмен массой, тогда у черной дыры можно забрать вещество, причем кто? Ну, черная дыра только. То есть, равный может забрать у равного. Ну, это как, в общем, как гипотеза. И по постановке задачи, вот по этим фактам можно поставить данную проблему в один ряд с испарением Бир-Пахукина. Черная дыра Бир-Пахукина. Ну, посмотрим, решать вам, как это работает. Я подробненько расскажу в своем докладе об этих проблемах. Итак, значит, в чем вот новизна? Это две сверхмассивные черные дыры, которые, значит, где они живут? Они живут преимущественно в центрах галактик. Вот, показан как раз вот стрелочкой здесь вот, показывают центр галактик. И опять же вспомним, что у нас раньше была система из двух звезд, обращающихся на замкнутых орбитах, а теперь у нас система из двух черных дыр, причем сверхмассивных черных дыр, и мы ничему не противоречим. Определение четко выполняется. Итак, это тесная двойная система из двух сверхмассивных черных дыр. Это новая актуальная задача в теме активных ядр галактик. Вообще, откуда взялась идея о том, что вот как они могут произойти? Здесь теоретики бегут впереди наблюдатели. Они давно уже говорили, стучали, что возможны такие сценарии, в которых галактики сталкиваются друг с другом, причем происходит по очень интересному сценарию. Должна сталкиваться подобная с подобным, то есть галактика с галактикой, а ядро с ядром. Но при этом получается, что ядра не сливаются воедино, а они образуют некую тесную двойную систему, которая для компонентов вращаются друг между друг с другом, а затем в процессе все равно сливаются, но не сразу. И вот нам очень наблюдателям, кто наблюдатель, действительно, это очень сильно помогает, что мы можем успеть зафиксировать, наблюдать момент слияния, потому что он растянутый во времени. Пока они открутятся, пока они сольются, мы можем их отнаблюдать. Это замечательно. И еще очень хорошо бы выяснить, сколько и конкретно такие системы. Пока я просто голословно рассказываю, интригую вас, а теперь конкретные объекты. Итак, НЖЦ 7727, она близкая. Это галактика, поэтому позволено посмотреть изображение и разрешить эту двойственность просто как бы нашими глазами. Обычно, когда мы смотрим и доверяем своим глазам, тогда мы верим условно. Вот, пожалуйста, справа у нас изображение Хабл-телескопа, а слева уже более прицельный кадр, когда мы видим, что две компоненты, они были разрешены с помощью специальной техники ESLVLT. Действительно, очень хорошее качество изображения, и видно, что это две компоненты. Конечно, мы хотим понять, вот эти однородности похожи ли на спирализацию. То есть, они должны вращаться друг вокруг друга, и по сходящейся внутрь спирали каким-то образом сливаться. Ну вот, следующий кадр показывает, да, эта интересная галактика относится к классу с аморфными спиральными рукавами. Рукавок мы здесь не сильно видно, вот, справа они хорошо видны. А на следующем слайде видно, что одно ядро тяжелее, чем другое, потому что одно ярче, другое как бы тусклее. Причем парочка состоит из двух сверхмассивных черных дыр, масса которых различается примерно на два порядка. И получается, что как бы удалось определить массу, масса тяжелого ядра 10 восьмого масса Солнца, более слабенького 10 в шестой масса Солнца. получается, что такие черные дыры есть, но это одна двойная черная дыра, дальше больше, уже С4211. Значит, галактика она уже подальше, и ее ядро содержит двойную черную дыру с равной массой. Равная масса это хорошо. Опять же, обращаемся к теоретикам. Они говорят, это хорошо, то есть черные дыры равных масс имеют больше шанса слиться быстрее, потому что торможение будет происходить более эффективно. Ну вот сами рассудите, если у нас будет двойная система, даже неважно из чего, если одна масса, вот одна компонента более тяжелая, а другая более легкая, то центр масс будет расположен ближе к чему? Конечно, к черной дыре, которая более тяжелая. И естественно, она вообще по праву более тяжелая и будет расположена в центре тяготения, а маленькая будет вращаться вокруг нее. Вот. А нам очень важно, чтобы в процессе вращения был сброшен угловой момент. А за счет чего он может быть сброшен? За счет торможения. А что, какие вот агенты? Естественно, звездное население, пыль вот каким-то образом сталкивается, тормозится, то есть черная дыра маленькая сталкивается с звездой, звезда отлетает, становится отбегающей, вот, а наша черная дыра тормозится и быстрее как бы остановится, и только тогда она может упасть на центр тяготения. А если у нас две черные дыры одинаковой массы, тогда центр тяжести будет расположен где? По центру. И будут работать две компоненты за счет увеличения площади, столкновения, трения, динамическая трения, кинематическая, они будут тормозиться и в итоге слияние будет происходить намного быстрее. Так вот, эта система как раз очень интересна тема, это хорошо видно, здесь вот рисунок показывает, здесь кадр Хаббл-телескопа, здесь вот наложено там изображение, а здесь видно, что черная дыра двойная и яркость их приблизительно одинаковая. Это очень хорошо, это действительно подсказывает нам и как бы можем доверять, это более надежно оценка того, что эти массы черных дыр примерно одинаковые состоят примерно в 10 восьмом от Солнца. Вот, и мы очень ждем факт слияния, который я обозначила в форме такого аммонита, просто может его, интересно, что вот эта вот спираль напоминает действительно слияние двух черных дыр. Ну вот, хотя бы уже две к этому кадру, к этому слайду я вас потихонечку начинаю убеждать, а вот здесь демонстрация того, что на самом деле можно отождествить не по изображению, если галактика очень далекая и не видная, мы не можем глазом различить двойцем, тогда приходит на помощь спектр. Даже если глазом мы различаем две компоненты, все равно, вы скажете, есть вероятность того, что это эффект проекции на картинную плоскость, и нам кажется, что они близки, а на самом деле они пространственно очень разделены. А по спектру, и то есть всегда вот такую как бы двойственное изображение нужно впоследствии подтверждать спектральным анализом, тем более, что они двойные, можно вести щедро на каждый из компонентов, а здесь вот такая ситуация, когда только спектр. Значит, вот квазар, вот такое непроизносимое название, оно скрыто вот этой как бы табличкой передачи, да. Ну, в общем, поверьте мне, тут, в общем, это квазар из каталога, ислановского цифрового каталога, и видно, вот я покажу, просто есть две системы линий, которые имеют разные красные смещения, как вот у ребенка две системы, и они как-то смещаются, видно, что они, то есть мы наблюдаем это в динамике, естественно, не просто вот статично, что они постепенно каким-то образом перемещаются, и есть указания, аргументы, что она действительно двойна, когда мы видим... Я много видно. Хорошо, хорошо. Спектр СССД, ЖПИТ 153 плюс 0441. Ну, вы знаете, что первое, вот начало СССД, это каталог, название каталога, а дальше координаты альфа-дэка. Да-да-да, одного знака, 4-4 должно быть, здесь я ошиблась. Спасибо за это вот указание, и спасибо за внимательное прослушивание. Я бы хотела, чтобы... И это мне как бы такой сигнал... Взади есть. Есть, да? Ой, хорошо, все успокоено. Вот, и эта система интересна еще тем, что она находится в так называемом очень интересном положении, вернее, в очень интересной фазе, так называемой специфической, мертвой зоны. Что это такое? Вот я начала вам рассказывать, что при слиянии ядер и как бы начальном танце вот в этом, как бы в вальсировании двух звезд до слияния происходит так называемое торможение вокруг звездной населения. Но рано или поздно все звезды будут выметены вот этим вот танцем, торможением. А дальше? Дальше за счет чего можно сбрасывать момент? Вот подумайте сами. Ничего нет, собственно говоря. Говорят теоретики, ничего страшного. Вот когда они подойдут поближе, там вступает в действие так называемое гравитационное взаимодействие со спусками гравитационных волн. Гравитационные волны очень эффективно уже начинают излучать, как бы излучаться и тем самым уносить энергию, то есть уносят угловый момент. Но это наступает не сразу, а на очень близком расстоянии. И до него еще нужно добраться. Так вот, двойная система, которая была относительно широкая, которая тормозилась за счет столкновений со звездным населением, потом вдруг понимает, что ничего больше нет, а гравитационные волны еще не наступили, нужно еще добраться. И вот в этом положении она может кружиться бесконечно долгое время. Наблюдателям хорошо, мы можем отнаблюдать. И пусть подольше они так покружатся, чтобы поизучать эту систему и так далее, может что-то интересное, потому что когда наступает фаза гравитационных волн, она уже очень быстрая, и после слияния мы ничего не увидим, кроме вспышки, и все. Больше ничего, как бы двойственность уже не будет как бы нам, нас интересовать, будем же интересовать другое, это масса, это сверхмассивные черные дыры, которые будут уже как бы продуктом слияния. Но в данном случае вот эта вот система, она интересна тем, что она вот, так сказать, находится на стадии так называемой мертвой зоны. Вот, дальше. А теперь, а теперь, то есть галактика NGT-48. Что мне интересно? Здесь интересно, что постарались китайцы, китайцы сделали следующее. Вот, значит, это обсерватория Лидзян, Китай. Вот здесь вот снизу я показала красивый уголок Лидзян, такая идиллия, в общем, где ничего не предвещало, никаких таких страстей про черные дыры двойные, тем более. Тем не менее, вот высоко в горах они построили обсерваторию, диаметр телескопа 2,4 метра. Вот. И вот слева, слева, вот это вот изображение черной дыры, а справа это Хаббл. Казалось бы, Хаббл те же параметры, 2,4 метра, если не ошибаюсь. А вот китайцы пронаблюдали лучше, глубже, то ли за счет экспозиции, то ли за счет того, что у них климат лучше, выше. Хаббл еще выше, еще лучше, казалось бы. Но, видимо, Хаббла не было такой цели, вот установить двойственность и так далее. Двойственность скорее будет установлена по вот этому приливному хвосту. И мы даже не знаем, это уже финальное слияние или это только как бы галактики столкнулись, но в любом случае двойственность уже хорошо видна. Причем одна, как-то вот достаточно много такого порядка, что в центре одна такая достаточно тяжелая черная дыра, а вот справа видна еще одна. И плюс приливный хвост. Вот. Это система НЖЦ 5548. Здесь я просто пробегусь еще по некоторым двойным системам. Здесь хорошо видно просто глаз такой в центре галактики, тип САБ, созвездия Льва, гигантские были обнаружены такие черные дыры. И здесь у нас интересно то, что представляются оптические изображения или геновские. Причем, согласитесь, что по оптическим не видно, но то ли такой масштаб выбран не очень хороший. А рентгеновский вот Чандра. Тут видно, что приблизительно, не знаю, хорошо видно в залу, что все-таки два компонента, причем один более яркий, а второй менее яркий. Вот. А здесь видно, что они уже как бы одинаковые яркости. И мы сразу говорим, здесь вот черные дыры с разницей массы, а здесь, скорее всего, один агрой компонента. Замечательно. А это вот Кавазар. Ну, опять же, я его, наверное, назову. Но вот интересно то, что на самом деле цифровой каталог он открыт. Это архив. Пожалуйста, заходите, берите. Но там миллионы, миллиарды этих объектов, особенно вот выпуск пятый, по-моему, ДР-5. Вот. Но люди вот все-таки копаются и посмотрели, что вот здесь какой-то объект заинтересовал людей. И они посмотрели, это вот Дикари, Этел, 2010 год. То есть я бы говорила, что давно уже были такие признаки, но вот проблема назрела только сейчас как-то. Сегодня прям к 22-му году я его даже связываю с годами жизни Геннадьевича. Вот. А справа здесь у нас показано как раз, что у нас две компоненты. Мышка работает, все очень хорошо. И здесь видно, что здесь два компонента. И вот на каждый из объектов явились отдельные щели. Посмотрели, в принципе, каталог дает информацию про спектр. На следующем слайде, вот я покажу более подробно, опять же спектр. Спектр всегда выручает более надежный, да, основе 80, когда мы видим гребенку из линии, которые смещены с одним, как бы красным смещением, и с другим. Значит, у нас двойной объект. И, в общем, важно, конечно, установить надлежность именно к одному источнику. То, вы скажете, опять проективная картинная плоскость, но по спектру все-таки более надежная. В шкале скоростей ну там порядка тысячи в секунду. Можно разрешить. Да, конечно. Если можно по изображению, то и спектрально наверняка все-таки есть какой-то, если можно вот навестись. Хотя, если даже будет ближе, да, вот большая такая скорость, хотя и не очень большая. Хотя в масштабах средней большая. Спасибо за замечание. Ну вот к этому слайду, я надеюсь, вас уже несколько утомило, а с другой стороны убедило, что их много, что их достаточно, что они интересны, и что их можно, от них нельзя уже просто отмахнуться. И вот можно разрешить, вот слева двойственность я показала, что по изображению для близких объектов, по спектру. А еще есть такие вообще фантастические, я бы сказала, пикулярные признаки, о которых я тоже все-таки расскажу, но это на ваш суд. Как вам понравится, и они, конечно, несколько могут быть под вопросом. Первое, это по кривой блеске, то есть как-то кривая блеска может подсказать. В нашем отделе мы знаем, что кривая блеска может вообще дать очень много, плюс крива очень много скоростей, это вообще дает по динамике и массы, и наклонности, и параметры орбиты, ну все. Вот, еще есть такие, значит, по периодичности. Дальше, по количеству джета, скажите, как так, я приведу пример, пока известен только один объект, но дальше больше, может быть, еще будут. Третий способ, это по несоответствию параметрам в разных диапазонах, вы скажете, вообще любой объект может подходить под этот класс, и везде можно видеть двойственность, но, конечно, надо сто раз проверять, и если больше ничего, кроме двойственности, тогда, наверное, все-таки двойная, еще и черная дыра. Ну и третий, по кратационным волнам. Кратационные волны, это, конечно, было бы самое надежное, но они работают, как вы уже поняли, только на последней стадии влияния, когда уже совсем поздно, что надо быстро наблюдать, и что это вообще практически секундное дело. Итак, переходим к этим интересным, загадочным, фантастическим признакам. Начну, пожалуй, с объекта М87. Рискую быть, попасть под вашу критику, но, тем не менее, два года назад мы видели, было представлено сколько лет назад фотография черной дыры, вот справа она показана, она облетела в весь мир, все знают, что это фотография черной дыры, причем по радио, изображению, и известны оценки масс. Значит, самая надежная это газодинамика и звездная динамика. Я не могла сделать доклад в этом интернер-зале. Прекрасно мы все были вообще заинтригованы, что масса черной дыры действует в этой массе Солнца. И по изображению Горизонта событий, проект Горизонта событий, он дал ту же самую оценку 10-9 масс Солнца. Вот мы с автором Торчуком Ивановым Григорьевичем тоже были заинтригованы этим делом и решили тоже, а чем мы хуже. Вот первые две строчки это у нас оценки по оптике, а третья строчка это по радио. А почему не сделать оценку по рентгену? Ведь рентген тоже, как раз, причем самое интересное, наблюдения были в апреле 2017 года, в апреле, 14 апреля, и примерно в то же время Чандра наблюдала в рентгене эту же систему. Не знаю, почему они так подстроились, может, думали, что они тоже как бы дадут какое-то открытие. Но вот мы взяли эти наблюдения и попытались тоже посмотреть, что с этим можно сделать. и мы получили массу на два порядка меньше. Так, стрелочка вниз. Не знаю, когда она работает. Все работает. Да, вот эти вот, значит, нижние строчки, тут красный, тут очень плохо смотрится, но вы видите, что у нас получилась оценка 10 седьмой масс. И нам все говорят, ну как это так? У всех 10 с 9, а у вас 10 седьмой. Это не порядок, потому что полпорядка, мы еще простили, но порядок, но два порядка, это очень много. Мы, естественно, проверили все свои расчеты, могли ошибиться, но все люди можем проверить. Сказали, у вас неправильный метод, но у нас очень хороший проверенный метод, который протестирован как на черных берах звездной массы, так и на черных берах промежуточной массы, сверхмассивной черных берах. Нигде не было такого казуса, а тут вот на два порядка. И единственное, что спасает, я вам говорила, что все проверили, ничего не остается, что если эта черная дыра, на самом деле, вот то, что в центре показано, рентгин идет из этой вот тени черной дыры, и мы не видим, что там, а может на самом деле там двойная черная дыра, и мы определили массу одной компоненты, которая полегче, которая действует в седьмой массу. Вот это действительно бы хорошо спасло, причем указание на свойственность сделано было именно в отношении объекта М-87 в трех работах. Вот я их даже процитирую, Эма Миллоя, 2020, Девилар, Хайман, 22-й год, Ду, 22-й год. Вот они сказали, что, ну они теоретически подумали, сказали, что там, скорее всего, двойная черная дыра, а мы практически говорим, что вот может быть из-за несоответствия вот такого, такого как бы случая, вы действительно посмотрите, я вам говорила, что у нас есть наблюдения в радиодиапазоне, это вот фотография горизонт событий, телескоп горизонт событий, а слева показано рентгеновское изображение, и видно, что рентген, конечно, во-первых, показывает, идет большую площадь, и видно там волокна, это галактика, так сказать, ее структура, или джет, а радионаблюдение, они отнаблюдали только самую сердцевинку, самую центральную часть, ну, конечно, они были нацелены на этот черный дыру, который в центре, а мы говорим, что там, скорее всего, двойная черная, но опять же, это под вопросом, и, в общем, будущие наблюдения покажут, может быть, будет существовать какой-то способ, который лучше подсечет вот эту двойственность в галактике М-Ветнити. Под джетом, значит, по изображению, вот видите, какую-нибудь интересную систему, здесь слева показана, вот красная метаоптика, а синяя – это радио наложено, и видно, что два джета, то есть получается две черные дыры, у каждой черной дыры есть джет и контрджет, правильно? А у второй тоже, чем она хуже, тоже есть джет и контрджет, и они вдвоем, в сумме, получается, сколько? Четыре джет, и вот получается, что, во-первых, их четыре, плюс они еще арбитируют, арбитируют, они тянут за собой эти джеты, они выбрасывают, и получается, что они когда арбитируют, если бы они арбитировали в вакууме, было бы, наверное, проще, они были бы ровные джеты, но поскольку там, видимо, плотная среда, они движутся с большой скоростью, там, тысячу, месяц, или сколько, кремя в секунду, друг вокруг друга, и тащат за собой джеты, и искривляют их, и вот, значит, слева показана, я вам уже сказала, оптика плюс радио, а слева, а вот справа, это у нас рентген, тут сразу видно, вот прицельное изображение Чандры, показывает, что там две черные дыры, вот рентген лучше, там джеты не мешают, вот просто-напросто две черные дыры, а следующий слайд, я еще раз покажу, что он действительно более крупным таким планом, вот два джета, и действительно двойственность черной дыры была установлена по одинаковому изгибу вот этих вот джетов, которые, видимо, как бы градационно связаны друг с другом, и связаны с этими джетами, вот эта вся система, вся эта сложная конструкция тянется, крутится и показывает двойственность, ну, спасибо, парни. Значит, вот еще раз, эта же система мне просто очень понравилась, а справа уже новый объектик, это у нас НЖЦ-6240, значит, опять же, это вот на самом деле рентген, это тоже рентген, а это более общая картинка, а синяя врезка, это более прицельное изображение, двойная система, оказалась не только двойная, но и тройная, то есть на самом деле, вот здесь вот показано, как бы оптическое изображение, общее изображение, красивая галактика, там у нее что-то в центре не видно, здесь у нас наложены рентгеновские изображения, видно, что она двойная, а следующий, вот, на расстоянии, как я пишу, 400 миллионов лет, Z002, ну, в принципе, это близко, а вот здесь уже хорошо видно, за счет техники, если велики, показано, что у нас есть тройная система, смотрите, сверху назвали ее северная, чем в номерах, она одна, а вот, значит, южная, она уже двойная, причем даже за счет динамики, за счет того, что они все перемещаются, как влияют они на окружающее звездное население, можно было вычислить массу, оказалось, что у них масса примерно у всех одинаковая, но более конкретно, северная с массой 3 и 5 на 10 восьмой масса Солнца, значит, первая южная с массой 2,1 в 10 восьмой, вторая 9 на 10 восьмой, ну, примерно, согласитесь, примерно одинаковая масса, 10 восьмой масса Солнца, по порядку величины, и вся тройная система, она вот движется, ну, видно, что вот две из них поярче, а другие, а одна послабее, видимо, эти две, которые поярче, они работают, они аккрецируют материал, то есть набирают вот материал за счет аккреции, а третья подбородыха, если можно так сказать, в галактике, вернее, черные дыры никогда не отдыхают, они ждут пищи, и вот, наконец, переходим к еще одному, пока она единственная галактика, которая была, которая показала двойственность, и двойственность была установлена за счет кривой блеска, потому что я вам говорила, что кривая блеска, это очень тоже хороший, как бы, такой, ну, что ли, параметр или способ определения двойственности, на самом деле, она очень далекая, вот посмотрите, слева показано в резко это оптическое изображение, и объектик очень слабый, примерно в оптике от 13 до 16 звездной величины, и, в общем, мы бы ничего не видели, потому что она очень далекая, примерно 1 гигапарсер, причем это Блазар, вы сразу скажете, а как определили расстояние, Блазар, вы знаете, спектр не имеет особенностей таких линий на фоне континга, за которые можно было зацепиться и понять, какое смещение, красное смещение, ну, вот, в принципе, Блазары даже были, вот, это же студентам учим, что Блазары были классифицированы в отдельный класс именно по этому признаку, что у них нет линий спектра, ну, и там, другим каким-то, но это такой главный признак, но оказалось, что если мы подольше понаблюдаем эти Блазары, то, в конце концов, в линии можно появиться, так вот и получилось, что во время вспышки мы не видим, значит, этот объект вспыхивает, во время вспышки мы не видим спектр линий, а вот в спокойном состоянии вдруг появляются линии H, β и O3, и вот, пусть они слабенькие, но по ним удалось оценить расстояние, и было показано, что она очень далека. Дальше, ближе к двойственности, то есть, вот в центре этой галактики где-то расположена двойная система, как это было определено. Еще пару слов, это галактика Ожи 287, вот такое название красивое, она расположена в созвездии Рака, вот такой красивый Рак, и на 5Z, чтобы не быть голословной, Z03, вот альфа, дельта, и это у нас Блазар. Блазар был, еще знаете, Блазар, он классифицируется как по отсутствию линий в спектре, так и по G, который направлен четко на нас. Вот. Еще он интересен тем, что эта черная дыра оказалась самая тяжелая вообще среди сверхмассивных черных дыр, то есть ядра очень тяжеленная. Но правда, вот за последнее время его обогнал Квазар Тонн-118, который оказался в 5 раз тяжелее. Но все-таки он в двойке, в тройке самых тяжелых Квазаров, самая такая, в общем, тяжеленная, сверхмассивная черная дыра. Переходим к двойственности. Как вообще происходит обмен, как происходит орбитирование, предположение, это модель, это, коллеги, это модель. В действительности получается, что этой системой интересовались очень многие. Она наблюдается больше 100 лет, 1888 года. И за это время как бы уже заподозрили двойственность и даже определили массы, что массы у них разные. Одна черная дыра действия в 8, масса Солнца, вторая действия в 10, масса Солнца. Логично понять, что это, которая потяжелее, займет центральное место в Галактике, а вторая поменьше будет орбитировать вокруг нее. Итак, мы видим центральную тяжелую черную дыру, которая в центре, она крушена диском галактическим, а вот эта вот маленькая черная дыра, но маленькая, относительно действия в 8 масса Солнца, она орбитирует с периодом 12 лет. И в момент пролета как бы через диск, она прокалывает этот диск, и происходит вспышка. Причем это происходит два раза за период. Что у нас? Еще раз, две черные дыры вот показаны, и мы видим такую перемену. Вы по кривой блеске скажете, ну вот глаза не видно, нужно быть специалистом, чтобы понять, как это дело все-таки понять. Ну вот, в принципе, когда мы говорим о двойной системе, иногда орбиты бывают круговые. Тогда у нас получается, если бы диск был вокруг центральной черной дыры, тогда бы, значит, она была в центре, круга А, значит, малая черная дыра, она бы орбитировала и прокалывала этот диск за равные промежутки времени, дважды за период. Но у нас система эллиптическая. А если эллипс, то черная дыра, вот эта вот центральная сверхмассивная, будет расположена в одном из опций этого эллипса. И, соответственно, орбита будет как бы вытянута эллиптическая и, соответственно, галактический диск будет притянут к центральной черной дыры. И прокалывание будет происходить в моментах, которые, когда малая черная дыра будет пролетать, будет пролетать и прокалывать тот сегмент, который ближе к периастру. Вот именно периастру. И получается, что вот на этом промежутке времени, вот, наверное, видно, я показываю вот этот вот, как бы, кусочек орбиты, он будет давать вспышки, и вспышки будут сдвоены. То есть они будут неравно отстоящие, а они как-то будут сгруппированы парочкой, то есть спорованы. То есть какая-то будет пара вспышек, потом будет период более-менее без вспышек, потом опять будут пары. И вот по этому признаку предлагалось как бы сопоставить эту модель. Вообще мы знаем, что в действительности вот эти вот две вспышки потом они происходят периодически. Но мы говорим, что активные ядры галактик, они вспыхивают. Пожалуйста, можно для любого ядра галактики построить такую кривую блеску, и там будут какие-то вспышки. Но они будут спорадические, скорее всего будут спорадические, то есть будет носить случайный характер. А здесь у нас четкая переменность, период 12 лет. Это уже заинтересовательно. Но потому что, скорее всего, это орбитальный период. Вообще вот четкая периодичность, она действительно главным образом за счет орбитального движения это сразу вызывает это подозрение. Вот это привело здесь небольшую кривую блеску для сферстающей галактики NGC 41. Видно, что они такие спорадические. В качестве доказательства не буду о классификации радиогалактик Блазаров и Блазаров, но вот у нас Блазар. Мы видим его практически с полюса. И причем эти вот парные вспышки, вот видно, что они тут пары, здесь показаны по годам. Снизу вот этот график у нас здесь года, 1900-й год, видно, что они идут пары. И видно, что немножко они как-то смещаются. Я вам говорю о постоянной периодичности, вы скажете, они постоянно тут немножечко как-то смещаются. Оказывается, здесь работает уже эффект смещения перигелия. Тот самый похожий на смещение перигелия Меркурия. Перигелия Аперицедр. Вот. Значит, если у Меркурия мы, значит, наблюдали, поставили эксперимент несколько секунд дуги смещения за 100 лет, то здесь уже 39 градусов за один период, за 12 лет. То есть теория действительно относительно с электрическими поправками работает. Вот здесь показан, конечно, срез такой, как бы такой боковой кросс-экшен, а здесь у нас показано уже, как бы, получается, что система, она поворачивается. то есть период будет, конечно, 12 лет, но мы должны учитывать, что есть смещение, то есть вращение орбиты и вращение перецентра. Вот. И вот, пожалуйста, двойной пик. Вот как раз вот этот кусочек здесь в лучшем масштабе показан, когда у нас звезда, вот эта вот звезда, черная дыра вращается по орбите, вот здесь он нарисован весь голубым, подлетает голубому диску, прокалывает вблизи перецентра, перецентра, у нас получается как бы сдвойный пик. Вот. Здесь это является доказательством того, что она двойная. Ну, вы скажете, ну, все-таки надо бы еще понаблюдать. Система наблюдается сто лет и уже все-таки установлена вот эта вот двойственность. Хорошо видна ближе вот к настоящему моменту, уже хорошо видна такая двойственность значит, по наблюдению. Вот. Этот объект очень ярко везен в радиодиапазоре. Его наблюдал наш радио Астрон, гордость наш проект российский. Слева показан как раз вот радио Астрон и это галактика вот ядро галактики показывает такой джет направленный на нас. Видно, что он глобированный, что он сгустки летят к нам в нашу сторону и даже вот справа сверху видна кривая блеска. То есть он ярче. То есть кривая блеска можно построить и в радиодиапазоне. А здесь вот еще врезка показана, что эти блобы имеют разную поляризацию. Разная поляризация говорит о том, что разное монетонное поле, то есть они каким-то образом блокированы и перемещаются, вращаются, то есть отдельные скорости вращения. То есть джет скорее всего какой-то скрученный такой вот ну что ли искривленный джет. Еще раз напомню, что мы рассматриваем вот такую вот двойную систему из двух сверхмассивных черных дыр. Первая сверхмассивная черная дыра более мощная 10-й масс Солнца расположена в центре вот этого сильненького диска. Более мелкая черная дыра, сверхмассивная черная дыра, вторая черная дыра, вторая компонента. Она полегче, 10-й масс Солнца и она вращается вот по голубой орбите с периодом 12 лет. В местах прокола происходит что? Происходит вспышка. Почему происходит вспышка и может ли взаимодействие давать такую вспышку? Мы предполагаем что у более легкой черной дыры также есть диск приливный он показан оранжевым и за счет этого будет взаимодействие потому что известно что конечно должна быть соотношение масс компонентов чтобы было у нас приливное взаимодействие что такое приливное взаимодействие скажу пару слов про что такое вообще приливное разрушение звезд черными дырами здесь показано схематично какая-то звезда летит такая убегающая звезда кто ее там толкнул она полетела и вот она летит и в пространстве и не знает что там по курсу у нее черная дыра дремлющая почему дремлющая потому что черная дыра если она черная дыра вообще не видна даже свет не может вырваться никакой сигнал не может вырваться как мы можем их вообще в принципе увидеть только по взаимодействию по воздействию на окружающее вещество а если вокруг этой черной дыры дремлющей нет никаких запасов еды она не будет видна У еды имеется в виду топливо, которое окружает, которое она будет аккоррицировать. И в процессе, так сказать, спадения вещества будет трение и все прочее. И будет разогрев вещество до рентгеновской, допустим, температуры. И мы увидим рентген. Вот тогда мы скажем, там есть черная дыра. Так вот, если звезда летит по курсу черной дыры, предложил этот сценарий Мартин Ринс в 1996 году. И сразу сказал, что это никогда не отоблюдается. В настоящий момент уже очень много наблюдений. Еще при жизни он узнал, что все это дело наблюдается. Сценарий отлично работает. Итак, более подробно. Вот слева получается черная дыра, вернее звезда летит по курсу, у нее черная дыра. Она уже хотела бы отвернуть. Ей, конечно, не хочется впадать и разрушаться. Но что делает? Уже черная дыра, почувствуя еду, она ее уже притягивает, как паук, паутину. Дальше больше. Получается, что вот эта вот звезда больше притягивается, более близкие части звезды в черной дыре притягиваются больше, чем дальняя. В итоге звезда растягивается, деформируется, наступает фаза, так называемая спагнитификация, когда она вытягивается почти в струну. Дальше она рвется. Эти обломки, огрызки захватываются на орбиту вокруг черной дыры. И вот справа в резке показан уже диск, который образуется из обломков, огрызков этой звезды, несчастной, конечно. И черная дыра, она съест все, но и сразу. У нее есть скорость, зависящая от массы черной дыры. Чем больше массы, тем больше скорость. Но если очень много массы, она ее держит в форме диска, и поглощать будет примерно два года. То есть может очень долго поглощать. Потому что черные дыры очень следят за своей фигурой. Они не хотят больше съесть что-то, никак они очень следят. То есть темп аккреции будет постепенный. И примерно такое же событие приливного разрушения происходит и здесь. Но несколько творческая модификация этого метода. Если в сценарии Мартина Риса у вас звезда, то есть еда шла к черной дыре, то здесь уже черная дыра идет к еде. Прийти до диску, значит, если в гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к ней. Говорит. Основные массы были сделаны нашим предшественником. Я уже сказала, что интересовались этой системой многие. Это как бы не новая система, и мы подошли к ней. Она к нам уже попала на исследование с ялычком. Это двойная система, создающая своих массивных черных дыр. Вот слева показаны методы перечисленные, а вторая колонка – это масса первой звезды, которая потяжелее. Вот они получили 1,8 на 10, 10 масс Солнца, а вторая – 1,4 на 10,8. То же самое по переменности. Первые две строчки – это у нас оптика, а третья – это у нас по радио данным. Мы бы тоже хотели посмотреть, как и в случае М87, а что же по рентгену. По рентгену наблюдали ее тоже многие. Многие, сутники я перечислила, но данные мы взяли по телескопу с обсерватории СВИС, телескоп XRT. Он показан слева. Там были очень хорошие данные. Здесь показана кривая обрезка, но вы скажете, какая периодичность. Посмотрите, какой период. 2005-2018 год, а период, то есть все мы, 12 лет. Получается, что мы отнаблюдали примерно чуть-чуть больше, чем период. И нам бы хорошо надеяться, что в этот период система как-то вспыхнула, и чтобы нам отследить вспышку. Потому что для рентгенщиков важно, чтобы объект светил в рентгене, и второе, чтобы он вспыхивал в рентгене. Нам нужна его активность. Для динамического метода по оптике очень важно, чтобы система двойная находилась в покое. Тогда мы можем четко отнаблюдая, измерить параметры орбиты и так далее. Если система такая вспыхивает, то есть активность какая-то, вы сразу эти данные выбрасываете для оптиков. А нам, рентгенщикам, наоборот. Как раз именно эта активность показывает всю природу, всю черную дырность этой системы. И можно взвесить ее, изучить. Именно в момент вспышек она показывает такие интересные признаки. Что мы видим в рентгене? Мы увидели на этом, с помощью этого детектора SRT SWIFT, вот такую вспышку. Хорошо, что уже это вроде как не видно. Вы скажете, есть какие-то неоднородности. На этот случай мы сделали, наложили изолинии, и видно, что, конечно, их вот в отрезности не убрали. Мы, конечно, более узкий кусочек, прицельный, примерно с радиусом 47 секунд, с центром на координаты этого источника. И хорошо, что джета нет, нам он только не мешал. Мы попытались посмотреть, что происходит. Здесь показаны три самых ярких спектра, которые... Нормально? Хорошо, сейчас заканчиваю. Получается, что у нас система показывает такую вспышку. То есть сначала у нас низкое состояние промежуточное и высокое максимум спектра. Это примерно то же самое, что похоже на системы черной дыры звездной массы. Вот показано изменение формы спектра для черной дыры через 19-15, плюс 105. Мы видим, что вот синее, это у нас начало вспышки. Спектр практически плоский, то есть горизонтальный, и затем он наклонно растает, и в максимуме вспышки у нас получается уже зелененький спектр. Мы использовали модель, которую использовали обычно. Я вот рассказывала, в центре черной дыра, пружиной диском. Учитывали компонизацию излучения оборудования ген. Это математическая модель, которая представляет собой конволюцию двух компонентов, чернотельной, и конволюцию с грин-функцией компонизации, которая выражается степенной ломаной, где х, это у нас ашненокатейен. Я ускорилась, извиняюсь. У нас пять параметров. И самое главное, что какие мы искали признаки признаки черной дыры, теоретики опять же теоретики, они предсказывают, что время вспышки, она происходит сверху вниз, показан соотношение между компонентами. У горизонтальной оси, это у нас темп аккреции, мы считаем, что вспышка, она увеличивает время вспышки, объект увеличивает свою яркость за счет нарастания темпа аккреции. А по вертикали, это фотонный индекс, это изгибрический смысл наклона спектра. Мы видим, что он монотонно возрастает, и максимум вспышки показывает фазу насыщения, то есть постоянства. Как только вот есть эта фаза постоянства, мы говорим, что в этом объекте есть черная дыра. И то же самое мы отнаблюдали, хотели бы отнаблюдать, и мы четко отнаблюдали во время вспышки по данным SWIFT вот такую фазу насыщения. Значит, сразу можем сказать, что в этом объекте есть черная дыра. Хотя бы одна черная дыра. Подвозь дальше. Это принципы, это метод эскалирования. Мы нашли такие объекты, к которым довели это эскалирование. Началось с черными дырами звездной массой, то есть с галактическими, и с черными дырами звездными, термосимумными. Получилась масса 1,25 на 1,8 массу. О, это получается как раз совпадает с массой малой черной дыры в соответствии с предыдущими исследованиями. Но все равно с падением массы вы скажете, а почему вы уверены, вне какой-то вопрос. Как все-таки различить эти две компоненты и привыблеска по временной переменности и почему мы уверены, что это именно вторая черная дыра. Ну, по массе. Первое. И второе по спектру мощности. Спектру мощности легко построить. Но для данных, то опять же, рентгенские данные с хутника РСЕ, они показывают, не знаю, видно здесь, как раз 10 минус, минус 5, минус 5 герц. А мы знаем, что частота вазбринских осцилляций это скорость делить на размер. Размер мы хотим как раз определить. Значит, частоту берем из наблюдений. Скорость, мы считаем, что это скорость звука распространения в данной среде, это примерно 10 восьмой км в секунду. И легко посчитать, значит, размер получается 1,4 на 10 в 13 степени в сантиметре. Если мы его примем как радиус, гравитационный радиус или радиусы Швардшильда, то сразу можем пересчитать массу черной дыры. Это будет 208 массов. Все совпадает. Получается, что действительно это масса маленькой черной дыры, более прицельной. Если мы брали все в Криво-Грецкой, теперь буквально кусочки, нам действительно было интересно. Если бы это работала центральная черная дыра, тогда бы с массой 10 в 10 и массой Солнца, тогда бы пик приходился на 10 минус 8 Гц. А его там нет. Следовательно, все-таки это работает черная дыра малой массы. И мы с гордостью заполняем табличку последние две строчки нашими результатами и видно, что мы определили массу именно маленькой черной дыры. 1,25 на 28-й массу Солнца. Это прекрасное согласие с предыдущими результатами. Поэтому тестирование активных ядер галактик на двойственность является актуальной проблемой в теме активных ядров галактик. То есть там, где мы раньше считали, что у нас одна черная дыра, вполне может оказаться, что и две, которые находятся на стадии слияния или далеки. В принципе, было бы очень здорово, если бы в заключении своего доклада я бы хотела все-таки упомянуть, что гравитационные волны это последняя, финальная стадия слияния двойной черной дыры и было бы очень здорово, если бы мы их зафиксировали. Но пока, конечно, нет таких как бы гравитационных станций, вот так бы показаны эти волны, которые будут в пространство, они действительно растягивают и сжимают пространство и работают примерно в наногерцовом диапазоне, но пока таких нет. Они строятся в проекте в 2024 году, планируется запустить космический проект, то есть это будет не на Земле, а в космосе, вот такая вот слева показана станция, которая должна будет ловить эти гравитационные волны. и было бы замечательно, если бы мы проверили. Ну вот заключение, я все же рассказала, не буду сильно повторяться, что мы сделали, вот, и хотел бы сказать, что это позволяет положить, что сверхмассивных черных дыр гораздо больше, хотя бы за счет их двойственности, хотя бы два раза больше, если в центре галактики была одна, а там окажутся две черные дыры. Вот, спасибо за внимание. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, здесь немножко произведено время, но у нас, как известно, есть экономия, мы дальше компенсируемся. Есть ли вопросы? Пожалуйста. Иван Иванович, можно вопрос? Секундочку. Во-первых, меня зовут Николай Николаевич. Ой, сори. Вы на очереди. Выходите и говорите, здесь надо задавать вопросы. У меня там еще в зале. Вы зададите тоже. Вот сюда. Говорим. А по поводу неактивных галактик, в нашей галактике одна черная дыра или две? Так, выходите и говорите. Очень хороший вопрос. Спасибо, Аня, за вопросы. В действительности есть гипотеза, предположение, что у нас, значит, наша галактика испытала в недалеком прошлом как раз влияние двух галактик, и в итоге, значит, было как бы соединение дыра, но указания вот таких вот, то есть я слышала просто проработаю, но поскольку она в рентгене не светит, не вспыхивает, поэтому как бы она не попадает в круг моих интересов, у меня больше рентгеновские. Но спасибо. Действительно, есть указания, есть подозрения, есть аргументы в пользу того, что наша галактика то ли в прошлом была, то ли каким-то образом находится в стадии слиния, может, даже прошла в стадии слиния. Спасибо. Так, был вопрос из интернета, пожалуйста. У меня можно несколько коротких вопросов. Двойные линии были там в одного объекта, они касались только узких пиков H-бета или запрещенные линии тоже были двойные? Да, спасибо за вопрос. Даже была отдельно выделена третья система по запрещенным линиям, даже по линиям поглощения. В действительности, первые две системы, они были по узким пикам разрешенных линий, а третья система осталась как бы под вопросом, то есть мы даже не знаем, что как бы ее интерпретировать. Это как бы на стадии разработки. Спасибо за вопрос. Еще. Потом этот объект уже 287, я хотел просто сказать, что в Одессе там находили период, я не помню какой, по-моему, безденежный был такой астроном. То есть это был как бы давний результат. И вот глядя на кривую блеск, я вижу, что там можно поискать не только 12 лет, но и меньше. То есть это вообще достаточно типично, когда несколько компонентов есть несколько лет, 12 лет и так далее. Когда я там учился, то 41-51 нашел период, и они мне сказали, а вот мы уже знаем такой один объект. вот и еще третий вопрос, это просто высказывание. Вот вопрос, меняющий тип changing look, они могут быть связаны с каким-то особым классом какой-то подраздел? Понятно, скажите еще раз, мы не поняли начало. Меняющий тип Seifert, changing look, они как-то могут быть связаны с двойственностью, вот приливными там разрешениями, вот они вроде бы следуя работам Иванова, чаще происходит в двойных системах приливное разрушение, могут быть это как-то связанные вещи. Приливное разрушение и двойные черные дыры как бы увеличивать вероятность таких событий. Спасибо за вопрос, я просто эту тему не стала затрагивать на 20-30 минут, я думаю, что лучшую тему расскажет другой докладчик, например, Акнянский Виктор Жукович, который занимается конкретно сменой типа, это он и есть. Спасибо, Лена, за доклад. Спасибо, очень интересный доклад. Спасибо. Виктор, не узнал о вас, будете, конечно, богатые, долго жить. Долго жить хотелось бы ему пожелать, а он астроном, богатым он не будет. Так, пожалуйста, Анатолий Владимирович, выходите только, здесь надо. И осторожно, тут обувь разловилась, поэтому... спасибо за очень интересный доклад. У меня такой вопрос, значит, вот при слиянии, при слиянии галактик, значит, как... Хорошо, а что такое? Что делать? Что делать? Иначе не существует. А можно листочки положить? Сюда, можно? Можно? Прошу. При слиянии галактик, вот какое время, примерно, требуется, чтобы пройти черные дырья, последний, там, килопарсек, чтобы, так сказать, пошло, там, потеря энергии на город Волон. Вот. Мне представляется, что вот замедление, вот этого, замедление динамического трения связано не с тем, что она разбрасывает звезды, там много, там пустоты никогда не будет, а с тем, что они входят в область с очень большой дисперсией скоростей звезд, и это резко замедляет темпы тормоза. Вот. Спасибо, это очень хороший комментарий, действительно. Я спросила, что может замедлять, действительно, вот эта вот область большой дисперсии скоростей, мы как бы забыли, просто я вот, не, не, занимаюсь больше звездными черными дырами. Спасибо большое. Время приблизительно меньше 100 лет. Вот, как бы вот, когда вот наступает, ну, может 50, слияние, иногда быстрее, но вот, честно говоря, пока есть только теоретические предсказания, и мы до сих пор не наблюдали такое конкретное слияние, чтобы это было доказано граф волнами и как бы по всем параметрам, вот, но предсказывают теоретики шкалы примерно 100 лет. Я вот просто более маленькую цифру не знаю, может быть, кто-то знает, может быть, и слушатели в интернете, вот, Акнянский, может, подскажет, действительно, более короткие времена, насколько это мгновенно, вы хотели спросить, вот, не совсем мгновенно, конечно, происходит. Ну, давайте мы еще раз поблагодарим докладчика, очень интересный доклад, большое спасибо, здесь мы сейчас уборку осуществим, значит, у нас дальше по повестке перерыв 20 минут, засетите, он начинается сейчас, то есть до 27 минут. Так, ну все, Анатолий Михайлович, стартуем. Доклад академика Анатолия Михайловича Чея Пущука «Рентгеновская астрономия и двойные звезды». Николай Геннадьевич Бочкарев унес большой вклад в рентгеновскую астрономию, я уже это упоминал в своем вводном слове, этот доклад я посвящаю ему, но появилась очень такая благоприятная оказия для этого доклада. Дело в том, что в прошлом году исполнилось ровно 60 лет рентгеновской астрономии, когда был обнаружен первый рентгеновский источник за пределами Солнечной системы. Ну и вот повод как раз связать тесные двойные звезды с рентгеновской астрономией. Дело в том, что до рентгеновской астрономии тесные двойные звезды были досконально проработаны классической областью астрономии. А вот когда появилась рентгеновская астрономия, тесные двойные звезды совершенно неожиданно, в том числе и для нас, Дмитрий Аковичем, которые занимались классическими двойными звездами, совершенно неожиданно тесные двойные звезды стали передним фронтом современной астрофизии. Поэтому вот интересно посмотреть историю этого вопроса, как все развивалось. Ну и поэтому я вот этот доклад и поставил. Как тут нам надо, так сказать... Вот стрелочка вниз, да? Нет, 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 не работает. Это не стрелочка вниз, поэтому? Потому что вот стрелочка вниз не работает. Вот так попробую. Мышу. Мышу? А все-таки стрелочка может быть... Ага, работает уже. Просто надо было мышку сюда. Вот. Ну... Значит, давайте для начала рассмотрим историю исследований тесных двойных звездов. Как они дошли до жизни такой, современной. Поэтому вот вначале я хочу отметить четыре эпохи исследований тесных двойных звезд. Первая – это эпоха визуальных и фотографических наблюдений, которая была с 1782-го до 1950-й примерно. Это очень условно. Эти эпохи, кстати, они взаимно перекрываются, поэтому можно уверенно назвать только начало эпохи, потому что фотографические наблюдения до сих пор, особенно архивные наблюдения, используются. А вот начало... За сто лет твой миг увидел Монтанарий. Серьезно? Да. Ну, во всяком случае, вот я могу привести двух выдающихся английских любителей астрономии, которые открыли строгую периодичность в изменении блеска Алголя. Переменность-то была раньше обнаружена. Она еще была в каких-то там арабских... Нет, нет. Там только на то, что у головами... Нет, Алголь, Алхуй, это, так сказать, по-арабски, это звезда дьявола. Вон. Да, да. Но, во всяком случае, вот строгая периодичность Алголя была открыта вот Пиготтам и Гудрайкам. И вот это, собственно, и положило начало изучения тесных двойных звезд. Причем Гудрайк впервые даже предложил идею, это был 1783 год, а он высказал идею о том, что затмение в этой системе связано со второй звездой, что это двойная система. Строгая периодичность плюс вот еще идея затмения в двойной системе. И дальше вот проходило накопление наблюдательных данных, а в 1948 году Ресселл предложил метод интерпретации кривой блеска затмены их двойных систем, и началось накопление сведений о массах, радиусах, температурах звезд двойных систем, и что очень важно для астрофизики, в частности для проверки теории эволюции, теории внутреннего строения и звезд. Дальше пошла эра, тут вот не видно, это эра фотоэлектрических наблюдений уже. Ну, конечно, это на порядок увеличило точность фотографических данных, это позволило увеличить точность определения параметра тесных двойных систем. Начались подробные уже накопления данных, статистические исследования, вот группа Свечникова, Мария Анатольевича из Екатеринбурга, из Светловки в прошлом, она начала вот эту работу. Был открыт парадокс Алголин в двойных системах, когда менее массивная звезда оказалась более проэволюционировавшей, поэтому назвали парадокс. Вот это вот работа Паринага и Масевич, которая цитируется до сих пор очень активно. Были опубликованы первые работы по эволюции тесных двойных систем с обменом масс. Начал Крауфорд, который объяснил парадокс Алголия, идеи переменной ролей компонентов двойной системы. Потом Мортон рассчитал количественно модель звезды, истекающие на вторую компоненту двойной системе. Потом работы Починского знаменитые. И вот Снежко внес тоже существенный вклад. У него есть статья «Вылетели переменные звезды», на которой много ссылок. Он тоже занимался разработкой, объяснением парадокса Алголии. Ну, а потом еще работа Киппенхана и Вейгета. Это первая работа по эволюции тесных двойных с обменом масс. Появилась теория акреции. Зельдович в 1964 году опубликовал замечательную работу, и Салпитер тоже самое, о том, что при гнисферической акреции вещества на черную дыру может выделяться огромная энергия на два порядка, превышающие энергию, выделяемые при термоядерных реакциях. Был открыт первый источник рентгеновский, я уже говорил, вот Скорпион Х-1 за пределами Солнечной системы. Дальше, значит, пошла у нас эра рентгеновской астрономии. Им эра систематических наблюдений рентгеновских источников. Произошел запуск американского спутника Ухуру в 1171 году. И этот спутник открыл 300, примерно 300 компактных рентгеновских источников, большинство из которых – это двойные системы с аккрецирующими релятивистскими объектами. В это же время, примерно, была развита теория дисковой акреции. Имеется в виду Шакура у нас в Гаише, вот первая работа, потом Шакура Синяев, знаменитая работа, Крингл и Лис в Англии, Новиков и Торн, так сказать, совместная работа с нобелевским лауреатом Торном Игорем Ильичем Новиковым. Потом появилась теория в это же время, примерно, появилась теория эволюции тесных двойных с обменом масс. Работы Татукова, Ингельсона, Ван Денхевилла, Масевича, Татукова опубликовали монографию в 88-м году уже о эволюции двойных систем. Появился новый метод анализа кривой блеска, метод синтеза, так называемый, который был предложен Вилсоном и Девинеем в 71-м году. Мы тогда читали эти работы по методу синтеза с вожделением и с белой завистью, потому что у нас еще не было мощных компьютеров, которые позволяли это дело осуществлять, а вот в Америке уже появилась, и вот эта работа, она положила начало методам синтеза. Ну и, так сказать, фактически рентгеновская астрономия дала нам первый прорыв в исследовании черных дыр в двойных системах, и те свои двойные системы, как я уже сказал, стали передним фронтом астрофизии. Ну, наконец, эра гравитационной волновой астрономии, четвертая эра. Вот эту эру мы сейчас переживаем, она в самом разгаре. 14 сентября 2015 года американская гравитационная волновая обсерватория Лайга открыла гравитационные волны от слияния черных дыр в двойных системах. Появилась возможность как бы экспериментировать с черными дырами, наблюдать процессы их слияния и формирования общего горизонта событий. Также было открытие гравитационных волн от слияния нейтронных звезд, что позволило изучить нуклеосинтез при слиянии нейтронных звезд. И дальше за счет гравитационной волновой астрономии было получено окончательное доказательство существования черных дыр звездных масс во Вселенной. Ну, и, так сказать, давайте теперь перейдем уже к истории рентгеновской астрономии. В 1962 год Рикардо Джакони, итальянец по происхождению, работал в Соединенных Штатах, он уговорил оборонное ведомство американское с тем, чтобы на метеорологической ракете аэробии установить рентгеновские датчики и померить рентгеновское излучение от Луны. Луна не имеет атмосферы, она бомбардируется космическими лучами и при этом формируется рентгеновское излучение. Искать рентгеновское излучение от звезд тогда было ясно, что абсолютно безнадежно. Потому что первые ракетные эксперименты были в 1949 году еще. Показали, что рентгеновское излучение Солнечной короны в миллион раз слабее его оптической светильности. И если удалить Солнце на расстоянии в миллион раз дальше, чем оно находится, с теми приемниками, которые тогда были, казалось, делом абсолютно безнадежно. Но вот Джакони заинтересовал именно Луной в оборонное ведомство. Из-за этого была запущена ракета. Рентгеновское излучение от Луны найдено не было, оно было позднее найдено на рентгеновском эксперименте РАСАД много лет спустя. Но был открыт яркий рентгеновский источник созвездия Скорпиона. И был он отрождествлен с голубой переменной звездой 12-й звездной величины, которая была обозначена как В-818-й Скорпион. Это оказался, как я уже сказал, первый рентгеновский источник, расположенный за пределами Солнечной системы. 1962 год. Ровно 60 лет тому назад. Природа Скорпиона оказалась загадочной, потому что тепловое излучение от короны абсолютно невозможно было наблюдать, потому что расстояние до Скорпиона Х1 было оценено сразу же, потому что звезда В-18 Скорпиона померили ее собственное движение от ограничения на параллакс. Она расположена была на расстоянии в сотни парсек от Земли, то есть это заведомо далекий объект. Поэтому говорить о том, что это какая-то корона звезды, не было возможности. Но тут как раз помогла работа Зельдовича и Салфитера. И ученые стали задумываться о том, что действительно рентгеновское излучение Скорпиона Х1 – это результат окреции вещества на релятивистский объект. И в 1967 году Иосиф Самович Кловский впервые предложил для Скорпиона Х1 модель двойной системы с аккрецирующей нейтронной звездой. Эта работа была опубликована в астрономическом журнале. Однако из-за сильной регулярной переменности оптического объекта Скорпиона Х1 долго, в течение 13 лет, не удавалось обнаружить регулярную периодичность в изменениях его блеска и спектра. Это как раз главный признак двойной системы. Поэтому в дальнейшем Иосиф Самович Кловский предложил другую модель для Скорпиона Х1 от двойной системы отказаться. Вот. Ну и только в 1975 году Хаули и Кремптон, это канадские ученые, и английские ученые, Гатлипс, авторами, они спектральным и фотометрическим методом обнаружили все-таки двойственность Скорпиона Х1, когда были усоединены данные по нескольким тысячам так сказать, фотометрических наблюдений была подавлена вот эта физическая переменность. И оказалось, что это двойная система с орбитальным периодом 0,8 дня. Она состоит из звезды М2 плюс нейтронная звезда. Расстояние до нее порядка 2 килопарсек. А рентгеновская светимость в стандартном диапазоне 2-10 к в 10-38 эрго в секунду. Большая переменность рентгеновская до 20 раз. И сильное отношение рентгеновской светимости к оптической. Порядка сотни. То есть звезда прогревается мощным рентгеном и линии звезды в спектре системы просто не видны. А видны только эмиссионные компоненты, связанные с прогревом атмосферы оптической звезды рентгеном. Вот. И до последнего времени не удавалось получать параметры двойной системы, потому что кривая блеск очень регулярна. Однако в 2016 году были проведены длительные фотометрические наблюдения на космической обсерватории Кеплер. Оказалось, что большая амплитуда вот этой физической переменности на самом деле она обусловлена тремя состояниями для этой системы. Вот три кривых блеска. Вот три кривых блеска. Значит, нижнее состояние, среднее и верхнее. И вот блеск болтается между этими состояниями в среднем. Но удалось выделить три регулярных кривых блеска, которые связаны с различным эффектом прогрева аккреционного диска излучением аккрецирующей нейтронной звезды. Ну и нам вот в модели рентгеновской двойной системы значит, оптическая звезда, аккреционный диск, нейтронная звезда вот в последнее время удалось определить параметры этой системы. Оказалось, что наклонение орбиты в системе 30 градусов, радиус оптической звезды 1,2 радиуса Солнца при массе 0,4 массы Солнца. То есть звезда обладает избытком радиуса. Она не находится в тепловом равновесии из-за быстрого истечения. Оптическая светимость звезды 4 на 10,32 аргосекунды. Ну и рядом с ней нейтронная звезда массой 1,4 массы Солнца. Вот. Ну, так сказать, и также еще в разных моделях. В модели заполнения оптической звездой полосы Роша можно даже, когда звезда не заполняет полосы Роша, описать эти наблюдения, потому что индуцированный звездный ветер существует за счет сильного рентгеновского прогрева оптической звезды, который питает аккрецию. Ну, вот, так сказать, спутник Ухуру открыт около 300 рентгеновских источников, и появились вот эти рентгеновские двойные системы. Это класс тесных двойных системах на поздних стадиях эволюции. То есть, когда завершился первичный обмен масс в двойной системе, и, так сказать, и вот это все дальнейшие стадии после завершения первичного обмена масс, это мы называем поздними стадиями эволюции. Была, как я уже говорил, развита теория дисковой аккреции, вот, так сказать, с соответствующими учеными. Теория эволюции с обменом масс была, я уже, так сказать, об этом говорил, развита. Вот, и, значит, вот тут как раз уместно упомянуть о работах Николая Геннадьевича Бочкарева. Ну, во-первых, Николай Геннадьевич с авторами, я имею в виду Корицкого и Шакуров, впервые в нашей стране применили метод синтеза к интерпретации рентгеновских, оптических кривых блеск рентгеновских двойных систем. На Западе, значит, к рентгеновским двойным системам применили метод синтеза Баккал и Авни. Авни и Баккал. Это был 1974 год. А вот в 1975 году, буквально годом позднее, в нашей стране, наконец-то стала развиваться теория честных двойных систем, основанная на методе синтеза. Когда поверхность звезды разбивается на многие тысячи элементов, от каждого элемента считается излучение в направлении наблюдателя, потом все суммируется и вычисляется теоретическая кривая. Поскольку много тысяч элементов, для каждого надо все считать, это очень большие затраты в машинном времени. И вот в 1975 году уже на наших машинах уже тоже оказалось возможным эту идею реализовать. Ну, а дальше, конечно, надо отметить вот эти замечательные работы группы Бочкарева и Корицкой, которые впервые в мире применили метод синтеза для интерпретации кривых изменений линейной поляризации оптического излучения рентгенской двойных систем с учетом излучения прецессирующих креционных дисков. Эти методы были применены к интерпретации поляриметрических наблюдений рентгенской двойных систем, ЦИГНИХ1 и СС-443. Вот в работе по СС-433 мне даже повезло, я был сатором. Как раз тогда только-только открыли СС-433. В последние годы, это примерно 2007-2008 годы, да, мы начали наблюдать спектральный ЛИБИЧХ1. Вот, так сказать, Бочкарев-Корицкая совместность группы Агафонова из НЕРФИ выполнили спектральную доплерскую томографию рентгеновской двойной ЦИГНИХ1 и впервые дали оценки магнитных полей в аккреционном диске вокруг черной дыры. Ну, давайте теперь дальше перейдем к истории, к следующему вопросу. Были открыты первые затменные рентгенские двойные системы с рентгеновскими пульсами. Первая ЦИГНИХ3, период 2 дня, период рентгеновских пульсаций 4,8 секунды, оптическая звезда спутника О-8, гигант, примерно 13-й величины на южном небе, вполне доступна для наблюдений. Это 1971 год. И вторая работа в астрофизическом журнале Летер с группой Ухура была опубликована по затменной рентгеновской двойной системе Геркулес-Х1. Она была отверждена с оптическим объектом Николая Ефимовича Курочкина у нас в ГАИШ. Орбитальный период 1,7 дня, период пульсации 1 секунда. Звезда оптическая меняет свой спектральный класс от B0 до F5 из-за огромного рентгеновского прогрева оптической звезды. Тоже достаточно ярко для наблюдений на северном небе уже. Это 1972 год. Ну вот здесь показаны как раз примеры. Значит, вот это у нас Центавр Х3, рентгеновская кривая блеска. Сначала рентген постоянен, потом резкое затмение, П-образная форма, то есть очень маленький объект затмевается оптической звездой. Рентген падает почти до нуля, потому что светимость рентгеновской короны равна нулю практически для звезд. А это рентгеновская пульсация. Модуляции связаны с диаграммой направленности рентгеновского телескопа. Во времени они имеют примерно постоянную амплитуду, но строго регулярная периодичность с периодом 4,8 секунды. Вторая затменная система рентгеновская еще интереснее. Там наблюдается затмение, как и в Центавре Х3. Рентгеновская пульсация наблюдается с периодом 1,2 секунды. Кроме того, наблюдается так называемая претессионная переменность, когда диск не лежит в плоскости орбиты, и он претессирует с периодом 35 дней. Ну вот детальная модель вот этой, так сказать, HZ-Геркулеса была построена Николаем Шакурас с авторами, который много лет занимался анализом наблюдений этой рентгеновской деловой системы. Я знаю, что и Николай Геннадьевич Буткарев тоже приложил руку к изучению HZ-Геркулеса. Да, поэтому я подробно не стал говорить про работу Буткарева, потому что Евгений Александрович и Евгений Александрович подробно расскажут все. Вот. Ну, был открыт первый кандидат в черные дыры. Это В1357 Лебедя, Цигней Х1, орбитальный период от Чи 6 дней, сверхгигант, примерно В0 сверхгигант, яркая звезда, которая видна в бинокль, то есть люди вот столетиями смотрели на эту звездочку и не предполагали, что там вокруг оптической звезды вращается черная дыра. Вот. Объект был сначала открыт с ракет, как Скорпион Х1, но потом был подтвержден на Ухуру, на спутнике Ухура. Рентгеновская светимость здесь 38 аг. в секунду, никаких следов рентгеновских пульсаций, быстрая рентгеновская переменность на характерных временах вплоть до 10 минус 30 секунд. По радионаблюдениям это же с голубой звездой. Там нет затмений, поэтому пришлось использовать эффект радиовспышки. Вот. Ну и сразу же стала задача оптических исследований рентгеновской еды вальных систем, потому что, чтобы определить массу релятивистского объекта, надо измерить движение оптического спутника, который является пробным телом в гравитационном поле релятивистского объекта. Ну и вот тут, так сказать, сразу началась вот эта кампания по оптическому отождествлению. Первая попытка оптического отождествления рентгеновской двойной системы была сделана вот в нашей работе Шкловский, Ефремов, Черепощук. Она была опубликована в Nature в 1772 году. Мы нашли в эррор-боксе Центавр Х3, примерно 1 градус квадратный, затменную переменную звезду Элерт Центавра. У нее с точностью до 0,4% период рентгеновский совпадал с оптическим. Это дало основание считать ее как бы кандидатом в оптический компонент. Когда мы публиковали эту статью, мы там в заключении написали, что точность 0,4% достаточно грубая. Надо дальнейшими наблюдениями окончательно убедиться в идеальном совпадении рентгеновского и оптического периода. Поэтому отметили. Наша статья, несмотря на то, что Nature – это журнал для экспресс-информации, пролежала почти год в редакции Nature, и вышел номер Nature с двумя статьями. Наша статья и статья еще одного американского ученого. Из деликатности я его фамилию не буду называть. Где вот эта вот система была предложена как оптическая каунтерпарк рентгеновского источника Центавра. Но парадокс и трагедия в том, что дальнейшие наблюдения показали, что различия в этом 0,4% оказались значимыми. И поэтому затменная система Лер-Центавра не имеет отношения к рентгеновскому источнику. И только спустя 3 года Кшеминский осуществил окончательное оптическое утверждение Центавра Х-3. В чем была проблема? Эррор-бокс дается с точностью, с вероятностью 95%. Но 5% вероятность есть того, что объект расположен за пределами опубликованного Эррор-бокса. Вот как раз, как назло, этот первый отменный рентгеновский источник оказался лежащий за пределами Эррор-бокса. А вот Кшеминский как раз доказался посмотреть в большие окрестносты и нашел соответствующую оптическую визу. Ну вот, что касается приоритетов в первом оптическом отождествлении рентгеновских рентгеновских систем, то тут мы с гордостью можем сказать, что это приоритет ГАИШ, приоритет ГАИШа. Николай Ефимович Курочкин по старым фотопластинкам ГАИШ промерил блеск HZ-Геркулеса, которое раньше считалось неправильной переменной. И затем эти наблюдения он свернул с известным из рентгеновских данных за орбитальным периодом. И получил вот такую прекрасную кривую блеска. И сначала он заявил, что это цифинида. Но потом тут подключились мы с Шакурой, Синяевым и Ефремов. И, значит, мы, так сказать, стали соображать. И построили простую модель. Звезда оптическая прогревается мощным рентгеновским излучением. И вот эта переменность на две звездных величины связана с тем, что одна сторона звезды горячее другой на несколько, там, порядка на 10 тысяч градусов. Вот. Так что первое это же зрение было сделано вот в нашем стране. Что касается Лебеди и Х1, то, значит, оптическая переменность была обнаружена лютым у нас на Крымской станции. Оказалось, что это двойная волна за орбитальный период. Вот в Геркулесе и Х1 одиночная волна за орбитальный период. Это эффект отражения, так называют. А здесь у нас эффект репсоидальности оптической звезды. Звезда гигант, сверхгигант, поэтому рентгеновская светимость сравнима с оптической светимостью звезды, поэтому сильного рентгеновского прогрева не наблюдается, но зато видна приливная деформация этой звезды. За счет орбитального движения меняется проекция звезды на картинную плоскость. И вот по амплитуде, вот это вот, так сказать, эллипсоидальные, как мы называем ее, переменности, мы вот с Людом Синяевым во-первых, интерпретировали это как эффект эллипсоидальности, а во-вторых, дали первую грубую оценку массы. Масса больше 560, масса Солнца, и заявили, что это, значит, вот черная дыра. Это 1973 год. Целых 11 лет источник Лебедя-Х1 был единственным кандидатом в черную дыру. А в связи с открытием Лебедя-Х1 был большой оптимизм вначале, потому что один из первых рентгеновских источников оказался кандидатом в черную дыру. Значит, вероятность очень велика, что скоро мы вообще откроем полно этих черных дыр. А оказалось, целых 11 лет. И вот модель Лебедя-Х1 как тройной системы с нейтронной звездой была предложена Пачинским в 1974 году, который даже Лебедя-Х1 погубил. То есть у нас получается так, две массивных звезды с большой разницей в массе. Из-за этого линии менее массивной звезды не видны в спектре системы. А вокруг двойной системы вращается третий объект, нейтронная звезда. И она источник рентгеновского излучения. И вот после этой публикации было полное уныние. Десять лет ученые вообще, так сказать, разводили руками. При наблюдениях рентгеновских двойных систем в основном были нейтронные звезды. Рентгеновские пульсары, рентгеновские барстеры первого типа и так далее. И только в 1983 году была уже в другой галактике, в ЛМЦ-Х3, в Большом Магелланном облаке, объекта ЛМЦ-Х3, в нем, в этой системе с периодом 1,7 дня была обнаружена вторая черная дыра, так сказать, с массой около 9 массы Солнца, а масса Б звезды около 6 масс. А в 1986 году два очень умных ученых, Маклиток и Ренни Лард, попробовали искать черные дыры в маломассивных рентгеновских двойных системах. Представьте себе, черная дыра здесь на Солнце, а вокруг нее бегает оптическая звезда массой меньше 1 массы Солнца. Люди не могли предположить, что такие рентгеновские двойные могут существовать. Считали, что надо искать именно в массивных парах, когда оптическая звезда массивный объект. Вот. А они догадались и сразу же обнаружили черную дыру в системе А0,620-0,0 с периодом 0,3 десятых дня. Вот. Масса черной дыры 80 масс Солнца, а оптическая звезда это поздняя звезда К спектрального класса с массой порядка массы Солнца. Теперь, значит, прежде чем дальше изучать, давайте все-таки рассмотрим статус первого кандидата в черные дыры Лебеди Х1. Он потом был подтвержден многими работами, в том числе Бочкарев с авторами методом синтеза проинтерпретировали кривую блеск с использованием расстояния до системы. И была подтверждена большая масса объекта. Но вот недавно в наших работах оказалось, что было показано, что даже по одной кривой лучевой скоростей можно дать надежную оценку массы черной дыры в этой системе. Во всех учебниках написано, что по кривой лучевой скоростей массу нельзя найти независимо. Определяется М синус клуб И, где И наклонение орбит. А И надо искать из фотометрии, из затмений, из алипсидальной переменовки. А мы взяли, собрали все данные 500 ночей, вот кривая лучевой скоростей для Лебедей Х1, 500 ночей наблюдений, и решили, соответственно, у нас есть программа расчета профилей линии, приливно-деформерная. И вот здесь, значит, на этой части картинки, это невязка, здесь у нас невязка по хи-квадрат, а здесь масса черной дыры. Если мы берем, так сказать, модель оптической звезды как точки, то действительно, для любой массы черной дыры у нас невязка одинакова. То есть нельзя никакое наклонение орбиты отдать предпочтению. А если мы берем реальную модель оптической звезды и считаем суммарный профиль, интегрируя локальный профиль по всей приливно-деформированной поверхности звезды, то получается чувствительность невязка оказывается зависит от наклонения орбиты. Вот здесь видно прямо, что, так сказать, часть значений массы черной дыры отсекается, например, по уровню 90%. По уровню значимости, допустим, там 1%. Так что вот таким образом была получена оценка массы, которая ни от чего не зависит. Потому что она по кривой лучевой скоростей сделана. Масса черной дыры больше 8,5 массов. Дальше, значит, совсем вот недавно были получены с интерферометрией со свердлинной базой с высоким разрешением, порядка 1 мс, дуги, уже была получена орбита рентгеновского источника в двойной системе. И измерен параллакс очень точный до этой системы, то есть расстояние. И с этими данными уже вот получены такие характеристики. 27 градусов, кстати, близко к 30 градусам, которые мы дали первой нашей работе в 1973 году с Людом Чиняевым. А масса оптической звезды очень большая, и масса черной дыры большая. Это проблема с точки зрения гравитационной волновой астрономии. Вот такое большое масса черной дыры трудно понять. Это надо привлекать специальные механизмы. Вот. Ну, дальше продолжим вот саму историю. Значит, против существования черных дыр резко выступали многие выдающиеся ученые. Потому что внутри черной дыры существует сингулярность, куда сколлапсировало падающее вещество, и плотность там 10,93 грамм в кубическом сантиметре. Плотность ядерной материи в нейтронной звезде 10,15, а здесь 10,93. Представить себе такую чудочную плотность невозможно. Никакие физические законы известны, там, скорее всего, не работают. Там какая-то, может быть, квантовая гравитация, но свойства материи в таком состоянии неизвестны. Именно поэтому многие ученые отрицали возможность существования черной дыры. И вот, например, Эйнштейн написал вот уже в конце жизни основным результатом проведенного исследования является четкое понимание того, что в реальном мире отсутствует швашельдовская сингулярность. Дальше, значит, астрономы в 1934 году Артур Адингтон, создатель теории внутреннего строения звезд, заявил после доклада Чандрасикара, я думаю, что должен существовать закон природы, который не допускал бы, чтобы эволюция звезды шла столь абсурдным образом. Особенно острые дискуссии в конце 70-х годов между сторонниками черных дыр, это Зельдович, Грещук, и противниками черных дыр, наш ректор Анатолий Чайченко, вот она была, так сказать, прошла на протяжении нескольких лет, и она вылилась в несколько семинаров в большой физической аудитории на физфаке, и в нескольких статьях в успехах физических наук, где одни авторы обвиняли других, что эти неправы, эти неправы, я вам очень советую почитать, сейчас это в открытом доступе, в онлайн можно посмотреть, это серия работ в Уфе, они возразили методические заметки, вот, ну и самое удивительное, что ярым противником черных дыр был профессор Герценштейн, а именно он совместно с Кустовой, там, в 62-м году предложил идею лазерной гравоационной волновой антенны, она была положена в основу лазерной антенны Лайга, американской, и именно на этой антенне были открыты сливающиеся черные дыры, создатели этой идеи был категорически против черных дыр, он ко мне несколько раз после моего первого обзора по черным дырам в 2003 году в УфН, он ко мне приходил и просто меня чуть ли не за грудки брал, спорил с там, что не может быть никаких черных дыр, вот такая вещь, ну и, так сказать, почему же все-таки вот это так долго не могли найти второго кандидата в черные дыры, просто искали там, где светло, раньше люди считали, что дизайнные системы рождаются с отношением масс близким к единице, когда массы примерно равны, а поскольку черные дыры образуются из массивных звезд, значит, надо искать черные дыры со спутниками массивных звезд, и они просчитались, во-первых, дальнейшие наблюдения и исследования вот в группах Тутукова там и так далее, показали, что отношение масс компонент близкое к единице ничем не выделено, на самом деле отношение массы в двойных системах имеет широкое распределение, поэтому вполне вероятно, когда большая разница в массе. И кроме того, время, самое главное, что время ядерной эволюции маломассивной звезды тысяча раз длиннее, чем время ядерной эволюции массивной звезды. Поэтому, если маломассивная звезда заполняет свою полосу рожек, она питает аккрецию на черный дух тысяча раз длиннее, чем массивная звезда. И поэтому, естественно, вероятность открыть черный дыру в маломассивных системах гораздо выше, чем массивные. Вот по этим двум причинам. Ну, сейчас мы имеем просто целый расцвет рентгеновской астрономии. Были запущены многие десятки рентгеновских обсерваторий. Значит, Эйнштейн, Бунас в России, Рашид Алис-Тюняев запускал гранат, Рассад, гранат в Германии, значит, Рассад, Чандра сейчас летает до сих пор, Нустар. И вот последние годы, конечно, спектр рентген-гамма, который открыл миллионы аккрециирующих сверхмассивных черных дыр и черных дыр двойных систем. Вот, это вот как раз как бы скан неба, так сказать, в рентгеновских лучах. Вот каждая точка здесь, это либо аккрециирующая сверхмассивная черная дыра, либо звездная черная дыра в составе двойной системы. Вот. Ну и в самое последнее время, вот год назад, был запущен спутник АСПИ, это рентгеновский телескоп, который не только интенсивность рентгеновского излучения меряет, но и поляризацию. И сейчас уже пошли работы, так сказать, по поляризации поляризации рентгеновского излучения от рентгеновских двойных систем. Вот. Ну и надо еще отметить открытие объекта СС-433. Дело в том, что в теории аккреции Шакура Сюняева было предсказано, что может быть аккреция сверхкритическая. Если темп поступления вещества в аккреционный диск очень большой, то уже, так сказать, оптическая толща аккреционного диска вблизи зоны выделения рентгеновского излучения становится больше единицей, и все рентгеновское излучение перерабатывается в оптический диапазон. И вместо рентгеновского источника мы в аккрецирующей черной дыре должны видеть оптически яркий объект. Вот. И вот в 81-м году, значит, вот этот объект был открыт, объект СС-433. Мне удалось померить затмение в этом объекте, потому что раньше даже были подозрения, что это внеземная цивилизация нам, так сказать, сигналит лучон перестраиваемого лазера. Вот. Но, так сказать, и, кстати, первая работа по СС-433, Маклин и Топик и Тапия была посвящена изучению поляризации излучения СС-433. Потому что лазерное излучение 100% поляризованное. Оказалось, что там поляризация в линиях нежелезная. Но вот открытие затмений показалось, что это очень пикулярная затменная двойная система. Действительно со сверхкритическим аккреционным диском. Просто оптическая звезда переполняет свою полость роша, и поэтому она очень интенсивно истекает в аккреционный диск. Совсем недавно мы открыли по наблюдению на нашей Кавказской обсерватории удлинение орбитального периода СС-433. Из него, из динамических соображений следующая черная дыра массой больше восьми масс Солнца и так далее. Это показан как раз эффект увеличения орбитального периода в СС-433. Знаменитый график О-С. А это как кривая блеска СС-433. Затменная в момент максимального раскрытия аккреционного диска, как она смещается относительно средней кривой блески. Красная относительно черненькая за 40 лет наблюдения. Также надо еще отметить, что сейчас мы имеем прогресс в исследованиях рентгеновских двойных систем с гелиевыми ядрами. Массивная звезда, когда она истекает, она может обнажить гелиевые ядры. Образуется звезда Вольфреев в паре с реликвидским объектом. Это очень короткоживущая стадия рентгеновской системы, поэтому они очень редки. В настоящее время открыто всего три таких системы. Одна из них в нашей галактике, это Лебедь-Х3. Орбитальный период 4,8 часа. То есть система прошла стадию с общей оболочкой. За счет этого потеряла угловой момент и сблизилась. И остальные в других галактиках. Ну и вот, так сказать, Акреция в данном случае идет из звездного ветра звезды Вольфрое. И нам тоже на Кавказской обсерватории удалось с Игорем Антохиным отнаблюдать кривые блеска. Это уникальные данные, потому что объект лежит в плоскости галактики и полное межзвездное поглощение больше 12 звездных величин. В диапазоне он слабее 23 величины. А в ГАШК он-то порядка 12 величины вполне доступно на нашем вот Кавказском 2,5-метровом фелископе. У нас там есть красный детектор. И мы таким образом понаблюдали и вот сделали работу, которая была опубликована недавно в Astrophysical Journal. Оценили параметры систем. Также маломассивные генгеновские двойные системы. Вот модель маломассивной системы. Это оптическая звезда заполняет полосы роша, поскольку масса черной дыры в 10 раз больше, чем масса этой звезды. Это маленькая совсем полос роша. Дальше есть результаты трехмерных газодинамических расчетов, которые показывают, что область взаимодействия аккреационного диска с газовой струей, которая пополняет вещество аккреационного диска, она имеет сложную форму, она имеет вид горячего пятна, который раньше предсказывали, а вот группа Берчука, Бесикалы, Чечеткина и так далее предсказали, что должен быть еще кусочек горячей линии здесь. Это часть газовой струи, которая сталкивается с вращающимися внешними частями аккреационного диска. Вот Таня Хрузина у нас в отделе построила такую математическую модель, которую можно крутить как угодно, и нам, таким образом, нам удалось померить, во-первых, кривые блеска в ЭК-диапазоне на нашей Кавказской обсерватории измерить этих систем и по ним определить параметры таких маломассивных рентгеновских двойных систем. Ну, конечно, существуют рентгеновские двойные, это только один аспект рентгеновской астрономии. Рентгеновская астрономия изучает, как протяженный объект, это межзвездный газ, внегалактический газ, газ в скоплении галактик, газ в остатках и компактные объекты, так сказать, там разные, есть магнитары, есть рентгеновское излучение от одиночных молодых пульсаров, есть как раз рентгеновское излучение от приливного разрушения звезд в галактик в галактикных полях сверхмассивных черных двер. Сейчас несколько десятков таких явлений уже открыто, вот с борта СРГ, спектр рентген гамма и так далее. Так что это очень широко, но я все-таки рассказываю в основном о тесных двойных звездах, то, что Николай Геннадьевич как раз этим занимался, я вот к этому делал максимальное время. Вот, ну и теперь последние результаты важнейшие. Сколько у меня еще осталось? Ну вот пять минут мне еще. Вот. А, ну хорошо. Итак, вот давайте остановимся уже на важнейших результатах. Как-никак прошло 60 лет рентгеновской астрономии. Что за это время, так сказать, сделано существенного в области рентгеновской астрономии. Но прежде всего открыто несколько нейтронных звезд рентгеновских и радиопульсаров с массами близкими двух масс Солнца. Это важно для уточнения уравнения состояния нейтронных звезд. Второе. Открыто два радиопульсара вот в этой системе Ж 0737 и так далее. Один секундный, другой миллисекундный. И это прекрасная лаборатория для многогранной проверки общей теории относительности. Там эффект Шапира, там эффект замедления времени в гравитационном поле проверяется и так далее, и так далее. Дальше. Средняя масса примерно 80 измеренных по массам нейтронных звезд составляет примерно 1,45 массы Солнца. Вот она держится, она бегает там плюс-минус 1,10 массы Солнца, но держится в основном в этом диапазоне. Миллисекундные пульсары, то есть пульсары, вращающиеся с периодом порядка нескольких миллисекунд, в среднем на 0,13 масс Солнца более массивно, чем секундные пульсары. Это по радиоданным уже. Значит, это связано с накоплением вещества при раскрутке пульсара во время обмена масс. Это было высказано пресноватым Кобаном и Конбергом еще в 1974 году, когда у вас пульсар в двойной системе, начинается обмен масс, плазма падающая зацепляется за магитосферой нейтронной звезды, и нейтронная звезда дополнительно раскручивается. Но чтобы ее раскрутить, надо увеличить массу нейтронной звезды. Вот теоретики рассказали, что из-за очень маленького момента инерции нейтронной звезды достаточно всего там 1,2 массы Солнца поглотить нейтронной звезде, и она уже до миллисекундного пульсара раскрутится. И это действительно так. Вот по статистике, так сказать, из 80 уже экспериментальных измерений следует, что вот различия реально вот на 0,13 массы Солнца существуют, что прекрасно подтверждает теорию. Теперь про черные дыры. Ну, прежде всего, нет корреляции между массами черных дыр и массами оптических звезд в рентгеновской двойной. Есть черные дыры в массивных системах, маломассивных системах. Количество черных дыр не возрастает при уменьшении массы черной дыры. Вот это удивительный результат, потому что количество звезд в галактике наличных, оно очень сильно возрастает с уменьшением массы звезд. А количество черных дыр не возрастает. Распределения масс черных дыр в массивных и маломассивных и двойных различаются. Это отражает разные эволюционные пути двойной системы. В маломассивных системах, когда у вас черные дыры образуются из массивной звезды, а рядом с ней маломассивная звезда крутится, то когда у вас начинается перетекание от массивной звезды на маломассивную звезду, темп перетекания такой большой, что маломассивная звезда не успевает поглотить это вещество, образуется общая оболочка. И вот динамическое трение в общей оболочке определяет эволюцию маломассивной Уридьяновской двойной с маломассивным спутником. А когда две звезды имеют примерно одинаковые массы, обе они массивные, потому что черная дыра из массивных звезд формируют, Тогда общая оболочка не образуется, и система эволюционирует как полуразделённые. Ну и отсюда следует, что распределение по массам чёрных дыр в маломассивных и в массивных двойных системах различается. Это теоретически можно понять. Ну вот картинки. Вот та самая картинка, о которой я говорил. Это распределение чёрных дыр и нейтронных звёзд по массам в двойных системах. Вот этот высокий пик – это нейтронные звёзды. Здесь показана по оси ординат масса. А по оси абсцисс – это просто номер объектов. Нет, наоборот. По оси ординат – это количество объектов, а по оси абсцисс – это масса объектов. Вот это массивные рентгеновские двойные. Видно, что чёрные дыры распределены достаточно широко. А это маломассивные рентгеновские двойные. Чёрные дыры концентрируются к среднему значению порядка 8 массов. А это суммарное распределение – массивная и маломассивная системы. Вот видно, что есть тенденция к возрастанию, а потом тенденция резко рвётся, и в диапазоне от двух до четырёх массонцев ни нейтронных звёзд, ни чёрных дыр вообще не наблюдается. Это очень сильное ограничение на механизм образования чёрных дыр и нейтронных звёзд на поздних стадиях эволюции их звёзд. Скорее всего, всё-таки масса окончательной чёрной дыры определяется не на 100% массой исходной звезды. Здесь сказывается, может быть, на вращении ядра звезды, его магнитное поле, неустойчивость и приколапси. То есть это богатая пища для теоретиков. Вот. Ну и вот этот вот результат, сейчас я сначала его зачитаю. Самый важный, вот справа график. Чёрные дыры и нейтронные звёзды различаются не только по массам, но и по наблюдательным проявлениям в полном согласии с общей теорией относительности. Итак, во всех 80 случаях, когда компактный объект показывает признаки наблюдаемой поверхности, ну это рентгеновский пульсар, рентгеновский барстер первого типа, радиопульсар, всё это признаки поверхности. Потому что рентгеновский пульсар – это падение на поверхность нейтронной звезды, на магнитные пульсар и осевое вращение, как маяк. Мы видим горячие пятна или не видим. Вот. Без поверхности ты не получишь рентгеновский пульсар, строго периодический пульсар. Тут то же самое и остальные признаки. Так вот, во всех случаях, когда компактный объект показывает признаки поверхности, его масса не превышает трёх масс Солнца. В то же время в полном согласии с предсказанием общей теории относительности. Потому что верхний предел массы нейтронной звезды с учётом эффектов оттон при эволюции звёзд – это три массы Солнца. И вот ни один из 80 объектов не превышает по массе этого три масс Солнца. В то же время ни один из более чем 30 массивных с массой больше трёх масс Солнца рентгеновских источников, кандидатов к чёрной дырой, не показывает признаки наблюдательной поверхности. Это является косвенным свидетельством наличия горизонта событий у чёрных дыр. Вот здесь как раз на этой картинке видно, что это три массы Солнца, пунктирная линия. Вот это нейтроны – это всё объекты, которые показывают признаки наблюдаемой поверхности. Ни один из них за три массы Солнца не выходит. В то же время те, которые выходят за три массы Солнца рентгеновской источники, ни один из них не показывает ни феномена рентгеновского пульсара, ни феномена рентгеновского басера, ни феномена радиопульсара. Это уже большая статистика, это больше сотни объектов. Поэтому вот рентгеновская астрономия дала первое указание на наличие горизонта событий у черной дыры. У черной дыры нет проявления наблюдаемой поверхности. Значит, что остается? Горизонт событий, который предсказывает общая часть относительности, которая является особенностью в пространстве времени. Эту особенность можно устранить выбором системы отчета и так далее. Это не поверхность. Вот этот результат рентгеновской астрономии за 60 лет. Но, к сожалению, это не может служить окончательным доказательством черных бедов. Потому что и нейтронные звезды некоторые есть, которые тоже не показывают признаков наблюдаемой поверхности. И кроме того, нельзя судить о природе объекта по отсутствию каких-либо признаков. Вот Яков Борисович в этой связи приводил такой пример. Ученые проводили раскопки в Древней Греции с тем, чтобы доказать, что древние греки пользовались телефоном. Они искали провода. Телефоном. Искали провода. И проводов не нашли. Отсюда был сделан вывод, что ученые в Древней Греции пользовались телеграфом. А сейчас можно было бы сделать вывод, что они пользовались интернетом. Вот. Так что вот этот пример показывает, насколько опасно делать выводы о природе объекта по отсутствию каких-либо признаков. И только гравитационно-волновая астрономия и затем радиоастрономия со сверхвысоким угловым разрешением позволили получить окончательные доказательства существования черных дыр и наличия горизонтов у них. Ну, это известный всем факт, и я об этом долго сравняться не буду. Спасибо за внимание. Я должен сказать, что меня всегда изумляет, с каким энтузиазмом Анатолий Михайлович говорит, как у него горят глаза во время его выступлений. Это очень приятно и мило. Спасибо. Вопросы в зале и в интернете? В зале, пожалуйста, выходите только. Наталья Михайлович, Вы говорили про красный карлик, оптический компонент одной из рентгеновских двойных, что у него радиус сильно превышает то, что было бы ожидаемо в массе. И это индуцированный ветер. А в такой ситуации не будет наблюдаться изменение этого радиуса в зависимости от длины волны наблюдений? Нет таких наблюдений? Нет, дело в том, что этот радиус, к которому относится оценка 1,25 радиуса Солнца, это радиус фотосферы звезды. А у звезд фотосферы, даже у поздних спектральных классов, она размером несколько чего-то порядка тысячи километров. Поэтому с изменением длины волны Вы не увидите различий. А индуцированный ветер, он все-таки, он оптически тонок для оптического излучения. Поэтому он питает акрецию, и у него темп там порядка 10-8 массы Солнца в год. При передком темпе он прозрачен. Это не какая-то фотосфера, а это просто очень такой малопрозрачный, то есть сильно прозрачный, с низкой плотностью ветер. Но его вполне хватает, чтобы питать акрецию на рельсийский объект. Он дает 10,37 рпсекунды даже при темпе 10-8 массы Солнца в год. А вы видите только фотосферу звезды, а фотосфера, она не меняется с длиной волны. У меня красные гиганты, у них еще как меняются. Ну, может быть. Здесь же звезда, она почти главная последовательность. Ложный красный гигант. Нет, здесь же, я вот не имел возможности за, так сказать, неимением времени сказать, что есть симбиотические рентгеновские двойные системы, когда у вас нейтронная звезда бегает в медленном ветре красного гиганта. Вот там, да, у самого красного гиганта за счет огромной протяженной атмосферы может быть различие. Ну, это красный сверхгигант наш. Красный гигант, красный сверхгигант. А здесь звезда главной последовательности. У нее есть избыток радиуса из-за того, что она очень быстро течет, и поэтому она неравновесливая. Из-за неравновесности у нее радиус превышает стандартный. Секунду. Кто что сказал, повторите. Так, в интернете кто-то вопрос имеет или это так? Ну, похоже, это так. В зале кто-нибудь что-нибудь сказать хочет еще? Нет? Благодарим еще раз, Анатолий Михайлович. Большое спасибо. Я прошу прощения у всех присутствующих как онлайн, так и в аудитории, и руководителя, вот председателя конференции за вот эту задержку. Она связана, конечно, с моими там... Ну, подобного, это связано с нашими проблемами. Ну, так или иначе, я инициировал, прошу прощения. И я хочу рассказать вот по науке, ну, по той науке, которую делал Николай Геннадьевич, и на протяжении практически вот всей своей жизни, так или иначе, он возвращался к межзвездной среде, хотя последние годы он занимался больше процессами в активных галактических ядрах. Совсем вот последние пять лет как-то он, ну, во всяком случае, довольно часто выступал по поводу сети, проблемы сети, экзопланет и экзолайф. И вот то, о чем я хочу сказать, это его вклад в том смысле, что он затеял, он инициировал какие-то, был инициатором каких-то направлений в современной физике межзвездной среды. И на следующей странице, пересните, пожалуйста, вот здесь, вот здесь указано то, о чем я хочу рассказать. Это охватывает несколько периодов активности, вот Николай Геннадьевич, физики межзвездной среды, и начальная стадия – это термодинамика межзвездного газа, это фундаментальные свойства межзвездного газа. Собственно, все три тематики, они связаны с фундаментальными свойствами физики, динамики межзвездного газа, наблюдательных проявлений, и поэтому они до сих пор развиваются уже другими исследователями у нас в стране и за рубежом. Термодинамика межзвездного газа – это начальная его работа, начиная с аспирантуры у Соломона Борисовича Пикельнера. И я вот хочу добавить к тому, что сказал уже и Анатолий Михайлович в своем вступительном слове, и Евгения Алексеевна по поводу его стиля работы, стиля работы Николая Геннадьевича. Это чрезвычайно скрупулезный подход, очень тщательный и очень физичный. Вот это отличало его работы во всех тех направлениях, которые я знаю, но я буду говорить о физике межзвездной среды. И на следующей странице, переясните, пожалуйста, да, вот здесь показаны, собственно, первые, ну, начальные такие модели физики межзвездной среды, а именно физики ее термодинамических свойств и свойств ионизации, состояния ионизации межзвездной среды, и, собственно, неравновесной термодинамики межзвездной среды в общем понимании неравновесности, вот термодинамическом понимании неравновесности, а именно те свойства, которые связаны с особенностью межзвездной среды, как открытая система, открытая система, которая состоит из газа, газа многофазного. Эта многофазность определяется тем, что сквозь межзвездная среда пропускает сквозь себя потоки энергии самых разных видов, и в результате в ней устанавливается некая равновесие. Его иногда называют равновесным, это состояние, но это скорее стационарное состояние, если правильно говорить, с точки зрения обычной термодинамики. И вот начальные работы, собственно, начало было положено Соломону Борисовичу, это работа 1967 года, где он показал, что процессы охлаждения ко всем привычным нам процессам охлаждения для межзвездной среды характерны процессы остывания и нагрева радиационные. То есть энергия поступает в межзвездную среду с помощью той или иной радиации, скажем, космические лучи, рентген, ультрафиолет, магнитные поля, а теряются межзвездные среды радиационно, в основном в линиях Лаймон-Альфа, в резонансных линиях водорода, в линиях тяжелых элементов, тоже резонансных, и в линиях тонкой структуры тяжелых элементов. Вот левый график, там две таких, два эллипса, правый эллипс – это радиационное охлаждение высокотемпературное, там, где начинает давать вклад Лаймон-Альфа, состояние 2 пыла атома водорода, слева левая часть – это в основном ионизованный углерод, тонкая структура, и температуры, соответствующие этим переходам, слева холодная часть, углеродная часть – это где-то 10-100 градусов Кельвина, а горячая часть – это 10-4 градусов Кельвина, но есть еще более далекие, о них немножко позже. И вот это привело к пониманию того, почему межзвездная среда может быть в двухвастном состоянии. Во-первых, с одной стороны, такая диффузная, диффузный H1 газ, атомарный газ, и с другой стороны, слабо ионизованный газ, а с другой стороны, более плотная область холодного, облачного газа, там диффузные облака, ну и дальше начинается более холодная область, молекулярные облака. Дальше эта модель развивалась очень многими именами, среди них такие имена, как спицер, филд, хаббинг, силк. И это все происходило в конце 60-х, в начале 70-х годов. Вот следующий рисунок – это продолжение по существу работы Соломона Борисовича, это работа Филда Голлсмита Хаббинга, в которой они показали, что межзвездная среда двуфазна, вот она находится в состоянии равновесия, они уже иллюстративно, они иллюстрировали то, о чем сказал Пикеннер двумя годами раньше. И это видно, двуфазность видна на правой, самой правой картинке. Средняя картинка – это температура в зависимости от плотности. И вот здесь, кстати, средняя картинка показывает, что процессы неодиаботичны в межзвездной среде. На сравнительно больших временах в процессах устанавливается равновесие, связанное с равновесием потери энергии радиационной и нагреве радиационной. А в правой части это равновесие уже давления. Вот если провести горизонтальную линию где-нибудь там в верхней части кривых вот этого графика, то там решение этого уравнения, то есть кривое давление пересекает горизонтальную линию в трех точках. Две из них такие наклонные – это стационарные точки, там температура константа примерно, а средняя точка – там тепловая неустойчивость. И эта фаза, вот то, что соответствует средней части кривой, она неустойчивая. И важно то, что несмотря на вот такие логарифмические по существу зависимости слева и справа, кривые эти чувствительны к изменению параметров. Вот здесь на средней кривой, там где температуры, ну и там где давление, указаны вариации тепловых свойств газа в зависимости от распространенности углерода. Чем меньше распространенность углерода, тем будет выше температура при заданной плотности. И это существенно. Вот на основе этого такого различия Филд сделал потом, высказал гипотезу о деплеции, то есть истощении тяжелых элементов на пылинках. Следующую страницу, пожалуйста, покажите. Вот дальше это все, начиная с 1972 года и практически до конца 70-х годов, Бочкарев развивал в своих работах, к сожалению, они опубликованы в совершенно недоступных изданиях. Вот слева внизу я привел их. Это издание, которое имело бы смысл, смысл как-то Гаишу, по крайней мере, хотя бы на русском языке выложить эти издания в открытую сеть. Я не смог их найти. Я вот читал эти статьи еще, пока был в свое время, там, в 70-е годы, у себя в библиотеке в Ростове. Вот там Бочкарев развил теорию нагрева космическими лучами, слева температура, то есть зависимость интенсивности нагрева космическими лучами, в том числе и рентгеновскими излучениями, то есть вторичными электронами после воздействия космических лучей или рентгеновского излучения на электроны газа, в зависимости от температуры газа и ионизации. И вот он показал, что нагрев, собственно, деградирует в области высоких температур из-за того, что сам газ очень высокий, и до этого на это не обращали внимания. Справа он сделал, выполнил первый, один из первых. Примерно в то же самое время такие расчеты и ионизационные равновесия выполнял Шапира в Штатах, в Соединенных Штатах. Но у Бочкарева это более широкий интервал температур и большее количество тех специй, которые дают вклад в термодинамику межвездной среды. Следующий, пожалуйста, слайд. Это задолго до того, как вышли работы Допита и Садролэнда. Этот, этот, этот? Нет, предыдущий, ну да, по-моему. Вот этот, а этот следующий. А этот, да, это следующий. Вот следующий, да. Вот здесь показана уже функция охлаждения. Функция охлаждения межвездной среды, то есть скорость потерь энергии из единицы объема межвездной среды для различных условий. И здесь указаны вклады различных элементов вклады, вот, в нагрев, вернее, в охлаждение межвездной среды в зависимости охлаждения от степени ионизации газа, от присутствия или отсутствия, от наличия там пыли. Вот, ну, видно там подписано с пылью, без пыли охлаждения. Пыль играет существенную роль в охлаждении, если она не успевает разрушаться. И дальше вот эти результаты были, повторялись, в том числе, Силком, группой Силка с его аспирантами. И вот на следующем слайде, пожалуйста, переверните, на следующем слайде, да, вот это, это по существу единственный расчет в те времена, который был выполнен для парциального вклада различных ионов в охлаждение. Это сейчас особенно важно для, вот, я страницей дальше упомяну об этом, для ранних галактик, на которых, в которых, в межзвездной среде которых соотношение между тяжелыми элементами, которые дают, могут давать вклад в охлаждение, совершенно различно, оно отлично, чем от солнечного, и в том числе, сами относительные распространенности отличные, поэтому функция охлаждения может меняться в зависимости от конкретного. И продолжение вот этих работ дальше, о продолжении этих работ, о современном продолжении, я скажу на следующей странице, пожалуйста, переверните, да, вот это, вот современные работы. Здесь уже исследуется, но сейчас исследуется уже, существует понимание того, что межзвездная среда неравновесна в том смысле, что она нестационарна, кроме того, что она неравновесна с точки зрения термодинамики, она еще крайне нестационарна. Она турбулентна, она подвержена действию всевозможных внешних условий, сам межзвездный газ подвержен действию, там, скажем, спиральных узоров, спиральной структуры, галактической спиральной структуры, ударных волн от сверхновых и так далее. И вот слева показан рисунок моделирования межзвездного газа, физического состояния межзвездного газа в карликовых галактиках. Эта модель, она выполнена вот в этом году. И здесь учитываются как раз все те механизмы, которые в свое время рассматривал и описывал Бочкарев в деталях. И вот здесь видно, что такая оранжевая кривая, она имеет тип, вандервальцевский тип, это равновесие в зависимости от плотности газа. Вот эта часть, в целом, газ имеет совершенно широкий разброс как в области температур, так и в области давления и концентрации газа. Это вот характеризуется всей палитрой того, что здесь представлено. Но наиболее максимальная часть доля массы газа находится в области устойчивых состояний, а именно вот в этих наклонных линиях, которые соответствуют там, где написано WI-M и C-N-M. Теплая ионизованная среда, наклонная, почти диагональная линия оранжевая и холодная нейтральная среда, тоже оранжевая линия, наклонная в правой части. Это то, что соответствует устойчивым фазам, которые первоначально предложил или показал, предсказал Соломон Борисович Пикельнер, дальше это развивал Николай Геннадьевич. Дальше вот то же самое, по существу, все те же самые механизмы охлаждения на галактиках. Вот справа показан пример межзвездной среды, соотношение, это обычная диагностическая диаграмма, соотношение относительных концентраций иона углерода и иона гелия. Центральная такая желтая ромбик, это галактика, межзвездный газ в галактике Генн Z11, галактика на красном смещении Z равная 11. Межзвездная среда соответствует вот этой точке на диаграмме диагностики. Слева указаны активные, зелеными точками указаны активные галактические ядра, а справа такими звездочками, серыми звездочками, это межзвездная среда под действием звездообразования, излучения от звездообразования. На самом деле диаграмма сложнее, если учесть там еще ударные волны, но это отдельный разговор, ударные волны от сверхновых. Это продолжение того, что было заложено Бочкаревым, ну, Пикельнером и его учеником Бочкаревым еще вот 50 лет назад. Это развитие этих работ Бочкарева первого направления, а именно термодинамики межзвездного газа. Понятно, что это фундаментальное свойство межзвездной среды, и оно будет жить вот до тех пор, пока межзвездная среда исследуется. Пожалуйста, следующий слайд. Я боюсь, что я уже затягиваю. Следующий слайд – это работа, она уже опубликована в астрономическом журнале, поэтому она более известна. Работа касается влияния ионизующего, внешне ионизующего излучения на атомарное распределение атомарного водорода на периферии галактики. Этот газ, атомарный водород, на периферии ионизуется внешним излучением, потому что оно там за пределом Лаймановским континуумом, ионизуется, и Бочкарев и Сюняев исследовали очень тщательно, вот с присущей Бочкареву тщательностью они исследовали зависимость параметров ионизованного газа от полной массы водорода в галло, в межзвездной среде и в галло. Кстати, газовое галло возникло фактически в работах, вернее, возродилось вот в этой работе Бочкарева Сюняеву, да это оно высказывалось ранее, существенно ранее, 20 лет до этого, оно высказывалось Спитцером, Шкловским, Пикельнером и кем-то еще. Сейчас, извините, не помню. Здесь вот исследовано, предсказано следующее, обрыв распределения H1, в зависимости от того, от полного количества водорода, газа в галактике, в ней возможен разрыв, вернее, обрыв распределения атомарного газа на периферии галактики, вот как показано на левых панелях слева, на левой картинке. Очень резкий обрыв, то есть граница, просто граница, которая существует, скажем, на границе, переходная граница зон H2, а это вот такая внешняя зона H2. Эту переходную границу, вот я знаю просто, что вот эта работа Бачкарева-Сюняева произвела на Салпитера в свое время очень такое мощное впечатление. В 91-м, 92-м году мы с ним встречались в Италии на обсерватории Арчетри, он там был, ну вот в своем отпуске, и он продолжал работу, как раз направленную на то, чтобы наблюдательно исследовать этот обрыв, резкий обрыв, то есть то, что называется эффект селфшилдинг, самозащита атомарного газа от ионизации в других галактиках. Один из примеров, это М83, с автором Салпитера была Корбели и Движи Корбели. Это первые, кто высказал, кто показал наличие вот этих обрывов в галактиках на периферии галактик в атомарном водороде, они наблюдали далекую периферию. На следующем слайде показано продолжение для той же самой М83, и вот здесь, ну слева показано М83, как она видна там в оптике, и в радиолиниях в 21-м сантиметре оптика – это оранжевая часть, красно-оранжевая часть. А справа показано уже распределение атомарного водорода на расстоянии до 60 килопарсек. Вот здесь на левой картинке всего 40 килопарсек, а если смотреть на это с большей чувствительностью по 21-му сантиметру, то они дотягивают до 60 килопарсек. Это огромное гало, такие атомарные, даже атомарные в атомальном углероде, то есть водороде гало, наблюдаются в других галактиках. Это один из ярких примеров. И здесь видно на расстояниях порядка 10, ну где-то 15 килопарсек, видно резкое убывание атомарного водорода из-за того, что масса, полная масса водорода мала, и она не способна поддерживать, удерживать все то ионизующее излучение, которое приходит извне. Это пример вот как раз таких самозащищающихся, самозакрывающихся галактик, в смысле их галактических распределений атомарного водорода. На следующем слайде показано другое следствие, связанное с наблюдениями, опять же, с этими обрывами, обрывами распределения атомарного водорода в галактиках. Вот как здесь, слева указывается несколько моделей. Это модельные картинки, то есть это космологические модели, в которых начинается формирование галактик, ДЛА, насыщенных лайн-альфа-систем на красных смещениях, там начиная ДОКИ и дальше. И в зависимости от массы атомарного водорода, вернее, полной массы водорода в галактике, резкий обрыв, то, что называется self-shielding, усеченное образование, усеченное распределение водорода, оно начинается на разных расстояниях и имеет различную форму. Чем меньше полная масса газа, тем более плавная граница между внутренней частью и внешней границей, вот как показано на правой картинке. И с этим связаны наблюдения и определения темной материи по кривой вращения на водородных линиях, на линиях 21 сантиметр. На следующем слайде, покажите, пожалуйста, на следующем слайде, это откровенно видно, вот слайд, это работа 1997 года, слева, это измерение кривой вращения в галактике NGCE 253 и на периферии, на расстояниях 10 и далее килопарсек видно укручение, то есть падение, распределение, падение лучевой концентрации атомарного водорода. Здесь показывают, они показывают это, связывают с этим падением, во-первых, фотоионизацию излучения, но еще добавляют сюда вот эта изломанная пунктирная, не пунктирная, а штриховая линия, длинные штрихи, это обрывается темная материя, распределение темной материи, то есть сферическое гало, там начинает резко завалять свое распределение на этих расстояниях. Это попытка связать эти, попытка измерения на кривое вращение, на тех расстояниях, где водорода становится уже мало. То есть это связано либо с ионизацией, скорее всего с ионизацией, либо, вот как считают эти авторы, Буленд Хаватар и другие, либо с изменением массы темного галу. Вот я вот слышал тут... Реклама шла. А, реклама, ах, понятно, ладно, извините, я перепугался, ладно. Откуда она взялась, непонятно. У кого-то выключен микрофон, не по делу, выключите, пожалуйста. Пожалуйста, никого не достану. Хорошо, правая панель, это уже... Это копия, я взяла у отца. Вы его любовница? Вы в своем уме? Какой еще отец? Мой отец, Игорь Петров. Я не пойму, кто это. Что ты делал? Там, Кенатин, Кенатин. Он вообще отронял меня. Нацлишвили, выключите микрофон. Нацлишвили, выключите микрофон. Вот, все. Ага, все, спасибо, спасибо. Правая панель здесь, это уже использование, использование идеи самозащиты атомарного водорода, вот идея Бочкарева-Сюняева, в космологических расчетах, ну, это известная группа Кравцов и многие ребята из АКЦ, в том числе, из группы Зельдовича, они моделируют, они делают крупномасштабные модели образования галактик, структуры галактик, ГАЛО и вот их характеристики. И вот сейчас они дошли уже, это работа 22-го года, они дошли уже до размеров галактик и смотрят в галактиках соотношение между массой ГАЛО, между массой звезд и массой атомарного газа по линиям, по нейтральному газу. И зеленым овалом обозначена та область, куда попадают галактики, которые обозначены Шилдинг, Селф-Шилдинг. Селф-Шилдинг – это те галактики, которые защищают водород от атомизации своей собственной большой массой. Они оказываются вот здесь, в области звездных масс галактик, начиная от миллиона и до 10 миллиардов солнечных масс. Согласно ним и соответствующая масса водорода, это вот приведено здесь на вертикальной шкале, наблюдательными показаны оранжевые точки. Это наблюдательные кривые, это соответствие наблюдений тому, что действительно есть в галактиках с учетом эффекта Селф-Шилдинга. Это вот работа последнего времени. Вот из этих двух направлений, о которых я сказал, они действительно имеют фундаментальное значение, потому что те области, в которых они продолжают развиваться, идеи, в которых продолжают развиваться, они будут еще долго развиваться, судя по всему. На следующем слайде, покажите, пожалуйста, я перехожу уже к локальной межзвездной среде. Это увлечение Бочкарева последних, может быть, лет прошлого столетия, когда он еще занимался межзвездной средой, но уже он переключился на очень локальную межзвездную среду. Она существует, и впервые о ней заговорили, начиная, по-моему, с 65-го, если не раньше года, когда обнаружили луп-1, петлю-1 и другие петли на гринбенке в синхротроне на частоте 405, по-моему, мегагерц. Вот эта картинка, бабл, значит, в центре, вот здесь, в центре находится крестик, это Солнце, а тут недалеко находится скопление Скорпиона и Центавра, ну, вот как-то они там вместе. Сейчас я к этому вернусь, если успею. И вот здесь находится луп-1, а дальше там филаментарная, вокруг луп-1 еще филаментарная структура, и потом здесь же был обнаружен северный полярный шпур в рентгене на Росате. Картинку, которая нарисована здесь, привел впервые в 79-м году Уивра на одном из докладов на симпозиуме МИМАС, и дальше она стала развиваться. развиваться несколькими группами. Считалось, что вот эта оболочка, такая гигантская сверхоболочка, сформирована как раз вспышкой от 10 до 30 сверхновых в скоплении Центавра, это как по оценкам Уивера. И дальше эта оболочка установилась в таком квази-стационарном состоянии на несколько миллионов лет. Возраст этой оболочки оценивается где-то от 1, от 10 до 30 миллионов лет. Следующий слайд, пожалуйста. И вот этой проблемой занял Собачкарев. Вот эти два рисунка, это его работы 86-го, по-моему, даже 85-го и 87-го годов. В 87-м году в Астрофизик Спейсианс вышла его огромная работа, там на 80-м с лишним соним, страниц, где он детально исследовал все возможные свидетельства в пользу вот этой схемы, которую он нарисовал. А именно вот там слева внизу такой язычок, и в нем внутри виден значок Солнца, это мы. А вокруг нас слева в направлении на центр галактики 330 градусов, это галактическая долгота, это немного отстоит от центра галактики. И вот там наблюдаются все эти структуры, и в том числе, как ЛУП-1, так и Северный полярный шпур, которые в настоящее время, они просто отождествляются, эти названия. Совсем локальная межзвездная среда, вот здесь она показана на правой картинке, это тоже из работы Бочкарева, это оболочка, которая движется звездным ветром от Скорпиона Центра. Эту деятельность Бочкарев развивал совместно с Михаилом Ивановичем Рябовым из Одессы, они рассматривали на, в длинновом радиодиапазоне, они прослеживали возможные следы на эффекте сентиляции, межзвездных сентиляций. И, ну, я не буду останавливаться на этих работах, потому что действительно там огромное направление, и их работы, они имеют в этом смысле тоже фундаментальное значение для понимания своей смежзвездной среды в локальной окрестности. Локальная окрестность от 1 до 200 парсек. Дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Схема, которая, в рамках которой, вот если построить такую простую и геометрическую схему, в рамках которой это дело рассматривал Николай Геннадьевич, она представлена вот здесь черным рисунком, двумя окружностями, пересекающимся. Внутренняя часть это локальный пузырь, а внешняя часть это луп 1, это сверхпузырь, который связан как раз с, предполагается, что связан с скорпиона-центавром. В левой части это уже северный полярный шпур, луп 1, который регистрирован, был регистрирован вот в этом диапазоне энергии от 0,5 до 2 кФ на Росате. Дальше, пожалуйста. И здесь пока все складывалось, все нормально складывалось, но потом возникли проблемы. Проблема первая, это источники энергии. И вот здесь показаны уже основанные, последние наблюдения скорпиона-центавра на скопление на Гае. Это результаты Гаи. И показаны слева это скорпион, верхняя часть скорпиона, а справа это центавр. И вот дальше эта область исследовалась очень тщательно различными авторами, в том числе в последнее время это Дамьяне, и перед ним еще делали Прайбеш и с авторами. И они показали, что здесь-то в скорпиона-центавра существует всего три звезды. Три О-звезды с массами в пределах от 10 до 22 солнечных масс. И возрасты, важны еще возрасты этого. То есть сейчас существует слишком мало звезд, которые можно было бы связать, вернее, с наличием которым можно было бы связать вот высказанное предположение у Ивера о том, что около 10-30 вспышек сверхновых произошло оттуда. Просто это слишком большая цифра по сравнению с тем, что наблюдается сейчас. И на следующем слайде, и даже нет, следующий слайд можно, ну вот покажите его, пожалуйста, следующий слайд. Это вот здесь ближайшие, ближайшие, да, вот это лучшее, ближайшие, ближайшие звездные скопления, ближайшие к нам. Галактика, то есть не галактика, а мы находимся в центре, в координатах Y, XY, 0, 0. и скопление Центавра, Скорпиона Центавра, это вот в правой части, близко к 0, 0, близко к Солнцу, такое яркое пятно. То, что слева находится, это уже неинтересно. Луп-1 и северный полярный шпур наблюдаются как раз из области от нас вправо, в правую часть. Вот здесь показаны красным светом, наверху показаны возраста звезд, представленных разными цветами. Центральная часть это звезды с возрастом меньше 5 миллионов лет. А то, что дальше уже вот 5, от 5 до 10, это уже зеленым, их меньше, их просто меньше по числу штук. Это данные, по-моему, того же Прайбиша и других. И вот отсюда уже делается вывод, как только, вот еще покажите следующие слои, пожалуйста. Как только появились какие-то работы, связанные, связывающие уже эти области Луп-1 и северный полярный шпур с центральной молекулярной зоной галактики, сразу внимание переключилось, появилась альтернативная модель. И эту модель активно по началу развивал Софуэ в Японии. Это наблюдение, вот здесь показано наблюдение на 3 сантиметрах радионаблюдения, на Дальше это повторил Блэнд Блэнд Хаутер на 8,3 микронах. И эта идея о том, что петля 1 и северный полярный шпур не обязательно связаны с локальным пузырем, а скорее всего с центром галактики, стала развиваться в ряде этих работ. Следующий слайд, пожалуйста. И сейчас я пробегу по этим слайдам побыстрее. Вот картинка на 408 МГц. Это работа Софуи 1994 года. Он связывает это наблюдение в направлении на центр галактики. Вот вся здесь видна галактическая плоткость и пузырь. Пузырь, который представляет как раз петлю 1. И дальше пошла череда работ, которая подтверждает все более и более склоняет зрителей, то есть нас, к тому, что все происходит в центре. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, например, здесь это Бленд Халтон и Саутро показывают набледнение рассад, затем центральную область рассад на полутора кэлах и затем показывает инфракрасную область, то, что измерял перед этим Софуи. на 8 и 3 микронах. И из этих трех панелей они делают вывод, что все происходит в центре галактики. Более того, сейчас следующий слайд покажите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, наблюдение 2020 года на это совместная здесь картинка. Синим показаны результаты Ярозиты. это РГА, спектр РГА, а красным показан Ферми, то есть гамма. Рентгеновская и гамма излучения. Рентгеновская, то, что показывает Эрозита, это то, с чем связывается северный полярный шпур. И с чем связывалось до сих пор согласно тому, что развивал модель межзвездной среды, которую развивал Бочкарев, начиная Суивера и все те люди, которые занимались локальной межзвездной средой. Но основная часть этого исследования, наиболее доказательная часть, она шла от Бочкарева, от работы Бочкарева. Отсюда пошли сомнения. И уже никто не сомневается сейчас в том, что фермебаблы, вот эта красная часть, это результат центральной активности галактики. Следующий слайд, пожалуйста, покажите. Вот на следующем слайде это первые наблюдения, как раз в 2010 году появились наблюдения спутники Ферми, наблюдения Ферми Баблов, центральная часть, пунктиром здесь проведена область северно-полярного шпура. А справа уже модели. В 2015 году Саркар с авторами провел численное моделирование активности центральной области галактики с активностью 5 десятых солнечной массы в год. Это слишком много, это в 5 раз больше, по крайней мере, в 5 раз больше того, что наблюдается в центре галактики. Более детальные и более в каком-то смысле корректные наблюдения, не наблюдения, а расчеты моделирования проведенного Васильевым. И вот здесь на нижней панели показана такая маленькая, но эта маленькая область соответствует как раз пузырю в рентгене Васильев и компания. Здесь модель уже требует 1 десятый массы солнечных годов. Если будут вопросы, я отвечу почему. Объясню, почему это так. Но модель, последняя модель Васильева, она уже показывает прямую возможность того, что центр галактики является ответственным за фермебаблы и, возможно, скорее всего, за северно-полярный шпур. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Дальше я хочу сказать о том, что на самом деле не все так однозначно и, как бы сказать, черно-белое. Картина не черная-белая. Опять мы возвращаемся к оболочке к локальной сверхоболочке в локальной международной среде. И это связано с тем, что в 96-м году появились работы, появились наблюдения, вернее, не наблюдения, эксперименты определили наличие ферм-60 железа 60-го радиоизотопа в земной коре. Это в этом самом Тихоокеанской долине. Нет, не долине, а как ее называют. В падине. в каретях Тихоокеанской падины. Поскольку распад, полураспад, время полураспада порядка 2,5 миллионов лет, то это означает, что где-то там, скажем, 2,5-5 миллионов лет назад произошла одна несколько вспышек сверхновок, которые обогатили вещество Солнечной системы. вещество Земли, в частности. И дальше группа немцев, они уже давно это отставят идею, то есть они стоят очень твердо стоят на модели локальной, локального происхождения, вот тех структур, о которых Бачкарево писал в 86-м году. Вот здесь картинка проекция, вертикальная проекция и горизонтальная, горизонтальный срез справа и вертикальный срез слева. Лупа один и местная петля, местный пузырь вернее, желтым показан местный пузырь, это то, где мы находимся, а оранжевым это луп один, тот пузырь, который связан с луп один. Зеленым и синим показаны траектории звезд скоплений, в первом случае это скопление, сейчас я не помню его, это веле, скопление веле, по-моему, а второй случай это ТР-10, я с трудом нашел его, это есть скопление где-то недалеко от вели, которые проходят, вот слева направо проходят как раз область, область, ну, нашу область, и в какой-то момент дальше они построили модель того, что случайным образом вот те траектории, которые пересекают наш пузырь, в них эти звезды взрываются как сверху, и получается следующая картинка на следующем слайде. Прошу прощения. Вот на этом слайде вверху показано слева распределение сечения, это вертикальное сечение, то есть плоскости Х, У, а внизу показано сечение наоборот, это плоскость Х, У, вверху, а внизу плоскость З, то есть это вертикальное распределение. И центр здесь 0,0, слева вот здесь крестиком в точке 0,0 показано, крестиком маленьким его не видно практически, показано Солнце, и направление направо это направление на центр галактики. И они объясняют, а справа показана их модель, вот такая синяя, их модель уже в таком реалистичном исполнении межзвездной среды, то есть вот здесь межзвездная среда предполагалась однородная первоначальная, в которой происходили вспышки сверхновых, вот такими секторами окружности показаны модели вспышек сверхновых ударных волк, как если бы они взрывались, это аналитические модели, последовательно вот в маленьких тех точках, которые вот здесь, вот кружочки, кружочки с точками, вот здесь они отходят буквой такой, ну не буквой, а птичкой на всех панелях, маленькие кружочки, это последовательные вспышки сверхновых, и они могут объяснять, во-первых, они совместны, согласно тому, что они вот провели промоделирование, они совместны с наблюдениями северного полярного шпура, петли, петли один в синхротроне и с моделью звездной эволюции в тех скоплениях, которые, из которых эти звезды вылетали. Это последняя модель, и вот эта интрига, так или иначе, она добавляется в эту проблему. То есть, дальше переверните, пожалуйста, следующий слайд. И дальше, дальше я скажу несколько слов буквально вот о чем, что в действительности это та точка зрения, которую ну сейчас мы у Дженни Васильев, ну я вместе с ними, Женя Васильев, там и группа еще людей, мы разрабатываем в отношении как раз этих структур идею о том, что это суперпозиция, суперпозиция местных явлений, очень частых явлений, в частности, в нашем местном, но не в местном, вот у Скорпиона Центавра и соседних скоплениях, и в других скоплениях, направления на центр галактики, в том числе и центр галактики там. На нижней панели здесь это пространственное распределение по координатам, галактические координаты, скоплений в направлении на центр, они кучкуются, у них плотность направления на центр галактики очень велика, то есть, если мы посмотрим проекцию пузырей одних, от этих, то она, фактор заполнения там будет единица, и поскольку каждый из этих, вернее, проекцию сверхновых, остатков сверхновых, каждый пузырь пересекается, он дает суммарную оболочку. То, что мы видим, это наложение центральной активности в центре галактики активности вместе с активностью на молчае зрение. И следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь это суперпозиция, ее можно увидеть на тех клочках распределения, которые показаны на различных частотах. Это WMAP и наблюдение 408 МГц, да, и 850 ГГц. Все эти как их назвать, суперпозиции, проекции, они могут давать здесь вклад очевидным образом. И последняя страница, вот здесь я подчеркну, последняя страница это заключение, которое подчеркивает собственно то, что интрига остается. То, что высказывал в 86-м и дальше Бочкарев, оно здесь остается, потому что это, вот это, то, что здесь показано, это диффузные межзвездные полосы, то, что DIB, яркая область, это наиболее высокая концентрация этих диффузных полос в этой области, но это делается на основе поглощения и экстинции от галактик, объектов каталога СДСС. Самое важное здесь это следующие две детали. Первая деталь это наличие вот этой петли, аналогичной петли луп-1 и северную полярную шпуру, которая простирается слева направо. Там просто явно видны эти следы. А второе это то, что расстояние, медианное расстояние до источников, до звезд составляет 2-3 килопарсека. Значит все эти структуры петля луп-1 и северный полярный шпур, они частично могут находиться здесь внутри на расстояниях ближе, центр галактики. Вот этим я заключу. Спасибо. Если есть вопросы, я отвечу. Так что, спасибо. Так, в зале есть вопросы? Пожалуйста. Выходите. Скажите, пожалуйста, вот эта картинка, она по всем, что значит, во-первых, по всем диффузным полосам, а во-вторых, насколько я помню, диффузные полосы ведут себя очень по-разному и некоторые из них коррелируют, например, с межжевездным покраснением, некоторые не коррелируют. тут прямо по каким именно полосам? Что значит по-разному? Нет, я вам этого сейчас не скажу, по каким именно полосам, это можно посмотреть на работу от Лан, Минард, посмотреть, если хотите, дайте мне какие-нибудь координаты, я вам пришлю. Но здесь важно даже не то, что там они совпадают или не совпадают с эксинцией, а важно то, что это поглощение от этих полос наблюдается на расстояниях меньших 2-3 килопарсек. Вот что важно. Это означает, что поглощающий газ лежит у нас в галактике, очевидно, потому что он связан с какими-то структурами галактики и лежит на расстояниях ближе, чем к центру. Поэтому я и хочу сказать, что то, что Бочкарев в свое время высказывал относительно локальной межвездной среды, оно остается в рамках этой проблемы. И это еще долго будет развиваться. И та вот детальная, очень детализованная картина, которую он нарисовал, она будет так или иначе сохраняться. Спасибо. Так, еще вопросы? Можно замечание, дополнение определенное? Давай, Мир. Да, конечно. Андреич, спасибо за то, что вы упомянули нашу работу. Буду благодарен, если вы можете получить вашу презентацию. Вот, порядки уточнения, вот, интересна история немножко той работы, которую мы делали с Бочкаревым, вот, она оказалась, связана была с тем, что мы вместе с Докисоманским на радиоскопе ДКР-1000 в Пущино провели программу десятилетнюю по наблюдению мерцаний гигалактических радиоисточников на частоте 100 МГц, всего 75 источников наблюдалось, и объединили с данными СЛИ обзора такого же мерцания источников южного полушария. И так как мы искали вообще несколько иные вещи, но результат нас привел к тому, что мы при обсуждении с Николаем Геннадьевичем и уже в дальнейшем тщательном анализе с ним совместно, вот, выяснили, что эти мерцания оказались достаточно небольшие по продолжительности это порядка месяцев потока, и, конечно, они были привязаны не отдаленным областям межзвездной среды, а именно вот к местной межзвездной среде. Сравнивая зоны этих мерцаний, которые локальные, которые просвечивали радиоисточники, вот удалось получить очень интересный результат, и вот мне очень приятно, конечно, что этот результат виден и слышен и помнят о нем, может быть, даже как-то он будет дальше развиваться нами, у нас сейчас ряд инструментов появился, которые мы можем использовать, это лафаровские инструменты, которые достают эти частоты, и они позволяют сегодня на современном уровне все это делать, математизированным образом, так что это нас вдохновляет на вот такие вот продолжения таких работ уже сегодня, вот спасибо большое. спасибо, спасибо, Михаил Иванович, я видел вашу работу в этом, по-моему, это ваша работа была как раз по этому поводу в припринтах. Это была Transactions работа была, Transactions была работа в нашем Astronomy и Стратегии была эта работа по... А, значит, я ошибаюсь, но тем не менее, да, я просто упомянул ваши работы, но рассказать о них просто здесь не хватило бы времени, детали. Понятно, понятно, это немножко другая, как бы... Transactions в открытом доступе, так что Transactions можно ввести. Да, 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 но это очень большая область, я вам пришлю, если вы пришлете мне ваш адрес, я вам пришлю, я вам пришлю, с удовольствием, найдем друг друга, да, спасибо. Вот адрес докладчика виден просто на экране, он подписался им. Так, еще вопросы есть? Так, в чате висит, а где это посмотреть? в чате? Нет, просто написано «Да, все видно». Хорошо, оно было давно не прощено. Я пришлю вам ссылку на работу Transactions, где это было. Хорошо, да, спасибо. Я думаю, что будет это... А, ну вот хорошо, и заодно мы обменяемся. Да, да, хорошо. Еще вопросы, высказывания. Еще раз благодарим докладчикам. Спасибо. Маша, что у нас происходит? Доклада Жени не будет, что ли? Не будет, да? Тогда давайте вот что сделаем. У нас выполнена, кроме доклада Каицкой, вся повестка до 15.30. Так что до 15.30 объявляется перерыв, если не будет доклада Каицкой. Ну вот сейчас... Боря, да. Значит, если сейчас перерыв, одеду... Я послал по почте сведения о приезжающих в Болгарию, кто будет, приедет. Вот. Это Григоренко из ИКИ. Ну, я посмотрю, Миша, я посмотрю, только сейчас. Не до сейчас мне до этого. Я понимаю, что не сейчас, но это... У меня сегодня вообще, я так давно, давно тяжело не организовываюсь. Это я понимаю. Так, теперь скажите мне, пожалуйста, на связи ли Лаиса Николаевна Водолашская? Я ее видел, ну вот сейчас не... Вот уже хорошо, что Карен откликнулся, потому что следующий был вопрос, где Карен. Так что вы готовьтесь, Лаиса Николаевна и Карен, после перерыва вы будете. Да, спасибо. Здравствуйте, то хотят, я услышал. Кто это сказал? То хотят. Я на связи. Здравствуйте. Все, 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 Карен, значит, спасибо вам большое. Значит, вот только нам нужно еще и Лаису Николаевну раздобыть. Да, да, я думаю. Так что перерыв, полчаса, да, Маша? Хорошо. Так, коллеги, здрасте. Значит, есть ли у нас на связи Лаиса Николаевна Волжанская. Добрый день, я на связи, вы меня слышите? Мы вас прекрасно слышим, очень хорошо. А попробуйте сейчас сразу, вы первый докладчик после перерыва, попробуйте подключить презентацию. Так, уважаемые коллеги, что-то в зале совсем мало народа, вот, но зато на сети не так мало народа, надо сказать. Вот, мы начинаем следующую сессию, сессия касается архиоастрономии, и у нас первые два докладчика, это, которые делают совместный доклад, это Лаиса Николаевна Водолажская и Елена Геннадьевна Гиенко. Астрономическое наследие, культурная астрономия и архиоастрономия, достижение, проблемы и перспективы. В памяти, Бышка, вопросим. Так, начинайте, пожалуйста. Добрый день, да, у нас Елена Геннадьевна сейчас летит, вот, на конференцию тоже другую, и поэтому доклад буду делать я. Значит, материалами она, в общем-то, меня поддержала при создании этой презентации и, как бы, суть этой презентации у нас была проговорена с ней, это проблемная презентация, проблемный доклад. Вот, памяти Бочкарева он посвящается. Будем так говорить, у нас, как бы, в древности за науки отвечало только две музы, за историю и за астрономию, то есть, Клио и Урани. Они воздействуют на человека так же сильно, как поэзия, музыка и, будем так говорить, периодически и астрономы подпадают под их влияние, под их воздействие. Вот, мы считаем, что Бочкарев, несмотря на то, что он был таким выдающимся астрономом известным, но подпал под вот, чары этих двух мус и, вон так говорить, увлекся архиоастрономией. Вот, но это нетрудно сделать, особенно в горах Кавказа, вот, там на высотах ночью небо как бесподобное, такого внизу у нас на равнинах не увидеть, конечно. Вот, его, вот здесь фотографию я привожу ночного неба Кавказа в Армении, вот, как раз над комплексом мегалитическим Караунж, которым занимался, исследовал который Николай Геннадьевич Бочкарев. Как бы объектов у него немного было исследовано, но похоже, что он вложил в них, в эти исследования всю свою душу. У него, как бы, есть там буквально два-три, две-три публикации, вот, они созданы, написаны по, в результате общения его с астрофизиком армянским Геруни. Вот, он немного раньше стал заниматься исследованием Караунжа. Вот, они как бы не имеют археологического исторического образования оба, оба довольно известные специалисты в области астрономии и астрофизики. Вот, они самостоятельно ставили себе задачу, а постановка задачи, это, безусловно, очень сложная штука, вот, и самостоятельно ее решали. Они исследовали, пытались найти астрономические закономерности в этом мегалитическом комплексе. Я бы не хотела сейчас рассматривать подробно это исследование, тем более, как бы, критиковать или подвергать сомнению выводы. Хочу отметить, что это были исследования, проведенные на самом высоком научном методическом уровне, вот, именно специалистами-астрономами. Вот, безусловно, хотелось бы верить, я думаю, Николаю Геннадьевичу в то время, что его усилия не пропадут, не пройдут даром, что они послужат становлению археастрономии как науки в нашей стране. Насколько мне известно, он способствовал организации археастрономических семинаров в нашей стране. Вот, сотрудничал Стамилу Михайловну Потемкиной, в общем-то, присутствовал на этих семинарах тоже и в Аркаиме, и в Новосибирске на сундуках. Вот, но вся беда в том, что вот уже 30 лет, почти 30 лет прошло с первого, с первой конференции археастрономической, которую организовывала Стамила Михайловна Потемкина в институте археологии, вот, по археоастрономии. В общем-то, археоастрономия как была маргинальным направлением научным, в общем-то, так маргинальным направлением и осталось. Поэтому под заголовок моего доклада я бы хотела сделать таким. Кто виноват и что делать? Астрономы периодически, в общем-то, увлекаются и начинают исследовать древние памятники с помощью той методологии, которой владеют как астрономы. Вот, но их труды, как бы, их статьи, они тонут в общей массе публикаций, которые не отличаются хорошим уровнем методологическим и не отличаются вообще научностью даже. Не только корректностью, но и научностью. И, соответственно, все это направление, оно, в общем-то, дискредитировано. Начинается буквально все с определения, что такое археоастрономия. И тут я хочу привести примеры. Вот, Бочкарев, он не давал определения археоастрономии. Оно косвенно, в общем-то, читается из его статьи. Оно близко, в общем-то, определению, которое дает астрономы этому направлению научному. Вот здесь я привожу три наиболее характера. Первое, это западные специалисты Авенеи и Синклеер. Археострономия это междисциплинарное научное направление, изучающее то, как люди в древности понимали небесные явления, как они использовали эти явления и какую роль небо играло в их культурах. Никифоров, Михаил Геннадьевич, тоже просто герой нашего времени, который делает фантастические усилия, прилагая для того, чтобы внедрить математику в это направление научное. Это молодая наука, которая изучает астрономические представления древних обществ. То есть во многом близка первому определению. Третье определение я хотела дать. Это междисциплинарное научное направление, в рамках которого изучают историю зарождения и развития астрономии на этапе прото- или преднауки протоастрономии и влияние протоастрономических знаний на культуру и технологии древних обществ, в том числе с помощью астронома геодезических методов. По большому счету все эти три определения сходятся в чем? Что речь не идет об астрономии, о существовании астрономии как науки в древности. Что это либо астрономические представления, либо понимание в древности, как в древности люди понимали небесные явления, либо определение, которое стараюсь дать основываясь используя терминологию наших философов это протонаучный период развития астрономии. Вот что мы читаем когда речь идет об археострономии с точки зрения археологов. Значит археострономия это древняя астрономия. Вот древняя астрономия и все. А второе инструментальные исследования астрономических направлений на археологических памятниках полевых условиях. То есть археострономия это часть полевой археологии. Тамила Михайловна стоит как раз на этих позициях. И некоторые исследователи такие как Ларичев, Марсадова, Фисенко это археологи историки и вот Елена Геннадьевна Геенко придерживается этой же точки зрения что археострономия это фактически астроархеология. Вот все это вместе можно назвать кабинетными и полевыми астроисследованиями. Ну это термин Марсадолова Леонида Сергеевича сотрудник археолог у нас из Эрмитажа. Кстати сразу хочу сказать что Потемкина Михайловна и Марсадолов Леонида Сергеевич это два ведущих у нас археостроном астрономия но археолога. Значит и третий пункт это цитата из статьи Леонида Сергеевича Марсадолова что такое астроархеология. Он отождествляет ее с археострономией. Это новое научное направление в России которое начало разрабатываться только с 80-х годов. Синтез древних астрознаний а в основном представленных на элитных и культовых объектов в разных регионах мира. Огромные разделы древних знаний астрономия математика география часто взаимосвязанные между собой пока остаются слабо изученными в современных археологических исследованиях. Это значительно обедняет наше представление о ранних этапах развития практических сакральных и научных достижений прошедших эпох. То есть астрономия математика география звучат как науки. То есть это не подчеркивается что это еще на этапе не сформированного научного метода существовало. Значит и Леонид Сергеевич он все-таки еще раз подчеркиваю у нас ведущий археоастроном в стране один из ведущих вот дает такую картину развития археоастрономии в нашей стране. Он выделяет три этапа. Первый этап интерес к древним артефактам отражающим астрономические представления. Он датирует его где-то с 17 века до наших дней. Это этап визуального и семантического изучения астроартефакта. Археологи почти не применяли специальные астрономические методики в тот период лишь изредка использовали выводы и консультации астрономов-профессионалов. Второй этап начиная с 1960-х годов в России был осуществлен более детальный анализ и счет изобразительных элементов и образов на древних астроартефактах календарях и картах звездного неба. Одновременно изучение астроаспектов на археологических предметах специалистами с астрономической подготовкой. Ссылки идут на Бурштейна, Куртика, Каурова, Житомирского, Чернитенга. И третий этап середины 80-х годов. Археологи начали активно приглашать в экспедиции или использовать консультации и методы астрономов. Здесь перечисление идет астрономов, которые делали расчеты для археологов, потому что археологи, как правило, расчеты не делают. Ну, проблемы у них с этим. Вот, значит, ссылаются на две самые яркие фамилии, я их здесь приведу, это на Юревича и на Бочкарева. То есть Юревич и Бочкарев это просто астрономы консультанты у археологов, археоастрономов. То есть в пор не видим постановки самостоятельной задач астрономами, ну, не всеми, которых он приводит, безусловно, а вот как минимум Бочкарева и Юревича, не видят их вклада. То есть в принципе не видят вклада и работы астрономов вот в этой области по изучению древних памятников вообще. То есть умножают все на ноль. Первые эмоции, конечно, расстроятся и обидятся. Ты, значит, много лет работаешь в этом направлении, публикуешь результаты, вот, а тебя и твоих коллег считают просто консультантами. Но дальнейшие размышления на эту тему привели к очень интересным выводам. Вот если проанализировать, а кто у нас вообще занимается архео-астрономическими, ну, или астро-археологическими, как склоны археологи это назвать, исследованиями. Это не количественные пропорции, просто, я хочу сказать, в этом, как правило, участвуют в таких исследованиях. Археологи, ну, дроп-историки, астрономы, ну, либо астрофизики и исследователи других специальностей. Сразу хочу сказать, я не представилась, вот, я по образованию астрофизик закончила, значит, кафедру астрофизики, ныне физики космоса Ростовского государственного университета, вот, увлекалась еще с детских лет, в общем-то, историей и древними культурами и в дальнейшем получила образование историческое, вот, дополнительное, археологическое и музейное. Работала, ну, в общем-то, в Южном Федеральном Университете, в Педагогическом Университете, в музеях кроевидения, история и в археологическом музее-заповеднике Танас. В общем-то, я как бы, да, принимала участие в археологических экспедициях. То есть, я знаю кухню археологическую, музейную, в общем-то, изнутри. И, соответственно, так получилось, что у нас в регионе основные авторитеты археологические очень негативно относились к археострономии изначально. И мне пришлось потратить порядка десяти лет на то, чтобы интегрироваться сначала в их среду, археологов, чтобы они, в общем-то, признали за мной право заниматься археологическими исследованиями на равных, стали публиковать мои работы не по археострономии, а по их классическим археологическим тематикам в журналах археологических. И только потом я смогла начать, получив доступ к археологическим материалам полноценным, делать археострономические исследования. Безусловно, постановка задач была всегда за мной, потому что меня как астронома интересовали именно астрономические аспекты. Никто из археологов был бы не в состоянии поставить такие задачи. Просто. И решать. Вот. Значит, и когда мы видим на вот этот состав из археологов, астрономов и исследователей других специальностей, которые занимаются археострономическими исследованиями, мы понимаем, что главный парадокс археострономии, препятствующий развитию и признанию научным сообществом, это то, что для проведения астрономических исследований необходимо знать астрономию, для археологических археологию, а для археострономических ну, как бы надо знать и астрономию, и археологию, однако, как правило, их проводят специалисты, не знающие либо астрономии, либо археологии, ну, а чаще всего ни того, ни другого. Сертификация археострономии же у нас не существует, поэтому, кто хочет себя археострономом, тот и называет. Как следствие, низкий уровень исследования, это так мягко говоря, масса ошибок в статьях и в исследованиях и негативный имидж археострономии, ну, и астроархеологии, в том числе, в научном сообществе, вплоть до непризнания ее научным направлениям. К общепризнанной научной области, в рамках которой можно было бы изучать историю зарождения и развития астрономии на этапе протонауки и ее влияние на культуру древних обществ, относится к культурология. Вот ее еще называют вот этот раздел культурная астрономия или астрономия в культуре. Ну, это, как правило, сейчас вот на западных научных кругах фигурируют эти термины. Вот, а в рамках культурологии исследование влияния вот протоастрономических знаний на культуру древних обществ связано с изучением астрономического культурного наследия, которое включает в себя астрономические артефакты и сооружения, ну, это цитата, а также астрономические атрибуты культурной истории человечества. То есть астрономическое наследие является частью культурного наследия, частью материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями. Вот, то есть я как бы предлагаю в какой-то степени отделить исследования, которые проводятся астрономами от исследований по древнему культурному наследию астрономическому, от исследований, которые проводят археологи. Если они хотят называть исследования археострономы, если хотят они называть исследования астроархеологии, пожалуйста, они имеют на это полное право, потому как астрономические знаниями они не обладают. Им нужно как-то себя назвать связаны с астрономией, чтобы подчеркнуть, что они имеют право заниматься этой областью. Для астрономов нет такой необходимости. Для астрономов уже само образование, ну, либо работа по специальности, она уже дает это право заниматься изучением астрономического наследия, в том числе древнего. Как бы эта сертификация уже у нас есть. Вот, и таким образом, если они будут публиковать статьи не очень высокого уровня, с ошибками, вот именно в расчетах, вот, будем таки, в аналитике древних памятников, это будет как бы на их совести. И археоастрономия это вотчина археологов, историков, и специалистов других специальностей. Астрономам вполне достаточно называться просто астрономами. Вот, и заниматься изучением астрономического культурного наследия. Вот, у нас известно, что первая международная встреча экспертов по астрономическому наследию была организована ЮНЕСКО и состоялась в Италии в 2004 году. На международном симпозиуме организованном Институтом астрономии Российской Академии Наук и состоявшемся в 2005 году в Москве представителями ЮНЕСКО была представлена тематическая инициатива «Астрономия и всемирное наследие». Впоследствии ЮНЕСКО совместно с Международным астрономическим союзом разработала стратегию реализации инициативы. АМАК создал рабочую группу комиссию СИ-4 по астрономии и всемирному наследию. Я думаю, многие из астрономов конечно об этом знают. В целях облегчения процесса идентификации и номинации астрономических объектов в 2009 году во время церемонии открытия Международного года астрономии генеральный директор ЮНЕСКО инициировал цикл мероприятий «Астрономия и всемирное наследие сквозь время и континенты». Основными мероприятиями были Международный молодежный лагерь по астрономии и всемирному наследию, Международная конференция на тему астрономии и всемирное наследие сквозь время и континенты, организованная и проводимая Российской Федерацией в Казани, и Международный семинар по астрономическому наследию организованной Национальной комиссией Египта по делам Винеска при поддержке фонда всемирного наследия. Парижская декларация об астрономическом наследии была принята участниками в ходе международного семинара защита наследия астрономии в Париже в сентябре 2011 года. Исходя из сложной природы астрономии, прошу прощения, простудилась, исходя из сложной природы астрономии, было признано, что ее наследие многогранно и что его защита и популяризация подпадают под действие нескольких конвенций. Первое. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, памятников культуры и природных объектов. Второе. Конвенции по защите нематериального культурного наследия. Программа память мира в отношении астрономического наследия зафиксирована в книгах, рукописях и картах, серебряных и цифровых фотографиях. Под музейную охрану подпадает астрономическое наследие в виде коллекции предметов и инструментов. Структура астрономического наследия. она отражает по большому счету структуру в том числе и культурного наследия и очень во многом с ним пересекается. Структура астрономического наследия делится на два крупных типа. Астрономическое материальное культурное наследие и астрономическое нематериальное культурное наследие. Материальное делится на памятники культуры и природные объекты, недвижимые объекты, Музейные предметы – это движимые объекты культурного и природного наследия. Музейные фонды, редкие книги, фотографии и тому подобное. И архивные документы. И нематериально-культурное наследие астрономическое – это обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства. В первую очередь, знания и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной. Работа по выявлению, защите и сохранению ценного астрономического наследия во всем мире в настоящее время продолжается в рамках соглашения о партнерстве между ЮНЕСКО и МАК и в значительной степени является обязанностью комиссии МАК-Ц4. Непосредственно к структуре астрономического наследия еще хотелось бы добавить, что в Парижской декларации также отмечалось, что необходимо составить перечень астрономического наследия все источники вместе взятые, включая места, архитектуру, постройки и приборы для наблюдений, причем всех размеров и всех периодов, измерений и анализа, рукописи, карты и фотоснимки, книги и каталоги. Астрономическое наследие должно быть инвентаризировано и классифицировано, и знания о нем должны быть распространены. Метод классификации этих кадастров, зачастую местных, а иногда и национальных, должен быть унифицирован не только на национальном, но и на международном уровне. Работа по выявлению, защите и сохранению ценного астрономического наследия во всем мире в настоящее время продолжается в рамках соглашения о партнерстве между ЮНЕСКО и МАК. В 2008 году члены рабочей группы МАК по астрономии и всемирному наследию, позже ставшей комиссией СИ-4 МАК по всемирному наследию и астрономии, изучили список всемирного наследия ЮНЕСКО на предмет объектов, связанных с астрономией. Всего было выявлено 79 мест, памятников из 37 стран. Из России не было ни одного. Подавляющее большинство мест не имело отношения к современной научной астрономии или его истории. То есть это, как правило, все связаны с древними памятниками и раскопками, в том числе с петроглифами. На данный момент в список астрономического наследия МАК включены 4 объекта из России. Это Государственный астрономический институт имени Штернберга, насколько я понимаю, здание, астрономическая обсерватория Казанского федерального университета, Пулковская обсерватория и Семейская обсерватория в Крыму. О, ГАИШ, я думаю, что это песня, имеется в виду Ставия. Ну да, да. Вот. И, значит, создана карта астрономического наследия. Интерактивная она на сайте выложена. По поводу древних объектов, то их предварительный список, насколько мне известно, был подготовлен археастрономами-археологами. В него были включены Петроглиф Ронежского озера, древние луно-солнечные календари Дагестана, мегалитические объекты верховьях реки Сеть, Савин, светилищи из двух примыкающих друг к другу колец, Большой Салбовский курган, Новокургановский один, курган Сусами и другие. Ни одного памятника или объекта Юга России в этот список включено не было. Однако, так как археастрономические исследования на Юге России также проводились, и в рамках тематической инициативы «Астрономия всемирное наследие», в 2012 году на базе кафедры физики Космоса Южного федерального университета была создана неформальная группа древних памятников, и дважды в год стали проводиться регулярные семинары, на которых озвучивались полученные результаты. Когда вы думали, там кому надо, я подумаю... Слушайте, ребята, ну что такое? Можно там выключить? Все, кроме докладчика, выключите микрофоны. Погнали, чтобы на устройстве выработали, чтобы она открылась. Так, что-то там не то. Ну попробуем. Да делайте, я не имею. А в 2013 году? Валя Козаева, Валя Козаева, выключите микрофон. А это вам будет в этом споните микрофон. Так, можно, да, продолжать? Валя Козаева, микрофон выключите. Козаева, ты можешь выключить сам как хост всех микрофонов, кроме докладчика. А как я могу так? А как я это могу? Там есть возможность. А я не знаю. Ладно, сейчас заканчивайте спокойно. Кажется, кончила Валя. Да, хорошо. Но микрофон она не выключен. И в рамках тематической вот этой инициативы астрономии всемирное наследие в 2012 году на базе кафедры физики космоса Южного федерального университета была создана неформальная группа по археоастрономическим исследованиям древних памятников. И дважды в год стали проводиться регулярные семинары, на которых озвучивались полученные результаты. А в 2013 году на базе кафедры был создан международный научно-электронный журнал с открытым доступом археострономии and ancient technologies. Мы предлагали Бочкареву стать главным редактором его, но он сослался на большую занятость. Поэтому мы стали искать из специалистов, которые занимаются именно археострономическим исследованием главного редактора. В редколибию журнала вошли сотрудники кафедры и археологи Ростовской области, а также приглашенные специалисты из других регионов России. Новосибирска, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. В последствии в Великолепию журнала вошли исследователи из Украины, Армении, Болгарии и Италии. Главным редактором журнала согласился стать доктор исторических наук Виталий Епифанович Ларичев, известный своими работами по палеострономии, ну или археострономии, специалист из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАМ из Новосибирска. Позже, после его ухода из-за тяжелой болезни, главным редактором согласилась стать Танила Михайловна Потемкина. До периода резкого ухудшения ее здоровья она проводила очень активную деятельность в этой должности. Организаторами журнала была предпринята попытка собрать в рамках редколлегии всех ведущих исследователей, археострономов России, чтобы объединить усилия по развитию археострономии в нашей стране. В 10 лет журнал служил площадкой для рецензирования и оперативной публикации археострономических статей. За эти годы исследователи-археострономы нашей страны получили уникальную возможность бесплатно публиковать в открытом доступе свои статьи на русском и английском языках, дискутировать друг с другом на страницах журналах и перенимать опыт коллег. На данный момент очень актуальной становится задачей воспитания нового поколения исследователей. Поэтому был разработан и в этом году внедрен в учебный процесс уже Крымского федерального университета, где сейчас работают, факультативный курс «Цифровые естественно-научные методы исследований в археологии. Археострономические методы». Разрабатывается курс «Цифровая астрономия в гуманитарных исследованиях» для апробации в следующем учебном году. А также получено предложение от методического отдела Крымского университета сделать более объемный учебный курс по той же тематике, но уже как дисциплины по выборам. Учебный курс «Астрономические и геодезические методы в археологии» разрабатывается сейчас Еленой Геннадьевной Геленко также в Новосибирском университете. В плане перспектив развития археострономии в России можно сказать, что наступает этап, когда эта область должна выйти на новый уровень. Использование терминов «археострономия» или «астроархеология» для обозначения астрономических исследований древних памятников не дает возможности полноценного развития этого направления и дискредитирует его. Необходимо перейти к использованию терминов более академического звучания. Вместо термина «археострономические методы» в археологических исследованиях корректнее использовать термин «астрономо-геодезические методы». Так как для археологов на первом месте стоят археологические раскопки, а не атрибуция древних предметов и памятников, то есть выявление их астрономического назначения, имеет смысл развивать археострономические исследования в рамках не археологии, а культурологии, как исследования астрономического культурного наследия различных эпох, с применением в том числе и астрономо-геодезических методов. Данная терминология будет четко обозначать требования к уровню квалификации, необходимые для проведения подобных исследований, что оградит область от исследований, выполняемых не специалистами, и дистанцирует ее от маргинальной археострономии. В соответствии с этими тенденциями журнал «Археострономические технологии» также сейчас находится на стадии смены названия, в котором уже не будет этого термина. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, буду рада ответить. Сейчас, это уже моя прелогатива. Спасибо докладчику. Вопросы? В зале есть? В зале нет? Нет, но я слышал. Я в том же зале находил. Так, а в интернете? Ну, маленькая поправка, что Елена Геннадьевна Гиенко работает в Сибирской геодезической академии. В Новосибирском государственном университете она не работает. Это верно, я тоже это знаю. Так, а в чате какие замечания кто видел? Так, сейчас посмотрим. Не, ну, в чате ничего разумного нет. Так, ну все, тогда большое спасибо. Так, следующим у нас выступает Карен Тахатян из Института истории Академии наук армении. Сейчас мы эту презентацию закрывайте. Закрывайте презентацию. Так, Лариса Николаевна, надо закрыть вашу. Лариса Николаевна, закройте вашу презентацию, пожалуйста. Он бежал, что ли, с вами? О, хорошо. Так, Карен, открывайте. Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники. Сейчас я найду с твоей презентацией. На экране так много. Пока я найду, хочу выразить благодарность Ларисе Николаевне за приглашение участвовать на этой конференции и за очень генеральный, прекрасный доклад про Африо Стану. Сейчас я найду. Вот, нашелся. Постараюсь быть видно. Ничего не видно, вам нужно и презентацию открыть, а потом внизу там выбрать, поделиться. Демонстрация экрана и Share. Там есть кнопка зеленая. Сейчас, сейчас, я сделаю. Сейчас. Ну, для этого должна быть открыта. Share screen я уже сделал. Вы нажимаете Share и выбираете эту презентацию. Кажется, зеленая. Видно уже? Нет, ничего не видно. Так, лучше. Да, тоже есть. Совсем хорошо. А что за черная? Так, а вот что за черная рамка там? Все, все. Черная рамка? Все, все работает. Может быть, я себя выключу отсюда? Все работает, привет. Все хорошо. Все работает. Ну, название вы видите. Я не вижу, потому что что-то закрывает экран. Для меня закрывается. Вот, немного читать отсюда. Я не читаю. Видно. Аллах. Вот так. Ну, несколько общих слов насчет наскальных изображений. Ну, ясно, что они имеют большую познавательную ценность. Рассказывают о жизни и творчестве человека далекого прошлого. Наших предков. О его мыслях и чувствах, лифт, легендах, борьбе и победах в Кироване и Кириллова. Вот вы видите на этом фото, как расположены данные изображения. Это не то, что во Франции и Истании, не то, что на берегах озера Лены. Они куски вултанических рыб. И через несколько сот тысяч лет после извержений образовались эти куски под влиянием солнца и других факторов эрозии и коррозии. Они получили вот такой черный, голубоватый блеск. И шел человек и, наверное, в готовых колотнах изобретил то, что думал, хотел и мечтал о чем. Сейчас я покажу. Вот здесь видно карта по количеству разнообразия и содержания. Наше наскольное искусство занимает особое место в культурном наследии Древнего мира. Вот видите сейчас карту Древнего мира, где в основном есть наскольные задвижения. Видно, что их большая концентрация в Армянском Нагоре, в Греции их нет, в Италии есть, и вот в Киргизии, в Таджикистане и в северном Иране. Теперь я покажу карту между морями. Вот карта двух армянских республик, и здесь видны четыре основные регионы расположения наскольных изображений. Я хочу быстро перейти к карте астрономии, но каждый за пять секунд покажу просто тематику. Вот человек при всех видах своего занятия. Потом культы, приручения, культовая жизнь, спортивные состязания, зельские работы. Очень много животных, тогдашняя пауза, естественно стоит изображать. Вот большое полотно, большая группа животных по двухметровой камне. Здесь драконы, мифильские существа. Они добрые, кажется. Мало, конечно, но есть деревья, цветы и плоды. Здесь рисунки, отображающие культоматистов, предков, божеств, героев, добрых двух, провородья и времени. Вот внизу, справа, кажется, жрец, хранитель календаря с четырнадцати точками ягод. Высокие пистанище, поселение. Очень много я показываю. Инструменты, саха, крючок, аркан. Вот уже приближаемся к элементам окружающей среды. Очень много изображений борт. Два изображения вулкана. Изображение рек. И небесные химлянии. Я думаю, что нижние картинки – это изображение дожжей. Очень много символов, часть которых похожа на битве армянской и других временных алфавитов. Создание армянской алфавиты в 14-15 веке. И, конечно, это не буквы, это просто пиктограммы. Но поскольку с их помощью ничего не было записано на камне, по крайней мере. То есть это просто диаграммы. Но похоже на буквы армянской алфавиты. Очень много символов. В том числе и астрономических. Вот в небесные светила два изображения Солнца, Луны, и внизу два изображения земного шара. Наверное. Четверо людей стоят вокруг чего-то круглого. Внутри кристообразного. Вот интересная фотография. Два разновидности по направлению свастик. Ну, свастик – это символ Солнца. И эти камни рядом. То есть наши предки имели представление о разности этих направлений. И, может быть, они еще помнили смысл. То, что мы забыли, и потом кто-то исполнили. Уже астрономия. Здесь мы видим Варканический перевал. И несколько картинок, которые можно интерпретировать как созвездие. Сейчас более подробно. Это уникальное наскальное изображение, кажется, может быть, изображает пазы Луны слева внизу или пазы затменности. Двух метров. Это тоже, по-моему, интересно. Слева человека подобный символ. Сверху Таурус, бык и лец. Второе изображение – уже стастикоподобный человек и тоже лец. А внизу – из татуи Яна Гебриева, где орион борется с Таурусом. Так что наши предки, и как я потом скажу, в начале прошлого века, определили место создания созвездия. Знаков задвяка тоже. Вот календари. Очень много календарей. Месячный календарь. Оранжевый с мохом. И очень много лунных календарей. Под шепнадцать есть видно. Остальная живопись должна рассматриваться в историко-археологическом фантазии. Изображение, потому что культурологическое первоисточное, которое своеобразно из моих изобразителей отображает прошлое, представляя собой средства человеческих коммуникаций, поскольку осуществляет конфликсацию на окопление и передачу информации. Это древняя фигура. Впереду. Этот источник должен быть изучен со всеми другими сферами древней культуры воедино-комплексные системы. Их надо всех фото и видео. И особенно GPS-фотографирование. Я забыл представиться. Я астрофизик по образованию в юраканское направлении. По астрономии я не специалист, потому что юраканская обсерватория нам нагружала астрофизику. Потом со студенческих лет занимался нашими памятниками, с двадцати лет наскальными изображениями. После тридцати начал работать в мистику и истории академии наук, недавно зашел диссертацию по наскальным изображениям. И сейчас, кажется, я координирую и археоастрономию, и археоастологию. Раз, только не логию, извиняюсь. Создал учреждение маленькое и занимаемся несколько человек в комплексе. Перейду к следующему. Поскольку в Армении очень много древних наскальных изображений, следовательно было ожидать, что должны были видеть письменные свидетельства об их создании. И они есть. Отец армянский старый график и мацисхор и нацеплятый век, помню, фактическое повествование сохранит двояркие следы и следы. Про создатель нашего алтава, он пишет, что он эти буквы видел наяву или во сне, и после этого начали писать на камни буквы армянского алтавита, и они сохранили, как снег, следы начертания. То же самое он говорит про Деньюрга Торка, который был Деньюргом, создателем письменности, и он писал на гранитных камнях, именно он писал эти орлы и тому подобное, как написано своими актерами. Ананя Ширякациев, великий армянский биософ, математик, астрономный календарист, 7 век, пишет, что наши предки были наблюдательнее, чем современники, благодаря чему они не только заметили движение, но и запечатлели, и осознали Деньюргу. Ну, поскольку все астрономы понимают, что астрономические процессы очень медленно и заметили движение, перемещение звезд, ну, как Кеплер под помощь Тихобраги, изучая, открыл законы небесной механики, вот, надо было на чем-то начертить, как шумели и яйца, и варния. И вот, я нашел одно наскольное отображение, которое, я уверен, что это таблица астрономических рекордов. Находится на очень высоко в горах, и, как вы видите, глицикальными линиями разделены на четыре части, а в список X, может быть, это дни, недели или годы, не знаю. И там видны символы каких-то небесных лиц или явлений. На первых двух периодах ничего не видно, потом они маленькие, потом один исчез, другой стал побольше. И вот это кажется, как наши записи должны были продолжаться вот направо. Я так думаю. Ну, перейдем. И вот только при помощи этих записей он мог, не меньше астрономт, делать любые движения. Мы определили возраст, возраст проблемы для среди наскольких изображений, только сравнительные методы работают по рисунку, по содержанию и стилю. А они дают точность с одного до двух тысячи лет. И вот, пять тысяч лет назад, всем ясно, чтобы быстро и легче ориентироваться в темном небе, пять тысяч лет назад люди разделили небо на запоминающие названия в созвездии. В начале двадцатого века Уильям Уольфмарт, Влад Маундер и их известных ламарем, были уверены, что зодиакальные созвезды только зодиаками сформировались и получили свое название в окрестностях горы Арарар в тридцатом-двадцать восьм веках до нашей. Они ничего не знали про Армению, и к этому пришли просто изучиваться про географические, с каких широт могли быть видны эти созвезды, и злогеографические данные, то есть по реалу, проживание животных, где же нет слонов и крокодилов. И посчитали время образования этих понятий. Повторяю, они ничего не знали про армянскую культуру и археологию. И через пятьдесят лет архитектор Сурен Петросиан обнаружил на верхней части одного поливала древние изображения созвездий. А потом доктор-профессор Бенни Куманьян, астрофизик, идентифицировал эти изображения в конец с зодиаками созвездных глаз, а потом в течение последующих тридцать лет обнаружились древнейшие обсерватории Мецанора в тридцать тысячелетия, Севсар, неизвестный, но может быть тоже третья, вторая тысячелетия, злорацкар Караунч, может быть с восьмого тысячелетия, если вы говорите, с исследованием Херумии, Бачкарева, и другие артефакты. Вот сейчас вам видно, что там вдалеке гора вулкан Армаган, и вот этот перевал, соединяющий двое части республики Армении. Вот на этих каменных плитах Курен Петросиан нашел вот эти кружечки. И сразу показал историк армянской афера автономии Бенни Куманьяна, профессору, и он сразу сказал, что это созвездовая часть. Ну, все мы знаем, что первый китайский астроном впервые сказал, что предположить, что угловое движение из-за взрыва не меняется, а потом через шелек валей заметил, и помощью изучения таблицы Армагеста, и, короче, нашлись, то есть открыли собственные движения. Но наши предки об этом не могли знать. Они просто то, что увидели, начертили на камеру. Может быть, сначала мелом, а потом углубили. Вот здесь два фотографий, на которых созвездия льва и 4500 лет до нас, то есть 25-й лет. И сегодня, пример. Вот два простых расчета, которые показывают при помощи комплекта программ движения относительно ДНРД. Изменение конфигурации 2. И наши предки просто из культовых соображений, ну, культ ориентировали во время и пространстве и нарисовали это на камеру. Вот я начертил мелом усилия льва и начертил аутлайн этого льва. И при помощи этого Бенник Туманян не посчитал. Почему-то не посчитал в 79-м году, что можно было при помощи собственного движения найти тот период времени, когда это могло быть изображено. Мне, как более-менее астронома и очень хорошо знающий археологию Арнунии, пришло в голову посчитать и получил 25-й век до нашей эры. А чем это важно? Ну и что? Одно изображение. Но важно то, что это изображение не изображение, как это зооморский антропоморский. Рядом есть 15 соседних эпидемий. То есть определяется возраст группы. А в 2000-2000 году я разработал другой метод астрономической датирования с помощью уникального наскального изображения крупного метеора. он находится в астрономическом центре СССР. Вот вы видите четырехметровую углы. Это я десять лет назад стою рядом. А это сорок лет назад, да, наверное? Когда я начал изучение этого памятника. И здесь, не в шутку, но видно рекламу Жигулей. Жигули на высоте два с половиной километра. На Жигуле он здесь поехали. На этой поверхности огромные скалы изображены две человеческие фигуры. Конь, змеи, драконы, кружки, кресты. Этими символами очерчена часть восхода. Ограничены созвездиями орел, змея, носицы. А между галактикой и влечным путем созвездиями орла, Веник Туманян профессор заметил, что там темное. Там ничего нет такого, чтобы изображали этот метровый круг. И сразу догадался, что это что-то временное. Или метеор, или... А потом, через несколько лет, когда я увидел меня, вот, кстати, наверху гора Раврова, детская гора. А на первом плане гараж, да. Это третья повысятся гора Республики. Там я заметил место падения метеора. Вот вы видите горы Аждаак. А сверху это кратерное озеро Вилтониское этой горы. А сейчас внизу видно, видно, я сейчас покажу поблизости. И вот след этого от проблем, след удар. А вот это Герамские горы, средняя высота тысячи метров. И вот я там заметил вот этот элипс глубиной 5 метров, размером 28-36. Это считает при помощи ядерных взрывов форму. И если болит весом 80 кг, то скорость 10 кг. И высота 3,2 кг. если когда-нибудь здесь какими-то контактными или бесконтактными методами найдем следы или металит, то при помощи естественно научных методов очень легко будет посчитать вплоть до 2-3 веков возраст падения и если я прав, люди которые видели это явление они сделали москальное изображение 60 лет назад вот это то есть как прилетел откуда прилетел из какой части метеорит так что здесь уже легенды идут люди увидят это странное явление которое может быть по расчетам по вероятности раз в миллион лет такой крупный болит через 3-4 секунды они которые пересекают небосвод страшные явления крутится свистит через несколько секунд могли подчискивать трех раз 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 и наверное они догадались я уверен все это и крепить для соседей и для поколений наверное потом рядом поставили и много астрономических каменных инструментов там сформировался наблюдательный культовый центр я уверен это я там стою этого кратера для разных и для древнего человека было очень странным они наблюдали конечно образование вулканских кратеров ну вот они наяву своими глазами увидели образование другого вида кратера небесного происхождения это очень хорошо согласуется с одной политической частью который сохранил в истории Армении рождение Ваага очень похоже пламя выходило из пламени выпрыгнули светлокудры Юниц его кудры горели огнем и очень как два солнца это старый европейский древний очень один из первых гимнов небо и бога а этот рождение вагна бог огня гром как и вулкана как грецкий депест чьи мастерские были в подземелье вулкана может быть в этих пещерах Аждагака люди представили мастерские мастерские вагна может быть и поскольку железо это первый последний материал человека первый метеорит и до сих пор на железном веке этими железными инструментами не рудного железа а может быть они могли им инструментами на царапуск на камнях поскольку на армянском наш алфавит называется железо и на армянском еркат только на армянском и шумерском слово еркат означает каплю на шумерском анбах каплю и на армянском еркат ерки и каплю кроме с неба каплю это очень интересно с южной части и вот эти 35 петрогли которые могли которые датированы по этим двух методам астрономической точностью могут стать с маяками хронологизации для пока что негативных изображений по сравнительным монолитам уже кончается мое время еще две минуты сейчас я покажу астрономическое метростроение это 25 зоны открыла астрофизику по работали артеологом и геологом она работала и вот открыли наблюдательный пункт откуда древние наши петли наблюдались и вот есть петч рядом у нас петч видно другое строение это след Овес несколько полупромлях у которых стали камни 14 и 31 то есть астрономические календарии и компас там очень много выбоины как называется огорах 1 в 52 по 23 веков нашей эры очень много изображений которые напоминают даже что-то похоже на плея и вот караун который очень связан сегодняшний наш жаль что он скончался в декабре прошлого года я его встречал он работал с и кстати хотел повторить слово Бориса Николаевна Геруни не был астрофизиком он был крупным радиоинженером академиком но радиофизики по антеннным технологиям вот сверху фотография слева то что я по GTS стоял там несколько несколько фотографий моментов слева видите опубликованные зарисовки 150 лет а справа мое фото сделано 23 года за год до прихода и несколько кадров я немножко сомневаюсь в этом возрасте верю что может быть это 7,5 лет назад было сооружено но наши археологи какие-то раскопки они нашли только 15 века артефакты у наших и поскольку нет хорошего сотрудничества понимания с двумя сферами археолог говорит я нашел 15 век дальше ничего не знал археологии говорю я определяю 7,5 лет назад без археологии чистым археологическим археологическим исследованием спасибо спасибо за внимание не знаю как слышно было слышно было плоховато плоховато но видно было что то так есть ли вопросы пожалуйста алексей алексей нет даже два вопроса я слышу первый это в основном кратер где-то в горах который вы считаете что он образовался вероятно от падения астероиды так может быть может быть стоит проверить еще гипотезу о том что это не падение метеорита а примерно заснятые на ямале где вечная мерзлота плюс бактерии и на одной фотографии спутниковый пол на другой уже ямка как раз такая жирообразная практически вот я только спасибо я только могу ответить что в этом вулканском массиве 50 км длиной все вулканы вулканы армии и самый минимальный диаметр вулканских тракторов 150 метров а это маленькое образование 25-30 метров не могло быть такого огромного вулканского агрегата и в течение полмиллиона лет наверное исчезли с поверхности земли поэтому я думаю что это историческое время образование новейшее время потому что 4 метра глубина и еще другой факт другие животные дикие коровы никогда не входят в это чашеобразно это кофейная чашка там бегом можно войти но никаких следов я никогда там нет чего-то они боятся не могу сказать связано с или нет но что-то там есть второй вопрос был у вас на карте большое количество мест где находятся армянские наскальные рисунки а вот в чем характеризуется армянскость рисунков которые были в Швеции и которые были в Таджикистане в чем это будет ну сколько я знаю по Швеции там там местность там больше рыб больше средств передвижения водных у нас их нет там шаманист как и восточной половине России очень расстрастный шаманист у нас такого нет просто какие-то драконы так продолжать ответить Швеция и еще какую местность вы назвали я забыл Швеция Таджикистан да Таджикистан очень интересно я связан с они очень похожи на армянский как и северно-иранский но это можно считать из-за близости прародии я так думаю так у нас есть еще один вопрос на интернете как раз у Ларис Николаевна вопрос был Ларис Николаевна меня слышно? да вас слышно да Лариса здравствуйте я тоже хотела поблагодарить Карена за очень интересный доклад и замечательные иллюстрации я не виноват это они на доступ к таким иллюстрациям это непростое дело вот я хотела вашу точку трения узнать вы говорите вот кратер скорее всего был значит ну так сказать происхождение кратера вы датируете историческим временем а примерно каким столетиям тысячелетиям я не датирую пока потому что как я уже сказал никаких исследований я не рискую там копать я не археолог археологам я не допускаю так вот потому что у них контакт не я хочу разведки с магнитом эти чем-то понять глубинные просмотры есть такие звуковые приборы сейчас они стоят полмиллиона наверное найдем смотреть что там внутри какая жерла есть или нет если жерла это вулканические если нет потом надо найти конечно стекловидные тела и только потом как я уже сказал агро агро и другими полинологическими методами определить время изменения чего-то то есть следы или следы влияния удара поэтому пока мы ждем результата но я уверен что это весь исторический потому что как я уже сказал в течение полмиллиона лет это последнее движение этого крупного 3,6 километра высота крупного вулкана рядом не мог сохранить ничего такого и вообще в армении 150 метров минимально минимальный диаметр максимальный 800 метров в этой армии не маленькая так что эта игрушка 20-30 метров не могла сохраниться миллион там такая эрозия такая высота сколько я могу сказать 3-4 тысячи лет до нашей эры как с вашей точки зрения могла сохраниться 3-4 тысячи лет 3-4 тысячи лет до нашей эры это чаша да могла дело в том что в ростовской области есть уникальный гроб так называемый скельновский с петроглифами он кварцитовый чрезвычайно трудоемко на нем наносить петроглифы так вот его не могли интерпретировать вот но с точки зрения астрономов там изображен ну вот мы по крайней мере на кафедре коллеги мы очень с вами сейчас из времени давайте эту дискуссию проведите по почте пожалуйста я прошу Алис Николаевна руку брала а Карену я прошу отключить свой экран да да отключаю большое спасибо спасибо всем организаторам так значит следующий у нас выступающий Альфия Рашидна Нестеренко Альфия Рашидна вы нас слышите ли да да слышу так Карен вы не отключили свой экран пока так Альфия да вы сегодня посылали новый вариант да у нас получен толком не был но я не понимаю от себя можете его открыть открывайте да попробую открывайте от себя конечно да конечно можно да в первую очередь конечно Евгения Александровна большое спасибо за ее первый доклад Николая Геннадьевича очень интересный доклад Алексеевна Алексеевна да Алексеевна большое спасибо за ее доклад и вот в связи с этим докладом с ее я тут немножко прибавила пора с отмене давайте давайте полный экран да полный получился полный экран пока нет полного экрана мы видим но это не полный экран не полный экран но у нас уже было не у всех это получилось сейчас попробую сделать F5 попробуйте нажать есть разница сейчас не не на пол она уже поняла что делает все хорошо Евгения Алексеевна говорила про то что они везут удачу у нас отлично отлично как дальше вот и поэтому я решила прибавить несколько слайдов с той конференции вот эта конференция которая была в 2008 году Николай Николаевич участвовал тоже ну сейчас фотографии вот слева слева вот здесь вот у нас находится вот Евгения Алексеевна и вот Николай Геннадьевич они были на этой конференции возили мы их тогда вот то место где они показали это станция атмосферного электричества там автобус возил их наш тоже с конференцией на нашу конференцию затмение самого с наблюдения затмения там группа ГАИШ была вот Галини Япониной тоже большой привет ну вот дальше здесь вот Старобинский у нас сидит приезжал тоже к нам на конференцию и вот к сожалению вот еще Николай Геннадьевич ушел из жизни вот и Джей Пасачев он тоже был на нашей конференции и вот он тоже к сожалению такой вот астроном тоже ушел это огромная потеря вот Николай Геннадьевич и Джей Пасачев это огромная для нас потеря ну вот и поближе теперь к теме вот он Николай Геннадьевич у нас в теме любимый дорогой ушедший из жизни о котором мы все конечно очень скорбимы и сожалеем что он ушел из жизни это вот Менгир это я это Алексей это вот как раз в начале конференции на второй день было солнечно на первый день к сожалению было пасмурно на этой конференции ну вопросы у нас с куратором нашей конференции была я быстро говорю потому что все уже устали чтобы никого не не утомлять дальше вот вопросы которые рассматривались на семинары ну у нас Томила Михайловна она нам помогала курировала нашу конференцию поэтому все у нас сделано хорошо вот обычные вопросы для таких семинаров Николай Геннадьевич он провел еще семинар на южном Урале на Аркаиме сундук это астрономические геодезические способы так геодезические методики идентификации археастрономических объектов на горной градице Сундуки и других археастрономических объектов. Насчет терминологии, вот эта терминология археастрономических, мы остановились на ней, потому что как бы мы астрономы и отвечаем в основном за астрономию. И поэтому археастрономия, астроархеология, это более широкое понятие, которое, конечно, мы и не собирались даже полностью охватывать. Вот только астрономия. И задача нам была поставлена Борисом Михайловичем Шустовым и Николаем Геннадьевичем Бочкаревым, определить, насколько сундуки все-таки являются рукотворными и насколько они могут являться природными объектами. Вот участники вот семинара у нас, собрали мы такой семинар, удалось нам его собрать, приезжали, ну и заочно участвовали из Испании, Ирака, Болгарии, Украины. Вот это наш семинар, первый день семинар. Николай Геннадьевич, вот он в центре, вот Евгения Алексеевна сбоку, вот самая моя большая помощница, это Ирина Владимировна Негода. Вот наши горизонтальные связи, они работают в образовании, она научный сотрудник старшей института геологии и ведет еще кружок. Сейчас я ее покажу вот здесь на этом кадре. Это вот она в нашей обсерватории, тут же Николай Геннадьевич бывал у нас часто. Вот я помогаю ей просто вести всякие мероприятия для ее геологов, привлекаем на, ну там на 12 апреля, другие какие-то события у нас бывают, она приводит нам, ребят, и вот я тоже ей помогаю. Поэтому вот эта горизонтальная связь, она помогла нам вот эти геологические аспекты на сундуках проработать и очень хорошо проработать без того, чтобы не создавать большую бюрократию между институтом, между университетом. И нам это удалось. Ну вот семинар был посвящен анализу и сбору фото и видеодоказательств обоснованности астрономической направленности археологических объектов горной гряды и геологическим работам. Ну потому что камни, камни, и надо понимать прежде всего, что было с камнями. Сами они так сложились или люди их сложили. Это вот первое, это самое первое такое кондовое дело понять в объектах, что они из себя представляют. Если это камни, значит геолог в первую очередь должен работать. Как бы там ни было сложно, там археологам, астрономам между собой как-то общаться, да, а тут есть большие проблемы. Но если каменные объекты в первую очередь должны, и если это сооружение из каких-то равней, то обязательно должен работать и геолог. Вот семинар проводился в дни осеннего равнодействия 21 по 25 сентября. И участники семинара смогли выполнить натурные наблюдения восхода-захода солнца древних астрономических площадок, которые были указаны. И фото знаковых событий на знаковых сооружениях произвел Малеев. У нас тоже он давно и занимается. Так что собрались мы. И, конечно же, ежедневно производились экскурсии, наблюдения на архе астрономических объектов горной гряды и сундуки под руководством исследователя, который работал с Виталием Фанутичем Ларичем, изучавших сундуки эти более 30 лет. Ну, вот Ирина. Ну, первый день у нас, конечно, был пасмурный, к сожалению, поэтому не смогли мы там наблюдать равноденствие осеннего. Но, тем не менее, конечно, видно, что это сооружение очень такое замечательное, очень интересное. Это вот останется сам. Ну, сундуки, вот там гряда, она, конечно, без таких сооружений, но вот тут вот есть этот останется, который, конечно, очень интересен. И своеобразное такое сооружение, больше нигде такого не увидишь. Место очень интересное, конечно. Ну, это вот графика, как они выглядят. Вот он, вот этот сундук. Это то, что исследовали люди вместе с Ларичем. Есть тут и петроглифы определенные, знаковые. Есть и сооружения. Ну, вот, вот внимание этим сооружениям как раз Ирина Владимировна негода и уделяла. Вот она изучила структуру этих плит. Ну, вот плиты, вот показывали, что плиты, они определенным образом построены так, чтобы наблюдать там определенные астрономические явления. Вот проведен этот осмотр с целью выяснения происхождения сооружения естественного или искусственного. Были взяты образцы пород на знаковых площадках и расчленных объектов, ну, которые обозначались, как вот, всякие красивыми названиями. Есть эти статьи. Результаты исследований и обсуждений представлены в сборнике трудов семинара. Исследованные объекты по результатам работы геолога имеют природное происхождение. На работу получены положительные отзывы специалистов МГУ и еще трех геологических институтов. Природное происхождение. И определила Ирина Владимировна, что все-таки все эти сооружения природного происхождения. Природное происхождение не исключает возможности использования этих объектов в качестве астрономических площадок и отметочных пунктов. Вот. Николай Геннадьевич, как человек с фундаментальным естественно-научным образованием, поддержал выводы, сделанные на основе фундаментальной геологической науки. Вот если кому-то интересно, в журнале «Ранные» мы эти статьи опубликовали. Если сформулировать коротко, геологический анализ структур из камней доказал, что эти структуры складывались под воздействием природных факторов. Люди их не перемещали. А визирных желобов в гребне горной гриды также сделан однозначный вывод о том, что он образовался на границе двух горных пород и выкрашился таким образом, естественным образом, как и во многих других местах. Мог он, конечно, быть и визирным желобом, и там какое-то обозначение есть, петроглифы, но тем не менее, все-таки это природное происхождение вот этого желоба. По отверстиям и структурам в породе песчаника также был сделан закономерный вывод о том, что это явление, явление из ряда эффектов выветривания. Утюги выветривания, как Ирина сказала, это их идеологические определения. Есть подробное пояснение в статьях Ирины Владимировны Негода. Кстати, вот в журнале тоже, который представляла предыдущий докладчица, эта статья тоже есть. Такая наша точка зрения вызвала тяжелые споры с некоторыми археологами. Тем не менее, мы отказываемся от наших выводов, потому что все-таки фундаментальное образование, оно должно быть впереди всего. Ну, вот эти вот желоба, вот эти отверстия, вот это то, что изучала Ирина Владимировна. Ну, и уход из жизни нашего большого друга, опытного руководителя, организатора науки, педагога, доброго и внимательного человека Николая Геннадьевича будет большой и невосполнимой утратой для астрономии, для археастрономии, для меня, для нашей обсерватории, для всех, кто его знал. Он находил время для помощи для всех, кто к нему обращался. Поэтому и сам мог всегда опереться на тех, кому помогал. Всегда с радостью ему помогал, чтобы ни в чем бы он не нуждался. Заинтересованность сохранения речащих исторических объектов занимала для него значительное место в его профессиональной деятельности. И мы тоже очень беспокоимся о состоянии Петроглифа, потому что уничтожается, вот мы были в 14-м году, потом в 17-м, но настолько все исписано, это просто какой-то кошмар. В Кемерово там люди собрались и все-таки смывали. Я надеюсь, что мы что-то такое организуем, чтобы хотя бы знаковые Петроглифы освободить от этого надализма. Под его руководством и руководством доктора исторических наук Томила Михайловна Потемкина проведены два полевых семинара по архиастрономии на Аркаиме и Урал на Сундуках. Я надеюсь, что нам удастся собрать и третий полевой семинар в Бурятии. Надеюсь, что Институт астрономии рано все-таки выделит из своих рядов какого-то человека, который все-таки будет это направление архиастрономию помогать, развивать. Вот поэтому вот на этом все, конечно, потому что, чтобы никого все устали уже, наверное. Не, ну мы еще у нас будет и мемориальная часть, где тоже ваш фильм будет показан. А, хорошо. А кто из никого на вопрос имеет, да? А, ну давайте. 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 Да, я хочу поблагодарить доклад человека за интересный доклад и такой вопрос. Значит, насколько я понимаю, что геологи исследовали сундуки и определили, что все сооружения там природные. Не все, не все, только те, только те, которые описаны в статьях. Конечно, сил для всех объектов у нас бы никогда не хватило. Вот ровно равнодинственное окно, вот это вот все. Объекты, которые описаны в статьях, они все природного происхождения. Тогда можно вопрос, почему вы называете их архиастрономическими объектами? Мы их не называем так. Это был семинар, посвящен архиастрономии. Там было, кроме того, что геологический объект, еще много вопросов разбиралось. Вы же видели, если вы не видели наши тезисы, там очень много докладов. Так, ни одного именного есть никого. Вы лично считаете их архиастрономическими объектами, несмотря на то, что они природного происхождения или нет? Я лично считаю, что все имеет право на то, чтобы считаться, как это считают специалисты. Если специалисты считают... Вы считаете себя специалистом? Я не считаю себя специалистом. Я об этом никогда не говорила. Абсолютно нет. Не пикируйтесь, пожалуйста, женщины, не пикируйтесь. Нет, нет, это не пикируйтесь. Мне просто было интересно, на основании чего тогда считаются эти объекты архиастрономические. Они считаются такими, потому что очень много статей Виталий Пифанович Ларичев записал, потому что там есть петроглифы. Спасибо, я поняла. Спасибо. Амила Михайловна как бы тоже участвовала. У нас же есть научные методические руководитель Томила Михайловна. Это все на ее ответственности. Я только помогала. Так, коллеги, еще вопросы. Поблагодарим Альфия Рашидна. Альфия Рашидна, там еще будет в мемориальной части ваш фильм. Да, хорошо, спасибо. Закрывайте, посмотрим. Да, хорошо, закрою. Сейчас, сейчас закрою. О, сейчас надо разобраться бы. Выключаю. О, вот, отлично. Значит, уважаемые коллеги, у нас сейчас идут мемориальные выступления. Значит, любой может взять слово, сказать что-то о своих воспоминаниях. Дальше у нас будет показ двух фильмов. Один фильм, это фильм Альфия Рашидна. И второй, это подборка видео от Евгении Алексеевны. Будет? Покажете или нет? Там она не все едет. Но она загружена, загрузится автоматически или как? Ну вот, ну хорошо. Значит, кто желает нам что-то сказать? Ну, давайте покажем фильм. Я хотел бы, но я могу и посмотреть фильм, конечно. Давай, давай, Игорь, давай, выступай сейчас. Так, я хотел бы отметить, что Николай Геннадьевич имел большое участие в зарождении нашего Венспиллского радиоастрономического центра, так как он вместе с обществом он очень способствовал тому, чтобы этот центр две антенны, которые там находились, могли быть переданы после окончания Советского Союза из России в Латвию и переоборудованы потом переоборудованы в научные инструменты. Из инструментов, которые до этого работали как чисто военный инструмент. И мне хотелось бы показать вам несколько фотографий от его визита в Латвию в то время. Это начало 2000-х годов. Пожалуйста. Сейчас я сделаю шеер. Так, видите, да? Да, видим. Да, тут он находится в Венспиллс в обществе тогдашнего директора Венспиллского центра Эдгар Бэрвеллс и ведет какие-то разговоры о дальнейшей судьбе этого центра. Ну, тут еще одна женщина это это просто руководитель бюро директорского бюро. Так, и дальше сейчас ну, тут он еще даже лазит вот по по антенне тогдашнее, как вы видите. Ну, и кроме того, он тогда посетил еще и Балдонской оптической обсерваторией и тут он виден в разговоре с уже сейчас покойным исследователем Андреем Ауцнесом. И здесь в Лапийском университете он знакомится с исторической местностью, то есть студенческим карцером, то прозапрошлого века. Ну, тут два вот эти окончания, но тут он виден лучше всего на эти фотографии того времени, поэтому я и сейчас и показываю. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Я полагаю, я полагаю, я полагаю, что эти снимки никуда, нигде не опубликованы до сих пор и даже не показывали более широкой публике. я их не видел. Должно быть видно. Видно? Видно. Сейчас еще одно было. публика. Это очень плохо. Тихо, очень. Продолжение следует... 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 Вопрос в том, что у вас есть вопросы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...